Александр Зорич. Беглый огонь. Посвящаю эту книгу экономическому кризису и писателю Василию Орехову. Пролог. Пятеро военных сталкеров пересекали реку Припять в ботинках-макроступах. Час был ранний. Лица у всех пятерых были бледными и припухшими от недавнего сна. Командир отряда Константин Уткин, в кругах вольных сталкеров более известный как Тополь, вел свой отряд на юг, к Серой Лощине, откуда еще ночью был получен сигнал бедствия от трех румынских разведчиков и состава АОНовских сил. Кто и зачем занес румынских вояк вглубь зоны, Тополь понятия не имел. Идти в макроступах было тяжело. Эти экспериментальные ботинки, чье действие обеспечивалось редкими артефактами зоны, требовали напряжения почти всех мышц человеческого тела. Но ботинки макроступа были в том выходе совершенно незаменимы. На пути военносталкеров поджидали еще несколько водных преград, да и сама Серая Лощина в последние месяцы была окаймлена болотами и топями. Тополь остановился первым. Вытер под солба тыльной стороной ладони, перенес вес тела с левой ноги на правую и набрал полные легкие воздуха. Выдохнул, выругался. Они только вышли, а он уже чувствовал себя уставшим. Проклятый речной кордон. Кто бы мог подумать, что служба военного сталкера хуже каторги. Рейды, засады, пикеты. Спасательные выходы чуть не по три в неделю. Вслед за командиром остановились и его бойцы. Не сговариваясь, все пятера обернулись в сторону левого берега, откуда они начали свой путь. Низкие грозовые тучи нависали над укреплениями речного кордона, форпоста сил порядка и справедливости в Чернобыльской зоне отчуждения. — А казарма-то совсем игрушечными кажется, — сказал один боец. — Вроде там не люди, а кролики живут. — Как по мне, наши французы не слишком далеко от кроликов ушли. Жрут все время и о случках мечтают, — критически заметил другой. — А отставят национальную рознь, — скомандовал тополь. Хотя в глубине души был согласен. Служба в интернациональном гарнизоне давалась ему нелегко. — А новый дот отсюда очень даже смотрится, — с удобрением протянул третий боец, прихлебывая воду из фляги. Недаром строители пять месяцев мордовались. — Даром или недаром время покажет, — проворчал широкоплечий военносталкер с пулеметом печенек. — В зоне ни в чем уверенным быть нельзя. Сегодня дот есть и для использования пригоден, а завтра в нем свора каких-нибудь полтергейстов заведется, и никто из нас туда уже не сунется ни за какие деньги. Рокот двух вертолетов ударил из-за верхушек деревьев внезапно, как бывает только в зоне, из-за ее блуждающих акустических стен. Тополь задрал голову, ожидая увидеть пару Скайфоксов, которые мог выслать главный штаб периметра на подмогу незадачливым румынам, дублируя выход их военносталкерской группы. Но вместо узкобедрых красавцев Скайфоксов над ними неспешно проползли разъевшиеся на сытых еврохарчах многоцелевые ЕН-101 — кармаран. — Это кто к нам пожаловал, интересно? — Почему к нам-то? — Не к нам. Это не иначе, как на янтарь полетели. В лаборатории. — На янтарь европейцы таким пузанам не полетели бы. — Европейцы на янтарь вообще не полетели бы. Нечего им там делать, — веско сказал Тополь. — Я не я буду. Это на объект 2106. — А что это за объект, товарищ командир? — спросил тот из бойцов, кто был самым младшим. Будь он обычным вольным сталкером, ходить бы ему по малоопытности в отмычках. — Говорят, тоже лаборатория, но с виду больше на ракетную базу похоже. Охраняется покруче Пентагона. — Шутите? Что-то я на карте этого вашего объекта не видел. — Какие тут шутки? На официальных картах его и нет. Я один раз в километре от их периметра костер развел. Замерз сильно. Так через минуту на огонек дрон прилетел и начал, как попугай, на десяти языках требовать, чтобы я убирался. — А вы бы в него из автомата шмальнули. — Так я и шмальнул. — И что? — Ну, сбил, — сказал Тополь с легким смущением. — Но приятного мало все равно в такой атмосфере. — Ладно, нашли тоже место разговора говорить. А если в одянка сварщик выскочит или рак гороскоп, видали таких? — Не видали. Вот лучше бы и дальше вам в счастливом неведении оставаться. Константин Тополь-Уткин не соврал. На большинстве карт зоны объекта 2106 действительно не было. Не было его и во всеобъемлющем ООНовском реестре научных учреждений мира. Однако его хозяина, доктора Севарена, это нисколько не смущало. Гостей доктор Севарен не любил, да и сам в гости не ходил. Неприступности объекта 2106 позавидовал бы и Форт Нокс. Он был окружен бетонированным рвом, который при необходимости заполнялся напалмом. Перед рвом тянулась цепочка глубоко-вакуумных фугасов, каждый из которых был способен отправить в небытие танковый взвод. Между рвом и проволочным забором объекта была проложена дорога, по которой с двухминутным интервалом двигались патрульные джипы и пешие дозоры. Обслуживал все это великолепие интернациональный коллектив из ста человек. Были здесь и русские, и поляки, и марокканцы, и даже уроженцы далекой Новой Зеландии. Доктор Севарен был уверен, чем пестрее коллектив, тем труднее врагу будет найти с ним общий язык. О врагах доктор Севарен последние 30 лет думал часто, благо их у него, простого канадского миллиардера, хватало. Когда-то доктор Севарен был подающим надежды ученым, двуногим лабораторным хомячком в очках с толстыми линзами, обладателем шикарной научной библиотеки и чемпионом Квебека по эротическому Тетрису. Во время всемирного финансового кризиса 2008 года беднягу выгнали из отдела биологической защиты Европейского центра ядерных исследований, того самого центра, который, как известно, позднее довел таки Андронный коллайдер до закукливания в карманную черную дыру. Два месяца Севарен с горе резался в Тетрис, чуть не помер от нервного истощения, но инстинкт самосохранения взял верх. И тогда он решил основать собственную фирму. Занял у мачехи Фиона Морган, наследницы одного из крупнейших состояний Канады, несколько миллионов и взялся за дело. Севарен создал фирму Фиона Креотех. Фирма специализировалась на покойниках, точнее, на почти покойниках, а именно, на длительной заморозке неизлечимо больных. Конечно, больных морозили и до Севарена. Но лишь пронырливому доктору удалось привлечь гигантские инвестиции со стороны производителей жидкого гелия, сделать эту услугу доступной среднему классу золотого миллиарда и даже включить заморозку в базовый пакет социального страхования. Со временем имя Фиона из названия как-то незаметно исчезла. Креотех. В будущее на ледяной машине времени. Обещал ученая. Вот почему волчьи слезы распределяются на поверхности почвы по фигуре, напоминающей спираль, верно? Не спираль, а скорее серп. И какой он получается длины? А вы дотошный молодой человек. Где учились? Физфак. Минский университет. Не окончил. Этого напрасно. Впрочем, какая разница? Позвольте минуточку. Я сейчас загляну в отчет Гуторина. С этими словами ученый извлек из кармана халата свой ПДА. Он по заданию Менглера этот вопрос исследовал на границе дикой территории. Еще пять минут говорильни, и я узнал все, что требовалось мне и для поисков звезды полыни, и для поисков разбившегося вертолета. Как узнал? Откуда? Какая связь между бичом и вертолетом? — Элементарно, Ватсон. Дедукция. Когда я уже намеревался сказать светилу отечественной аномалистики «до свидания», жидкость в банке вдруг резко изменила цвет на фиолетовый. Раздался оглушительный щелчок, и болт, паривший над банкой, исчез. — Где болт? — спросил я с трудом, возвращая челюсть на место. В ответ мне зазвонил будильник, тот самый в виде божьей коровки. — В высшей степени странно, — проворчал добровольцев. — Семь секунд. — Снова семь секунд. — Да при чем здесь семь секунд? Они что, действительно научились телепортировать предметы? — Куда подевался болт? Трофим усмехнулся и показал рукой куда-то вверх. Только теперь я заметил, что к потолку лаборатории привинчен квадратный щит-уловитель, многослойный твердый пенопласт, наклеенный на деревянную основу. Судя по выразительным Т-образным отметинам, добровольцев уже отправил в него десятка два болтов. — Что это у него за варево в банке? — спросил я у Трофима, когда мы снова оказались на улице. — Эх, Володя, тривиальный студень не узнал. — Студень? — Да вы тут совсем страх Божий потеряли? — пробормотал я в неподдельном изумлении. — Как видишь, нет, наоборот, придумали-таки материал, который способен удерживать студень долго, стабильно. Между прочим, менглерит называется. Сам понимаешь, в честь кого. — А почему цвет такой малиновый? Студень же фиолетовый должен быть. — Сами удивляемся, но, похоже, из-за каменного неба. — А почему болт левитирует? Почему его выстреливает, как из пушки? — Все хочу на свете знать, — пропел Трофим. Он замедлил шаги, остановился и, конечно же, сменил тему. — Слушай, Володя, я вас, сталкеров, знаю. Отговаривать совершенно бесполезно. Все равно пойдешь на тот берег. Ведь пойдешь? Без вопросов. Я так и думал. Ясно, что учил ты где-то там звезду полыни, теперь уж, конечно, не отступишься. — Силен, Трофим, силен. Молодец. Вот иногда, кажется, совсем человек не от мира сего. И, кажется, совсем он тебя не слушает и словно спит на ходу, а потом вдруг обнаруживаешь котелок, кто у него варит. Да какая там звезда полынь, смеешься? Ну, ясно, 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 ты идешь туда ландыши собирать для любимой и одуванчики на салатик. Предлагаю тебе сделку. Я дам тебе макроступы. А ты за это отнесешь к звезде полыни одну вещь. Мне нужны две пары, — макроступов напомнил я. Тогда ты отнесешь к звезде полыни две вещи. Нет там никакой звезды. Я на всякий случай продолжал отпираться, как партизан на допросе. Да-да, в таком случае отнесешь к ни звезде, ни полыни две вещи и сделаешь с ними несколько простых манипуляций. В итоге образуются две маленьких флеш-карты с записью. Заберешь их и передашь мне с любой подходящей оказией. Ну, а если я не выйду к ни звезде, ни полыни, ты выйдешь. Так что по рукам. Глава пятнадцатая. Неопознанная блуждающая аномалия. Я находился уже по ту сторону КПП и со всех ног двигал к тополю, когда обнаружил, что из лопухов вышел и быстро потопал прочь по тропе Ньютон. — О чем вы с ним говорили? — подозрительно спросил я, присаживаясь рядом с тополем. Ньютон сделал мой фотопортрет, даже если можно так выразиться, целую фотогалерею. Я почувствовал укол зависти. Да ты что? Гляди, тополь, это к тебя и к хозяевам зоны. На корпоративчик скоро позовут. Типун тебе на язык. Тебя он, кстати, тоже пару раз щелкнул этим телевиком. Чем? Ну, телевиком. Объектив такой для дальней съемки. Он его специально прикручивал, чтобы снять, как ты от лаборатории к воротам топаешь. Так что тебя тоже в хозяева зоны записать решили. А чего? Я пожал плечами. Я вот иногда прикидываю. А что если бы мне одним из хозяев зоны предложили сделаться? Как когда-то Хемулю. И знаешь, я думаю, что отказываться бы не стал. Влился бы в коллективный разум, начал бы все здесь разруливать, каждую травиночку хребтом чувствовать. О, дурак. Есть немного. Кстати, извини, что я тебя ждать заставил. У Трофима там садом с гаморой. Не узнаю тебя, комбат. Извиняешься все время, как ненормальный. Где только набрался. Так что там у ученых-то? Я уже волноваться начал. Да пока эти макроступы выцегонял. Думал, уже придется их украсть у Трофима, что ли. Или конфисковать под угрозой оружие. В роли господина Шарикова, терроризирующего доктора Барменталя, артист театра и кино Владимир Пушкарев по прозвищу Комбат. Ваши аплодисменты, господа. Под такой неспешный разговор мы нацепили макроступы и перепаковали вещички в рюкзаках. Однажды, подсев к костру, у которого варили вечерний гуляш сталкеры долго, я слышал замечательную песню. Был там такой куплет. Вот это для мужчин. Винтарь и макроступ. И нет таких причин, чтобы не брать икру. Это у них очень верно было спето. Жабью икру действительно надо брать. Чего на нее смотреть-то? А ботинок-макроступ, тот, который в зоне можно у ученых арендовать, это не просто обувь. И даже не просто обувь для хождения по воде, основанная на аномальной физике зоны. Это именно что для настоящих мужчин. Но как хоккей, картофельный самогон и женить бы на женщине с двумя детьми. Хождение в макроступе требует сноровки, внимания и в конечном итоге недюжины физической силы, ибо утомляет почище верховой езды без седла. Особенно, когда за плечами приличный такой рюкзак с хабаром. Хабарона с тополем не было. Но вот две вещи, полученные мной от Трофима, оказались клетками из осмистого аридия. В каждой клетке сидел злющий крысиный волк. В потолок и дно клетки были вмонтированы разнообразные датчики, в том числе и обычные видеокамеры. После нажатия кнопки вся информация, идущая от камеры датчиков, начинала писаться на флешку. Забавная деталь. На клетках стояли клейма Сестрорецкого электромеханического завода. Скольким производством зона занятость обеспечивает? Ну, а весили эти клетки, ой-ой-ой, сколько. Что, в общем, нормально. У крысиного волка зубы такие, что обычные стальные прутья он рано или поздно раскрошит. Конечно, пару своих зубов он ради этого источит, чудес не бывает. Но зубы-то новые отрастут. Хождение в макроступах выглядит вот как. Включаем макроступы. При этом в трубочке, проложенной вокруг артефактов, вделанных в подошвы, неравномерным потоком подается специальная магнитная жидкость. Воздействие подвижного магнитного поля в течение нескольких минут прогревает артефакты. Именно прогревает. То есть, так сказать, строит в них диполи шеренгами, но еще не инициирует. Затем мы подходим к водоему, осторожно опускаем левую ногу на поверхность воды. Вот тут-то, при контакте с водой, в подошве макроступа, инициируются артефакты ЛЕД-9. Локально, в радиусе полуметра, вода кристаллизуется. Обычные кристаллы воды, как все знают, получаются при ее охлаждении ниже нуля градусов по Цельсию и называются льдом. А ЛЕД-9 временно превращает воду в своего рода полимер, который имеет комнатную температуру и напоминает твердый плотный пластик. Более того, получившийся пластмассовый блин за счет особых физических и механических эффектов временно стабилизируется в жидкости. Он не скользит по воде, не погружается в нее. Вокруг ноги формируется маленькая устойчивая площадка. Теперь осторожно ставим вторую ногу. Происходит то же самое. Сложность техники заключается в том, что ногу нельзя опускать слишком поспешно. Тогда полимеризация воды произойдет уже после того, как ботинок погрузится по верхней срез подошвы или того хуже по щиколотку. А это чревато различными осложнениями. Если обе ноги введены в дело аккуратно, человек в макроступах превращается в большого игрушечного солдатика на подставке, который стоит на воде, как в литой. Самая непростая задача теперь — пойти вперед. — Ну что же ты, комбат? — Давай. Тополь прошел по Янтарному озеру уже метров десять и обернулся ко мне. Я все никак не мог решиться сделать третий шаг. — А я-то отвык, оказывается, — пробормотал я. — Ты ведь, небось, — я заговорил громче, в таких регулярно ходил у себя на речном кордоне, а? — Случалось, — согласился Тополь. — Ну, а я уже забыл, когда последний раз такое делал. — Комбат, не позорься. Начинаешь тянуть левую ногу вверх, отключаешь макроступ, он почти сразу высвободится. Проносишь ботинок вперед, пока он в воздухе, включаешь макроступ, а по равновесию вперед заваливайся, ну, как на коньках. — Ага, легко сказать, на коньках. — Совсем не так. — На твоих коньках. На коньках мы катаемся без тяжелого рюкзака за плечами, без автомата. А с такими разновесами вероятность завалиться на бок процентов семьдесят. От подошв макроступов ступни и выше в колене шло странное тепло. Нагревалась будто не поверхность кожи, а кровь в сосудах и капиллярах. Это тоже не придавало мне уверенности. Вроде так быть не должно. Все из-за этого каменного неба, черт бы его побрал. — Эх, была не была. Я проделал все движения в точности так, как сказал Тополь, но, увы, малость не рассчитал и вогнул смаху левую ногу в воду по щиколотку, после чего она завязла насмерть стремительно загустевшей, отвердевшей воде. — Твою дивизию! — Я же говорил. Короче говоря, пришлось Тополь возвращаться и мне ассистировать. Его техника хождения по воде была в разы совершеннее моей. Но потом я кое-как освоился. Взмок, как мышь. Устал, как собака. В общем, все из разряда «не было печали», черти накачали. До западного берега оставалось рукой подать, когда мой левый макроступ отдал в ногу не только очередную порцию тепла, но еще и легкую, едва ощутимую дрожь. Мы с Тополем как раз доковыляли до края затопленного кладбища техники. Там в последнем ряду под водой смутно угадывалась скорбная шеренга проржавелых автобусов и карус. Кстати, здесь техника стояла поглубже, чем у восточного берега. Крыши автобусов и грузовиков находились на глубине метр-полтора, а местами и все два. — А ну-ка стой! — сказал я Тополю. Тот, как и любой нормальный сталкер, без лишних вопросов подчинился. Я покосился на детектор аномалий. — Ну что? — Да вроде чисто. — Твой детектор что-нибудь показывает? — спросил я у Тополя. — Абсолютно ничего. — Абсолютно ничего, — задумчиво повторил я, как вдруг уже обе мои ступни почувствовали подозрительный зуд. Такой зуд, как если бы, скажем, где-то под водой зазвонил мобильный телефон, поставленный на виброзвонок. Только телефон размером положим с полена, а то и слегковую машину. — Почувствовал? — спросил я у Тополя. — Да. — Наши действия? — Есть мнение. Надо на все забить и идти к берегу. — Согласен. — Тогда пошли. Мы не успели сделать и пары шагов, как дрожь стала такой сильной, что у меня застучали зубы. — Самое странное, — сказал я, следя за тем, чтобы мой голос звучал как можно беспечнее, — самое странное в том, как оно распространяется, это воздействие, потому что, по всей логике, Тополь мне вежливо-участливо кивал, как к больному, а сам тянул с плеча грозу, снимал ее с предохранителя, проверял наличие патронов, возвращал на предохранитель, менял полупустой магазин на полный. Человек действия. Не переставая говорить, я попробовал сделать шаг вбок. Вроде получилось, и вроде бы даже дрожь стала послабее. Я тоже снял грозу с плеча и жестом пригласил Тополя поближе. — Вот такие вопросы, мой друг, — закончил я свою речь о загадках природы, когда множество серебристых блесток, метнувшись из окон ближайшего икаруса, едва не заставили меня с перепугу выпустить в них треть магазина. Это были мальки, всего лишь мальки какой-то безобидной рыбы, вроде карася, как видно, напуганные невидимой опасностью. Мальки так рьяно устремились к поверхности, что вылетели из воды. Они описали в воздухе блестящие дуги и, шлепнувшись назад, зигзагом поплыли на восток, туда, откуда мы пришли. — Давай-ка сюда. Я сделал еще один шаг вбок. Дрожь там стала еще слабее. Похоже, я угадал верное направление. Тополь, пристально вглядываясь в воду, охотно последовал за мной. Так бочком, бочком мы постепенно удалялись от источника нехороших вибраций. — Неужели разойдемся тихо-мирно? — Неужели? Рак-гороскоп грациозно выскользнул из-под икаруса и, поднявшись поближе к поверхности, помахивая пышным хвостом, царственно уселся на крышу грузовика. Одного взмаха клешней этого двухметрового чудища было достаточно, чтобы оставить человека без ноги, а то и без обоих. — Это он, что ли, жужжал? — спросил Тополь, беря рака на мушку. — Погоди, стрелять. Раки вроде не жужжат. Боюсь, мы имеем дело с Припять-плавунцом. По-моему, его проще завалить, чем думать. Тебе бы только валить, солдафон. Это крупный рак, очень крупный. Думаю, ты его только поцарапаешь. — Ну и? — Знаешь что, а давай мы его просто напугаем. С этими словами я взял РГД, снял с нее осколочную рубашку и швырнул гранату так, чтобы она упала между нами и раком. Но поближе к раку, само собой. — Бу-бум! — сработало. Зверюга, перепугавшись до смерти, юркнула в достаточно широкий просвет между двумя икарусами и была такова. — Так кто же все-таки жужжал? Я не успел ответить тополю, ибо из враждебных глубин озера поднялся... — О, нет, только не это. — Водянка-сварщик. — Господи Иисусе, ну зачем здесь я? Лучше бы здесь был некробиотик Трофим. Значительно лучше. Вот кто всю жизнь мечтает о встрече с этим экзотическим мутантом. О да, в ту минуту я понял рака гороскопа. Действительно, даже монстр с метровыми клешнями почтет за лучшее держаться подальше от мутировавшего водяного паука величиной с письменный стол, паутинные железа которого преобразованы в две форсунки, распыляющие невероятно едкую кислоту, пресловутая аномальная субстанция, одинаково легко пожирающая и сталь, и кевлар, и живую плоть. Только кислота, которую выделяет паук-мутант, не полностью растворяет все эти материалы, а лишь временно их разжижает. Так что паук может, орудуя челюстями, задними лапами и подвижным брюшком с паутинными железами, намертво склеивать, считай, сваривать разные предметы друг с другом. Я, например, как-то видел его подводное жилище, сваренное из трех кабин тракторов. Более чем впечатляет. Вопрос лишь в том, на кой ляд водянке-сварщику потребовалось вылезать наверх. Он есть хочет или... Или его самого что-то спугнуло. Кстати, к вопросу оспугнуло. А будем-ка мы экономить патроны? Я со вздохом вытащил вторую РГД. Удивительно, но повторить фокус удалось. Получив тяжелую оплеуху гидроудара, водянка-сварщик почел за лучшее продуть трахеи, и как заправская подлодка исчез в зловещих глубинах Янтарного. Когда я решил, что мы подозрительно легко отделались, и вот-вот будем на берегу, жужжение повторилось с новой силой. И я бы сказал, теперь в каком-то новом регистре. Я вспомнил. Тополь вдруг спал с лица. Я такую штуку слышал. В рации одного военного сталкера. Ну и... Я напрягся. Он доложил, что наблюдает какое-то веретено. Доложил, что оно приближается. В рации зажужжало, и все. Больше его... Никто никогда... Тополь осекся. Из той точки, куда погрузился, водянка-сварщик, поднималось нечто. Я не успел глазом моргнуть, как расплывчатое пятно света превратилось в огромный сияющий... Кокон, волчок, веретено. Ну пусть будет веретено, хотя пропорции не очень подходили. Веретено выскочило из воды прямо перед нами. Подлетело вверх, упало вниз. Поверхность озера при этом оставалась невозмутимой. И вдруг замерло. Замерли, не дыша, и мы. Это была настоящая, полноценная НБА. Неопознанная, блуждающая аномалия. Контактов с различными неопознанными объектами в зоне фиксируется несколько сотен в год. Но они, как правило, имеют достаточно скромные размеры. О таких гигантах, два человеческих роста в высоту, метра полтора в поперечнике, мне слыхать не доводилось. Веретено вращалось, будто специально предоставляя нам возможность рассмотреть его со всех сторон, будто красовалось перед нами. Ну что же, спасибо. Оно того стоило. В мутной непроглядной поверхности объекта кое-где имелись, как бы окошки размером примерно с блюдца. Сквозь них было видно, что веретено имеет сложную внутреннюю структуру, которую вкратце я бы охарактеризовал как спутанные рыболовные сети. Сети эти едва заметно шевелились, точно кишки. Картина была настолько омерзительной, что меня едва не вытошнило. Но страшнее всего было то, что внутри веретена, помимо этих рыболовных сетей, просматривалась еще и... добыча? По мере того, как объект поворачивался перед нашими перекошенными от ужаса физиономиями, последовательно проплывали крупная рыбина-мутант с тремя парами глаз, припять-плавунец, наконец разбухшая человеческая фигура. Несчастный пленник веретена, похоже, висел вниз головой, растопырив руки. Его пояс и ноги видны не были, но в одном из верхних окошек веретена просматривался сапог-макроступ. Почти наверняка человек в веретене был одним из вчерашних визитеров лагеря, о которых рассказывал Трофим. Не повезло же бедолаге. Страховидная НБА находилась от нас в считанных метрах, и ничто не мешало ей поглотить нас в любую секунду. В такой ситуации, это мы с Тополем оба прекрасно понимали, сделать нельзя вообще ничего. Убежать не успеешь, спрятаться негде. Надо стоять, не шевелясь. Молча просить хозяев зоны о снисхождении и по возможности не издавать звуков. Итак, представьте себе эту инсталляцию из музея восковых фигур с элементами сюрреализма и неогуманизма. Широко расставив ноги на поверхности Янтарного озера, стоим мы с Тополем. В наших руках автоматы гроза. Вид у нас, да нельзя боевитый, но в глазах смертная тоска, ибо мы не знаем, как вести себя с проклятым веретеном, и главное, не уверены, существует ли вообще какая-либо выигрышная линия поведения, или же история наша закончилась на самом интересном месте, а знаем мы лишь то, что я сказал — стоять, молчать, молиться. Увы, крысиные короли в наших клетках не могли похвастаться подобной верностью кодексу истинного самурая зоны. Чуя дермище не хуже нашего, они вдруг заверещали дурными голосами, оба сразу и громко. Веретено отреагировало на это наихудшим образом из возможных. Замедляя вращение, стронулось с места и поползло к нам. Ну, Трофим, ну спасибо. Отплатил ты мне за все хорошее. Подсунул ценное научное оборудование. Сучонок. И нет бы пасти этому оборудованию скотчем как следует замотать, чтобы оно и пикнуть не могло. Но вместо того, чтобы продолжить костерить Трофима, я вдруг совершенно не кстати подумал о другом. А ведь для мировой науки, между прочим, может выйти очень даже большая выгода, если сейчас включить запись на датчиках клеток с крысиными королями. Когда веретено поглотит нас вместе с этими клетками, то клетки продолжат вести запись информации с датчиков. Когда-нибудь в будущем ученые придумают способ поймать и вскрыть этот аномальный объект, извлекут из него наши сгнившие тушки и нетленные иредиевые клетки. И вот тогда, прочитав информацию с датчиков, не знаю, до чего бы я додумался, если бы справа от нас на крыше КамАЗа не объявился давешний водянка-сварщик. Паук имел какой-то, я бы сказал, всклокоченный вид и, судя по всему, совсем ничего не соображал. В ту же секунду Тополь выстрелил в паука переростка из грозы от бедра одиночным. Так, будто только и ждал его появления. Самое удивительное — попал. Паук сразу подобрался, разозлился и, игнорируя опасную близость веретена, а веретено, между прочим, было к нам с Тополем так близко, что я уже готовился подорвать нас обоих гранаты, чтобы не мучиться потом в его утробе, ринулся на обидчика. Выглядело это так. Мохнатые лапы паука сложились в некое подобие водных лыж, а паутиные железы исторгли ревущие, дымящиеся струи кислоты. Вступая в реакцию с водой, кислота порождала огонь. Это возвратно воссоединялся с кислородом, едва успевший высвободиться из объятий его же валентности водород. Паук пробкой вылетел из воды и, заскользив на водных лыжах сложенных лап, полетел на Тополя, что твой глиссер. Потом Тополь уверял меня, что случившееся было следствием его тонкого расчета. Не знаю, не знаю. Как независимый наблюдатель, я бы сказал, что действовал он от балды, а нам обоим просто очень крепко повезло. Итак, когда Водянка мчался на Тополе со скоростью ракетного катера, а я лихорадочно соображал, в какой момент имеет смысл выстрелить из-под ствольника, Веретено издало свой роковой глаз, зажужжало, а затем метнулось к пауку со скоростью молнии, блеснула мертвенная зеленоватая вспышка, мелькнули в воздухе беспомощно колотящиеся лапы паука Водянки, и одним пленником блуждающей аномалии стало больше. Следующим, что я успел разглядеть, была уже голова Водянки внутри Веретена, а после этого наш страшный гость, раскрутившись вдруг до оборотов хорошей электродрели, подпрыгнул ввысь и пошел куда-то на север по параболической траектории. Я же не мешкой ни секунды сдавленно прохрепел. — Линяем! — Линяем, брат, — согласился Тополь. Через три шага, я, растеряв с перепугу остатки техники хождения в макроступах, провалился в воду по колено, не удержав равновесия, начал падать, боясь, что зафиксированная полимеризированной водой нога сломается, мгновенно выключил оба макроступа. Разумеется, я сразу же оказался в воде. Я перепугался еще больше, слишком много на мне было всего навешано, я мог пойти ко дну к камням, но берег был уже совсем близко, а потому ноги мои нащупали илистый грунт быстрее, чем я заорал «Костян! Полундра! Тону!» Так что в итоге все обошлось. Понукаемый шуточками Тополя, который вышагивал рядом со мной в своих макроступах заправским спецназовцем, я дотопал до берега по дну и упал на твердую землю ничком. «Тысячи чертей! Тысячи долбанных аномальных чертей!» Простонал я. «Интересно!» — задумчиво произнес Тополь. «Сколько времени мы сэкономили, пойдя через озеро вместо того, чтобы его обойти, с учетом того, что ты целый час раздобывал макроступа, а теперь мы еще полчаса потратим на то, чтобы тебя обсушить. Минут десять или пять?» Я посмотрел на Тополя из-под лобья. «Ну, ты... это... радиоактивное мясо!» — проворчал я. «Не считай себя самым умным! Подумаешь, его сам Ньютон фоткал. Зато меня когда-то сам Дима Шухов на хабар кинул». Мы помолчали пару секунд, а потом громко расхохотались. «Как меня Шухов на хабар кинул, знает вся зона индустрия, а кто не знает, тот значит зеленый Салабон и сам себе злобный Буратино». Глава шестнадцатая. По направлению к звезде. Я этой девятой скважины, возле которой-то и расположилась, предположительно, наша звезда Полынь, никогда воочию не видел, только на карте. Хотя трижды проходил от нее на расстоянии, считай, вытянутой руки. Видел я вторую скважину. Видел пятой. Возле восьмой мне однажды примерящился Бюрер-Альбинос, едущий верхом на Химере. Отдельная история и очень страшная. А вот девятую скважину... Никогда. Для зоны это нормальная ситуация. Уж больно длинным здесь бывает путь в пять шагов. Так что без особой надобности от маршрута отклоняться никогда не станешь. Ну и вот изволь комбат. До скважины дойди, звезду Полынь добудь. Не то тополь разобидится. И надо еще как-то между делом опромыслить этот проклятый контейнер, который заказал Рыбин. Чтобы отыскать его, а точнее хотя бы просто начать искать, требовалось точно установить место падения вертолета. А это само по себе не так-то просто. Ведь никто не удосужился для меня выставить десятиметровую полосатую вешку. Гляди комбат, а вертолет-то здесь упал. Ну что, сталкер, надо бы оглядеться. Рекогносцировать местность, а? Предложил я тополю, кивнув на небольшой пригорок по правую руку от нас. Чего оглядеть? Вот карта, вот на ней девятая скважина, вот мы здесь. Тополь ткнул пальцем в свой ПДА. — Ты когда-нибудь видел стопроцентно точную карту зоны или стопроцентно надежный детектор аномалии? — Самый надежный детектор аномалии делал лодочник, царствие ему небесное, — сказал он, пристально глядя мне в глаза. А до него профессор Сахаров делал, и ему царствие небесное тоже. А вот ты, друг мой, по-моему, что-то недоговариваешь. Не разводи психоанализ. Короче говоря, я пойду посмотрю, чего тут вокруг нас вообще. Ты со мной? Тополь поглядел на меня из-под лобья, но все-таки решил не спорить. Ну, пошли. Побросали гаечки, прислушались, постояли. Да вроде нормально все. Поднялись. Красный свет заливал озеро. Зазерия, бесчисленные лысые пригорки, россыпи подозрительных бурых валунов, оплавленные борозды. Черт! Не верилось, что мы вообще на земле. Ну, другая же планета. Да что планета. Вообще реальность другая. И вдруг, то здесь, то там, среди этого хаоса пышная, с виду совершенно довольная жизнью липа. Или крошечное круглое озерцо, в котором жизнерадостно цветут крупные желтые кувшинки. Тут уж, конечно, никаких вопросов. Мы на земле. Но сочетание... Все-таки есть что-то в мозгодробильных гипотезах, что зона, дескать, это точка соприкосновения с параллельной Вселенной. Только я бы сказал, с перпендикулярной. Девятая скважина там. Я указал рукой на юго-запад, где сейчас находилось Солнце. Находилось в астрономическом смысле или, если угодно, в большом мире. Но поскольку мы были в зоне, Солнце на своем законном месте отсутствовало. За счет совершенно непонятных мне эффектов аномальной атмосферной оптики, наша родная желтая звезда сейчас висела почти строго на севере, под нижней кромкой диковинных окаменевших облаков. «Дай точно, азимут и расстояние», — попросил Тополь, доставая с футляра мощный двухрежимный бинокль. Я покосился на карту. «Двести двадцать! Десять кабельтовых!» Десять кабельтовых Тополь поднес глазам свой бинокль, глядя в указанном мной направлении. «Черт не русский! Ты бы еще, как наши французы, сказал, сто восемьдесят пять декаметров, чтобы мозги вкрутую сварились!» «Я-то черт русский как раз», — заметил я незлобливо, глядя на девяносто градусов правее указанного мной Тополю направления. Я силился разглядеть хоть какие-то признаки падения вертолета. Высматривая вертолет, я опирался на информацию, полученную от Добровольцева. Дело в том, что вертолеты над зоной просто так не падают. Может, конечно, случиться в полете самый обычный отказ какого-то критичного агрегата, но почти всегда вертолеты становятся жертвами сравнительно редких мощных аномалий. Например, вертикальных бичей. Вертикальный бич — это верткая черная змея, которая вытягивается в небо на десятки метров и, извиваясь с бешеной скоростью, крутится несколько минут, после чего рассасывается. Но иногда бывает, что бич отрывается от земли и взлетает, как иной протуберанец, змеясь и содрогаясь, воспаряет над поверхностью солнца. В таком случае, прежде чем исчезнуть, бич успевает подняться на высоту до километра. Конечно, до километра — это самый максимум. Подобное фиксировалось, может, раз, но, может, два за всю историю зоны. Реально принятый стандарт высоты безопасных полетов — 500 метров. То есть от полукилометра и выше полет над зоной, как принято считать, уже совсем ничем не отличается от полета над Европой. И уж всяко безопаснее полета над экваториальной Африкой, где велики шансы получить в брюхо иглу или стингер, выпущенный тамошним зажиточным крестьянином из самых добродушных хулиганских соображений. Однако есть кое-какие исключения. Каменное небо к ним как раз относится. В районе, перекрытом каменным небом, лучше вообще не летать, даже не пытаться. Картину крушения вертолета я для себя восстановил такую. Вертолет взлетел, не имея ни малейшего представления о том, что на маршруте стоит каменное небо. Кто и почему допустил подобную халатность? Поскольку я знал жизнь не по книгам, то подобным глупым вопросом не задавался. Халатности есть место всегда и везде. Она вездесуща, как вирус Герпеса. Вопрос лишь в том, работает ли иммунная система. Так вот, в тот раз иммунитет у кого-то отказал. Пилот вылетел курсом на восток. Учитывая облачность, он вел машину на компромиссной высоте метров 800, то есть ниже облаков, но выше стандартного порога безопасности. Каменное небо пилот увидел неожиданно. Испугался, решил изменить курс. Кто-то, обладающий правом приказывать, потребовал, чтобы вертолет остался на прежнем курсе. В принципе, ничего смертельного в этом летчик не видел. Просто снизился метров до 300, чтобы с гарантией оказаться под нижней кромкой каменного неба. И тут, надо же такому случиться, попал под оторвавшийся от земли вертикальный бич. Можем мы себе такое представить? Да. По крайней мере, это позволяет объяснить рождение звезды полыни и падение вертолета при помощи одного и того же феномена, и не плодить лишних сущностей. А теперь внимание. В ходе движения бича рождаются артефакты. Артефакты распределяются по поверхности земли. В переводе на образный язык бич разбрасывает их, как рука сеятеля зерна. Приближаемся к самому важному моменту моего дедуктивного рассуждения. Радиус действия бича сравнительно невелик. Это значит, что место падения вертолета не может отстоять от точки зарождения бича больше, чем на километр. В то же время, как я знал на основании информации, полученной от Добровольцева, из точки зарождения бича должна тянуться серповидная цепочка волчьих слез. Но, как я не всматривался в зазерье, вертолета не увидел. Никаких признаков падения, ни обломков, ни характерных проблесков, которые дают волчьи слезы. Плохо. Ну, хорошо, я не увидел. А тополь? Ну, что скажешь, какие новости? Спросил я у тополя. Плохие. Аномалии стоят так, что я вообще не вижу вариантов успеть пройти к девятой скважине за сегодня. Ну уж. Да уж. Я проверил сам. Да, похоже, мой старый друг прав. Чтобы обойти эту серию мясорубок, воронок, зыбий, надо заложить огромный крюк на юг. Это значит, что все время, которое мы наиграли, пройдя через озеро по кратчайшей, мы теперь потратим на то, чтобы обходить это проклятое аномальное поле. Тогда уж проще прямо здесь заночевать, вздохнул я. А вдруг завтрашнему утру поле аномалии изменит конфигурацию? А кое-какие мясорубки рассосутся. А? Может и так. Но я бы шел пока светло. Нечего тут сидеть. О, начинается. Сейчас как заспорим. И заспорили бы, я думаю. Но тут без здрасти к нам явился студень. Для начала на тропе, по которой мы шли, проступили капли жидкости малинового цвета. Смотри-ка, тополь. Я легонько ткнул друга локтем под бок, кивком указывая на смертельно опасную подвижную аномалию зоны. А ты еще на пригорок не хотел. Хорошо бы мы были сейчас там, на тропе, а? Детектор предупредил бы, произнес тополь, но уверенности в его голосе не было. Студень меж тем стремительно пребывал. Истошный писк, который донесся из рюкзаков, свидетельствовал о том, что студень зачуяли и наши подопытные крысиные короли. Зачуяли и перепугались насмерть. Ого! В голосе тополя не слышалось страха, скорее безмерное уважение к ее величеству зоне. Ты погляди, как поливает! Поливала она действительно знатно. Языки студни здесь, в потоках парноидального рубинового света, они казались реками крови, струились между пригорками, сколько хватал глаз. Откуда-то издалека донесся леденящий душу вопль. Слыхал? Спросил я. Кто-то грабанулся, утвердительно кивнул тополь. Одним конкурентом меньше. Я натянуто улыбнулся. Что-то в сегодняшнем студне мне активно не нравилось. Кроме тошнотворного цвета, естественно, я пока не мог понять, что. Ты когда-нибудь слышал, что его может быть... Столько? Спросил тополь. До меня дошло. Что же мне так уж не нравилось? А ты когда-нибудь видел, чтобы студень тек вверх? Спросил я. Твою мать! И действительно, почти везде студень, нормально подчиняясь законам всемирного тяготения, вел себя, как обычная вода, ну или вулканическая магма. В любом случае он сперва заполнял все низины, а потом уже его уровень равномерно поднимался. Но в паре мест, и этими местами были два бугра сбоку от холма, на котором стояли мы, студень нагло попер вверх, как будто был живым существом, обладающим мускулатурой, или как будто вектор земного тяготения в тех местах развернулся к небесам. — Он и к нам ползет, — безмятежно сказал тополь. — У тебя соли нет, случайно? — спросил я. — Чего? — Поваренной соли нет. — Соли? — Подойдет любое соединение, содержащее хлор. — Отравиться решил, чтобы не мучиться? — Нет. — Впрочем, откуда у тебя соль? — пробормотал я, лихорадочный ройс в своем рюкзаке. Из глубины блеснули, наполненные ужасом до краев глаза крысиного волка, круглые, как коллекционные рубли. — Вся соль-то у меня. Хорошая такая соль. Тополь едированная, полезная для щитовидной железы, которая у сталкеров подвергается калечащим ее нагрузкам. Кому как, а мне нужна здоровая щитовидная. Вот поэтому я... — У тебя истерика, сталкер! — строго оборвал меня тополь. — А вот и нет, брат. Я, наконец, нашел свой жестяной коробок с солью. — Соль в зоне — это жизнь. Согласны? — Не согласны. А вот был случай. Со сталкером по кличке Хе-Хе. Парень в зоне попал под выброс. Выброс-то он переждал, конечно, но, как поется в песне, а поутру они проснулись, кругом примятая трава. В случае Хе-Хе трава была примята гравитационными аномалиями, причем везде вокруг схрона Хе-Хе в радиусе метров пятьдесят. Что оставалось ему делать? Ждать, пока конфигурация аномалий не изменится. А она не менялась месяц. Сперва он съел все, что было в рюкзаке, а потом... Потом ему один раз, только один раз повезло, и он настрелял ворон, много, аж восемь. У Хе-Хе была соль, целая пачка, поэтому он смог засолить воронье мясо и ел его три недели, запивая дождевой водой. А если бы соли у Хе-Хе не было? У соли еще много других применений. Например, ею хорошо оконтуриваются некоторые новые аномалии из числа, появившихся в последние годы. Володя, студень подбирается, сообщил Тополь. — Внимание! Не спрашивай меня, почему, но сделать надо так. После чего я изложил Тополю свою теорию. Она основывалась на эксперименте с болтом, который я случайно застал в лагере ученых у Добровольцева. — Уверен, — тараторил я, — что он в студень налил гипохлорид натрия. Не спрашивай, почему, но после этого болт у него взлетел. Ну а мы посолим студень, понимаешь? Потому что поваренная соль — это натрий-хлор, то есть хлорид натрия. Ага. Ну и какая разница, хлорид или гипохлорид? Никакой. В любом случае, действующим веществом будет хлор. — И что? — спросил Тополь, — опасливо косясь то на меня, то на студень, который облепил уже все скаты нашего холма и стоял в считанных метрах от наших подошв. При этом меня, похоже, Тополь принимал за помешавшегося от страха идиотика и боялся немногим меньше, чем студня. — Что? Ты полагаешь, если болт полетит, то и мы полетим? Болт-то железный. С ним все ясно. — Фигня. Мы уцепимся за автоматы. Автоматы точно вверх потянет. Значит, и нас тоже. Студень поднялся еще на ладонь. Это означало, что отведенное нам пространство на вершине холма сократилось еще больше и равнялось теперь по величине крошечной ресторанной эстраде. Не знаю, почему у меня возникло именно это сравнение с эстрадой. Наверное, обстановка располагала к тому, чтобы запеть что-нибудь прочувствованное вроде «чуть помедленнее студень, чуть помедленнее». — Так что и правда будем его солить? — переспросил Тополь. — Готов выслушать другие предложения. — Еще можно помолиться. — Ты молись, а я буду солить. Сказано, сделано. Я надел грозу через грудь так, чтобы она никак не могла улететь в небо без меня при внезапной инверсии вектора всемирного тяготения или там магнитной антигравитации. Не знаю, как сказать. Затем я подошел к студню как можно ближе, надеясь ощутить хоть какой-то эффект. Увы, гроза не полегчала ни на грамм. — Ну как? — поинтересовался Тополь. — Ждем пока. Это же эффект Добровольцева. Он так быстро не проявляется, — авторитетно сказал я. — Ну-ну. — Что ну-ну? Что ну-ну? Я разозлился. — Вечно ты отмалчиваешься. Ну скажи уже, что комбат — скотина. Что если бы не комбат, ты бы сейчас спокойно бил баклуши с анфоровцами, а, Тополь? — Если бы не комбат, которого у нее пришлось допрашивать и обзывать задержанным, — Тополь пожал плечами, — меня бы, скорее всего, убили мутанта на речном кордоне. Помимо прочего, это именно ты притащил с собой лодочника, которому хватило ума свалить из опорного пункта на грузовике с генератором удачи. — С каким ты сказал генератором? — Удачи. Я тебе сейчас выдал одну из главных государственных тайн — милой Франции. Но это не играет никакой роли. Сразу по двум причинам. Но первая причина в том, что нам обоим наплевать на сохранение гостайны какой-то милой Франции. Я криво ухмыльнулся. — Вот именно. А вторая в том, что нам — кранты. — Сам я застрелиться не смогу, рука не поднимется. Так что очень тебя прошу, сделай это для меня. Не хочу растворяться в этом вот. Тополь провел рукой над зловещей колышащимся студнем. ЗАЖИВО. — Погоди, погоди, а ну-ка. Я прикинул свою грозу на вес, затем подступил к студне поближе. Ужас. До него было к тому времени меньше двух шагов. Я повернулся к Тополю. Я торжествовал. Это был подлинный триумф прикладного знания в моем лице. — А вот проверь-ка свой винтарь, сталкер. Тополь, однако, медлил. — Проверь, проверь. — Ого! Тополь был сражен на повал. — Ого! Меньше килограмма. Да и сами мы, кажется... Нет, никуда мы не полетели. Полноценной победы над силами всемирного тяготения не вышло. Эффект больше всего напоминал работу волчьих слез, которые, как известно, как бы съедают часть веса грузов, рядом с которыми находятся. Сами мы с Тополем почувствовали, что стали легче раза в полтора. Наши автоматы — раз в пять. Однако они не взмыли в небеса, как болт в лаборатории Добровольцева. Видать, соли оказалось маловато. Если бы студня прибыла еще на чуть, нас с Тополем ждала бы смерть. Либо мгновенная от собственных пуль, либо медленная и мучительная от этой дьявольской субстанции. Если бы... Но студень дальше не пошел. Там, где я посыпал его солью, наметились отчетливо различимые белые разводы. Они курились легким дымком, затем начали желтеть. Шел какой-то бурный процесс. Студень, кажется, терял пластичность, твердел. Формировались этакие рубцы, хрящи, черт знает что еще. Но быстрее, чем мы успели досмотреть это удивительное химическое представление до конца, студень начал отступление. Уже через минуту студень остался только у подножия холма. А еще через минуту Тополь, вскинув бинокль глазам, радостно заорал. — Есть! Есть проход! — Ты о чем? Меня не держали ноги, я сел. Я просто не мог поверить, что все обошлось. Есть проход, комбат! Студень перемешал аномалии, теперь пройдем. А вдруг он живой, этот студень, не кстати, подумал я. Живой и соли боится, ведь боится же черт Ладана. Что ж, нет худа без добра. Чтобы как-то разбавить адреналин, мы сживали по паре крекеров и двинули почти строго по азимуту 220. А обломки-то вертолета, небось, студень сожрал, невесело размышлял я. И как после этого прикажете контейнер искать? Как? — Впереди двадцать шагов, четыре левее воронка, — докладывал Тополь. Кажется, уже в десятый раз, а я машинально подтверждал. — Двадцать четыре, воронка, понял. Потом мы менялись. Я остановился отмычкой, я шел впереди, прокладывая хитроумный извилистый маршрут. Бубнил в рацию сведений об аномалиях. Швырял гаечки, ждал подтверждения Тополя. Если была возможность, обезвреживал аномалию при помощи подручных средств. Если не мог сам, звал на помощь Тополя. Мы прогрызались через полосы аномалий, как саперы через минные поля. Мы работали. Но работа работой, а мечтание о достойном вознаграждении никто не отменял. Что будет, если я не найду контейнер для этого проклятущего рыбина? Плохо будет. Получится, что я за собственный счет устроил себе и Тополю многодневную прогулку по зоне. Конечно, выручка от звезды Полыни подсластит пилюлю, но ее придется делить с Тополем. Мне не жалко, но на двоих это уже и не столь астрономическая сумма. Как же? Как искать контейнер? Да и что там искать, вдруг дошло до меня, если контейнер наверняка сожран студнем заодно с обломками вертолета? Такой оборот дел, а в ту минуту он показался мне более чем вероятным, меня настолько не устраивал, что я остановился будто громом пораженный. Что такое? Тревожно спросил Тополь. Да вот, вроде зыбь, принялся на ходу вратья. Справа семь, впереди восемь. Конечно же, никакой зыби не было, но настроение у меня в конец испортилось. Так испортилось, что даже два килограмма всякого мелкого хабара, среди которого попался и довольно ценный артефакт морской еж, не смогли развеять ледяной туман, которым было окутано мое сердце. Ну вот, наконец, и девятая скважина. Ох, я уж думал, никогда мы до нее не доберемся. А скважина-то это, ого-го! Честно говоря, скважина — это только так сказано. Да и бурили ее отнюдь не вертикально, а наоборот, со сравнительно небольшим градусов двадцать отклонением от горизонтали. То есть выходит на самом деле здесь целый туннель. Конечно, не сказать, чтобы туннель метро, но человек, пригнувшись, пройдет. Остальные скважины, которые мне доводилось видать в зазерии, на эту не особо-то походили. И это мне сразу не понравилось. С другой стороны, ну, туннель и туннель. Что я, метро не видел? Попытался успокоить я себя. Скорее всего, здесь сперва поработал лазерный бур ковчега, а потом уже ученые зачем-то расширили образовавшуюся дыру. Хотя какие здесь могли быть цели у ученых-то? Ладно, а что мы еще имеем? Мертвый зомби, одна штука. Мертвый зомби звучит, конечно, парадоксально. Ну, скажем тогда языку милицейского протокола. Иммобилизованные станки некробиотического объекта, получившего сплошные поражения высоковольтным электрическим разрядом. Две электры, это безотказные гвардия зоны, несли стражу на подходах к черному зеву скважины. О них сообщали не только наши детекторы, но и хорошо различимая голубоватая дымка в воздухе. Слепой увидит. Если связать обугленную тушку зомби с этими аномалиями, само собой рождалось допущение, что всего электр было три. Но в одну электру с дуру влез зомби, полностью разрядив ее на себя. Эх, нам бы еще парочку зомбаков. Пожалуй, даже хватит одного, если вон ту электру разрядить. Можно будет так аккуратненько бочком, да и пролезть, если раздеться почти до гола, ага. А звезды полыни, между прочим, нигде не видно. В целом же, бррр, примерское местечко. Ну и как нам дальше жить, поинтересовался Тополь. Ищи волчьи слезы. По моим расчетам, они должны быть где-то левее. Эки ты расчетливый. Но мы ведь не за слезами сюда пришли, а? Современная наука аномалистика учит нас, дорогой Тополь, что вертикальный бич расшвыривает волчьи слезы пунктиром, указывающим на точку, где этот самый бич зародился. И, между прочим, в той же точке должна лежать и звезда полынь. — Боже мой! Как сложно! — вздохнул Тополь, сбросив рюкзак на землю. — Однако же... Э-э-э! Ты что делаешь? А делал Тополь вот что. Он открыл рюкзак, достал из него иридиевую клетку, склацающим зубами крысиным волком, и примерил ее в руке на вес. Не дать не взять, рэкбист с мечом. — Ты это... Оставь крысу! Тополь словно бы меня не слышал. Мстительно прищурившись, он посмотрел на электру и приготовился к броску. Сомнений у меня не было. Клетка вместе с крысиным волком будет использована на то, чтобы разрядить аномалию и открыть проход к горловине скважины, то бишь к зеву туннеля. — Да откуда ты вообще знаешь, что звезда полынь там? — в отчаянии крикнул я. Крысиного волка мне почему-то стало очень жалко. Этот аргумент на Тополе вроде как подействовал. Прервав медитативное созерцание электра, он обернулся ко мне. Крысиный волк, будто понимая, о чем мы говорим, тоже посмотрел на меня, как мне показалось, с мольбой и надеждой. — А где ему еще быть? — тихо сказал Тополь. — Если я слышал, как он меня позвал. — Эхе-хе, вон оно что. Плохи наши дела. Когда в зоне начинаются эти вот песни, я знаю оно там, он меня позвал, она такая красивая. Жди беды, сталкер. Потому как такие разговоры почти всегда связаны с психэффектами, а псиэффекты в нашем деле — это вовсе не истерика, с балмошной дамочки и неуютные фрейдийские шарады. Псиэффект — это натурально следствие направленного воздействия на сознание и личность человека со стороны аномального объекта или существа. Причем, если объекта — это еще полбеды. А вот если существа... — Дай крысу сюда, — потребовал я. — А себе на пояс надень-ка вот это. С этими словами я достал морского ежа. Этот артефакт имел ценнейшие свойства. Он заметно снижал силу внешних пси-воздействий. Конечно, от таких мощных пси-источников, как отвертка, ежи не спасали, но частично нейтрализовать поползновение молодого контроллера могли. Мой лучший друг, однако, медлил. Пришлось мне продолжать использование нелюбимого мной языка ласковых уговоров и разумных аргументов. — Тополь, крысу нельзя в электру бросать. Зона не любит, когда ее детей убивают ни за что. Ты это хоть понимаешь? Ненавижу возиться со взрослыми сталкерами, как с детьми. Но что попишешь, иногда приходится. В конце концов, я подошел к Тополю вплотную и собственноручно нацепил ему на пояс морского ежа. Только после этого невидимый и до времени неведомый источник пси-воздействия ослабил хватку, и Тополь вроде как снова начал соображать трезво, благодаря чему я смог вырвать у него из рук клетку с крысиным волком. Мелкий, но опасный мутант в клетке глядел на меня, как обычно, свирепо и кровожадно. Дескать, моя бы воля охотно перегрыз бы тебе глотку, дядя. И все-таки помимо этой, так сказать, рефлекторной кровожадности, было в его взгляде что-то еще. Признательность, благодарность. Вроде того. — Итак, друг мой, ты считаешь, что звезда Полынь находится непосредственно в скважине? — спросил я. — Да. — Но подтвердить какими-либо объективными данными ты это не можешь? — Нет. — Но ты все-таки уверен, что она там? Тополь вздохнул. — Да. Тополь выглядел несчастным. Вот оно. Конфликт разума и интуиции в чистом виде. Я тоже вздохнул. Ладно. С этими словами я положил клетку с крысиным волком на бок и всмотрелся в ее днище, сились обнаружить там волшебную кнопку «Откр». Но кнопки «Откр» там не было. Черт. Но должна же она как-то открываться. Проворчал я, когда вдруг обратил внимание на малозаметное колесико, утопленное плашмя в дно клетки. Несколько оборотов колесика хватило, чтобы понять. Клетка, несмотря на всю ее хитроумную электронную начинку, открывается и закрывается самым наипростецким способом. Механически. Тополь молча наблюдал за мной. Ты только... Обратился я к крысиному волку. Не вздумай кусаться. Убью к черту. Я сейчас нервный. Но между нами установилось вполне приемлемое взаимопонимание. Крысиный волк и не помышлял о нападении. Как только он сообразил, что в образовавшийся затор проходят и морды, и плечи, он рванул вперед со всепобеждающим отчаянием обреченного существа. В два гигантских прыжка крысиный волк достиг змеящейся широкой трещины в сухой глине и был таков. Какой милый! Я глупо улыбнулся и поднял глаза на Тополя. Ты в порядке? Спросил он. Я? Конечно. Захотелось обнять Тополя, объяснить ему, что он всегда был и всегда будет человеком, который меня понимает. Но на окраине сознания мелькнула спасительно-подозрительная мысль. А почему, собственно? Почему, собственно, я тут сопли распускаю? И я сразу же сам себе ответил. А потому что нахожусь в том же самом пси-поле, под воздействием которого Тополя решил, что звезда полынь лежит в скважине номер девять. Только теперь Тополь экранирован от пси-поля артефактом. А я нет. Послушай, мне требовалось огромное усилие, чтобы оставаться с собой, то есть подавлять нарастающие пси-вибрации. Мне нужен морской еж, но свой с пояса ни в коем случае не... Не снимай, хотел сказать я, но разум мой померк, и наступила тьма. Глава семнадцатая. Звезда полынь Это эмпатический Тушкан. Эмпатический Тушкан? Да, это Тушкан. Нам на речном кордоне в конце той недели привезли свежий бюллетень анфоровского штаба с грифом для служебного пользования. Называлась брошюра «Новинка зоны и как с ними бороться». Так вот, там писали, что вывелся новый подвид Тушканов, способных к восприятию простейших эмоций и желаний человека. То бишь к эмпатии, проворчал я. Именно. Он эмпатит человека усиливает пси-излучением и отправляет обратно. Но может еще малость подредактировать содержимое твоей башки. Скажем, тебе очень хочется найти какой-то артефакт, а эмпатический Тушкан может сделать так, чтобы ты думал, что он и есть тот самый артефакт. А визуально? Что визуально? Может, твой Тушкан сделать так, чтобы визуально выглядеть как артефакт? То есть ты этак смотришь на него, а видишь не Тушкана, а ведьмину косу? Без понятия. Вряд ли. Хотя... С того момента, как мое сознание помутилось, прошло не так много времени. Да и пространство, если можно так выразиться, прошло совсем чуть-чуть. Мы с Тополем находились в дюжине шагов от девятой скважины. Я полулежал на земле, оперевшись на локоть, в полном изнеможении слушал незатейливый рассказ Тополя. Оказывается, я вообще не выключался. Просто это мое сознание отстегнулось, а вот тело устроило Тополю настоящий спектакль. Со слов Тополя выходило, что я безумолку трещал, какие мы замечательные друзья, какая у нас отличная дружба, и как мы с ним вдвоем всех скрутим в бараний рог. Короче, я задолбал его излияниями дружеской приязни и новой порцией извинений за все-все-все, а заодно жалобами на то, как я несчастен в окружении таких женщин, как Мариша. А ведь моей душе хочется высокого и светлого, и прочее ля-ля-ля в таком духе. Да, протянул я, дослушав. Как-то все это предельно уныло. Если ты прав, где-то в недрах туннеля сидит эмпатический тушкан и морочит нам голову. Находится ли там, внутри звезда полы, неизвестно. А влезть внутрь, чтобы проверить, мы не можем минимум по двум причинам, каждый из которых начинается на букву «э» — «электр» и «э-тушкан». Туполь вымученно улыбнулся, не прекращая кивать. «Электр нас могут убить. Тушкан заморочить голову тому из нас, у кого на поясе не будет морского ежа. И второму, у которого еж будет, придется заниматься первым, вместо того, чтобы решать вопрос со звездой полынью. Все вместе это подводит нас к мысли, что...» И тут я сёкся. Ибо вдруг обнаружил, что у тополя во лбу горит красное пятнышко лазерного прицела. Эту порцию свежей информации я переварить не успел. Над зазерьем раскатился синтезированный динамиком глаз. «Сталкеры, внимание! Не двигаться! Вы находитесь под прицелом двух гаусс-винтовок. «Где вторая-то?» — гневно выкрикнул я через плечо. «А я и первый не вижу», — пробормотал Туполь. «Молчать! Еще одно слово или движение — стреляю!» Ишь грозный какой, — подумал я, но промолчал. Психов в зоне тоже хватает, к сожалению. То есть, когда вам говорят «Еще одно слово — стреляю», это, конечно, скорее всего, просто фигура речи. Но бывает и так, что в вас действительно выстрелят. Совершенно не фигурально. Спустя полминуты послышался хруст спекшихся катышков глины по чьими-то тяжелыми башмаками. К тому времени я успел перебрать самые очевидные варианты. Чудик из долга и свободы? Из греха? Нет, на свободу и грех не похож манера изложения. Долг, может быть. Военный спецслужбист? Вот это вариант, да. Из частной военизированной структуры? Это еще более вероятно. И уж почти наверняка наш пока еще невидимый агрессор как-то связан с давешним падением вертолета, то есть с тем самым контейнером Рыбина, который... Эх, вот бы случилось чудо, и у нашего непрошенного гостя оказался при себе этот контейнер. А потом второе чудо, чтобы этот субъект застрелился прямо здесь, в нашем присутствии, не вводя нас, с тополем во грех человека-убийства. Чудо у Бога в запасе и впрямь имелось, но только одно. «Руки за голову!» — приказал тем временем наш неизвестный солдат. «Тот, который стоит, быстро лег на землю, на землю мордой вниз. И ты тоже повернулся и лег нормально. Это он, понятно, мне. Я ведь все это время продолжал полулежать с самым расслабленным видом, опираясь на локоть. Я глазами показал тополю, что хотя осуждаю действия этого фашистовующего молодчика, не вижу пока возможности дать ему заслуженный отпор. Короче, тополь, не выкобенивайся, а делай, что приказано, пока он нам башки не продырявил-то. Таким было мое мысленное послание, если проще. Тополь, в свою очередь, скроил уморительную гримасу, дескать, заколебал меня этот дятел, но все-таки осторожно опустился на землю. И так лежим мы, молчим, а дятел, которого, к слову, нам разглядеть так толком и не удалось, над нами ходит. Первым делом он, конечно, разрядил наши автоматы, потом распотрошил рюкзаки. Скосив глаза вбок, я увидел только заляпанные запекшейся кровью бронесапоги и бугрящиеся полимерными мышцами матовые штанины эластичного боевого экзоскелета «Ратник». — Да, богатый парниша, завидую, завидую. Похоже, не врет, и у него действительно есть гауссовка. Насчет вы на прицеле двух гаусс-винтовок — это, конечно, понты, но одна есть, есть, верно. А вот есть ли у него контейнер с вертолета, а? Я прикидывал так и этак, попробовать разговорить его или молчать дальше. Тут ведь сложно, можно и разговорить, а можно и пуль в затылок получить. А вот насчет рыпнуться за пистолетом о том я даже и не думал. Прострелить «Ратник» все равно не получится. Судя по синтезированному голосу, шлем он тоже благоразумно не снимает. Значит, нет надежды продырявить ему гордо или засадить пулю в лоб. Стало быть, лежим пока. Отдыхаем. Тем временем похрустывание и шорохи начали отдаляться. Это указывало на то, что дятел «Вратники» направился в сторону скважины номер девять. Искушать судьбу мне по-прежнему не хотелось, но я позволил себе тихонечко повернуть голову и поглядеть ему вслед. Фигура, казавшаяся монструозной из-за широченных выпуклых наплечников «Ратника», наклонилась над пустой иридиевой клеткой. Непрошенный гость взял ее, повертел в руках. Затем поглядел в сторону скважины, взвесил клетку в руке, ну точно как тополь. В следующее мгновение счастливый обладатель «Ратника» сделал то, что собирался сделать тополь, когда в клетке еще сидел крысиный король, и я, после того, как выпустил крысиного короля, швырнул клетку в ближайшую электру. Как видим, теперь получен ответ на вопрос, сколько нужно сталкеров, чтобы при помощи подручного металлического предмета разрядить электру. Сталкеров нужно трое. Напомню, для сравнения, милиционеров для вкручивания лампочки достаточно двоих. Голубая вспышка, акустический удар по ушам, будто шваркнули бичом по листу железа, и на закуску волна озона, которую породила могучая молния электры. Ну-ну, супергерой вселенной, злорадно подумал я. А что ты дальше делать намерен? — Одну электру ты, конечно, разрядила, вторую. Ты-то в своем экзоскелете мимо второй электры никак не протиснешься. Честно говоря, соображал я тогда посредственно. Иначе не злорадствовал бы, ведь ежу было ясно, что у нашего нехорошего парня есть множество самых разных вариантов, один лучше другого. Он мог швырнуть в электру мою грозу, например, или взять из моего рюкзака вторую клетку с крысиным королем. Впрочем, в любом случае, все мои тогдашние соображения не стоили выеденного яйца, потому что не учитывали главного, эмпатического тушкана. Фигура в экзоскелете ратник помедлила немного, а потом отважно шагнула вперед. Один шаг, второй, третий, четвертый. На пятом шаге сработала вторая электра. Молния толщиной в руку, клянусь, ударила в экзоскелет. — Ну все. — До свидания, — сказал Тополь и вскочил на ноги. — Совсем люди страх потеряли, — хмыкнул я, последовав его примеру. — Мы оба были уверены, такого мощного электрического удара никакой ратник не выдержит. — Как бы не так. Земля под безумцем дымилась, в воздухе тошнотворно пахло окалиной, экзоскелет громко потрескивал. Но нехороший парень вместо того, чтобы упасть, вдруг двинулся с места. Шаг, потом другой. Он шел. Нормально шел, своими ногами. Экзоскелет, который держит разряд такой матерой электры, я видел своими глазами первый раз в жизни. Вот это вещь! То есть ратник-то я не в первый раз в жизни вижу, конечно, но первый раз вижу такой ратник, который, если он сейчас соглянется, а мы не лежим, — тихонько сказал я. — А гроза его все-таки взять в спину сможет, если бронебойными, а? — предложил Тополь. — Давай не будем искушать судьбу. Я первый подал пример, вернувшись в лежачее положение. Отважный Тополь, однако, предпочел промежуточный вариант. Он подобрал свою грозу, загнал ей в ствол один из патронов, который он всегда носит россыпью по карманам, и тоже лег, накрыв автомат своим телом. Интересно, что наша болтовня не произвела никакого впечатления на анонимного героя в экзоскелете ратник. Не оборачиваясь, он продолжал движение и вскоре оказался уже внутри туннеля. Для этого ему пришлось присесть на корточке. Так, раскоряк, и он и шел, пока окончательно не исчез во тьме. Какое-то время не происходило ничего. Затем донесся хрустальный звон. С таким рвется застарелая паутинка, дрянная аномалия, от которой большинство существующих скафандров не спасает. Неужели этот модифицированный ратник защищает и от нее? А затем из скважины выскочило существо, которое двигалось так быстро, что лично я его толком рассмотреть не успел. Тополь продемонстрировал лучшую реакцию и даже успел прицелиться вслед мелкому мутанту из грозы, но того уже и след простыл. «Тушкан?» — спросил я. — Эмпатический? — Ага. И знаешь, что-то мне подсказывает, что мы нашего друга больше не увидим. Живым, по крайней мере. Мне тоже так кажется. В течение последующего получаса мы тащили за ноги скважина нашего незадачливого пленителя, тяжелого в своем экзоскелете, как все грехи клана Свобода. Шлем на нем отсутствовал. Глотка была перегрызена. — Боже мой! — ахнул Тополь, когда мы оказались на святую, и он смог как следует рассмотреть погибшего. — Да это же Пятнистый! — Кто? — я поморщился. — Пятнистый что? — Я тебе о нем говорил. Военсталкер из лагеря ученых. — А ты с ним еще встречаться не хотел. — Точно он? — Точно! — воскликнул Тополь. — Однако в толк взять не могу. Почему он меня не узнал? — Потому, друг мой, что ты сильно переоцениваешь значимость своей персоны в тусовке военных сталкеров, — подумал я. — Есть среди них такие тертые перцы, которые по десять лет в зону ходят. Всяких идиотиков из темной долины на своем горбу вытащили человек по сто. И не пофигу им какой-то свежеобращенный военсталкер Тополь с речного кордона. — Ну вот видишь, а ты переживал, — сказал я. — Из-за него в лагерь ученых не пошел. Тополь, казалось, меня не слышит. — А почему же он один? — спросил Тополя бескураженно. — Их же пятеро должно быть. — Подозреваю студень, — лаконично ответил я. — Чтобы четыре опытных военсталкера грабанулись средь белой дня на студне? — Ну мы же с тобой два опытных, не военсталкеров, сегодня чуть на студне не грабанулись. Помолчали. Гауссовка пятнистого, отличнейшая G-15, к счастью, не пострадала. Пистолет с лазерным прицелом тоже. Был также цел и невредим ПДА, который я поспешно сунул себе в карман. Увиденное позволяло в общих чертах реконструировать происшедшее. Когда бедолага заинтересовался валяющейся на земле пустой иридиевой клеткой и подошел к ней, он попал в зону пси-действия эмпатического Тушкана. Мутанту достаточно быстро удалось подавить его волю и заставить делать то, что требовалось ему, Тушкану. А требовалось, вероятно, всего-то выскочить из девятой скважины, выход из которой был намертво заперт электрами. Неясно только, зачем Тушкан заставил человека снять шлем и загрызть его, но это можно списать на общую зловредность тварей зоны. Хотя, если честно, нельзя. Тут крылась какая-то тайна. Да и главное, стоит ли говорить, что при погибшем не было аквамаринового контейнера, попадавшего под описание, данное рыбинам. Увы, увы, и все-таки подарок судьбы нас поджидал. Когда я вдоволь нашвырял гаек вглубь скважины, Тополь наконец-то отважился отправиться ползком в ее темные недра и по прошествии двух минут издал ликующий вопль. «Звезда полынь!» «Звезда полынь» была там, друзья мои. Платина – самый дорогой из драгоценных металлов. Она в три раза дороже золота и в десятки раз серебра. Крупнейший из найденных людьми платиновых самородков уральский гигант. Он весит 7 килограммов 860 граммов и хранится в алмазном фонде Московского Кремля. Крупнейший самородок из найденных за пределами зоны следует уточнить, потому что звезда полынь состоит из химически чистой платины. Говорят, попадались в зоне такие звезды, которые тянули на 8 и даже 8,5 кг. И вот мы держали ее в руках – свою звезду полынь. Оказалось, она не очень-то похожа на звезду, скорее на морского ежа со множеством коротких, притупленных игл-лучей. Но артефакт, названный морским ежом, был открыт еще в первые годы после второй катастрофы. И к тому дню, когда знаменитый лесник добыл первую звезду полынь, название еж уже было занято. Пришлось ему поднапрячь фантазию. Наша с тополем звезда полынь весила 9 кг. 9 кг чистой платины, куда больше, чем в уральском гиганте. «Мы вошли в историю, брат», – сказал я тополю. Я так расчувствовался, что говорил севшим, сиплым голосом. «Спасибо тебе, Володя. Бескрайнее сталкерское спасибо. Она твоя. Я протянул артефакт ему. Тополь секунду помедлил. Она наша, – наконец поправил меня он. Но понесу ее действительно я. Вот теперь можно и нужно было уходить. И так уже мы возле этой проклятой скважины засиделись. Да не тут-то было. Не скажешь, что песец подкрался незаметно. Да это было бы и странно. Ведь наш песец в тот день оказался крупнее, чем псевдогигант. И массивнее, чем джип-хаммер. Песец подкрался неотвратимо, это уж точно. Тут лучше не скажешь. Внезапно возникшее на соседнем пригорке создание внешне напоминало водянку сварщика, но увеличенного в пятеро, и скрещенного с Припять плавунцом. Или скорее гигантского термита оно напоминало. Черт, этот с заляпанной грязью кошмар не был похож ни на что, виденное мною ранее. — Осторожно! — крикнул я. — Слева! — одновременно со мной рявкнул тополь. — Пока каждый из нас соображал об одном и том же, мы говорим или нет, пока мы, в который раз за день хватались за автоматы, пока мы красиво, как в кино, разлетались в сторону от скважины номер девять, в общем, пока мы повиновались своим сталкерским инстинктам, очередной непрошенный гость успел скрыться из виду в ближайшей складке местности. Потянулись томительные секунды ожидания. — Нигде ничего. — И никого. — Что на датчике? — натужным шепотом спросил я у тополя. — Какая-то мутата, — ответил он. — Такое ощущение, что существо ушло под землю. Самое смешное, что датчик не ошибся. — Полевой искатель Авель приветствует вас, люди. Авторизируйтесь или будете проигнорированы. Учитывая, что эти слова, произнесенные твердым властным голосом, прозвучали в аккурат у меня за спиной, я чуть не наложил в штаны. На мгновение мне показалось, что я сошел с ума. Или что сошел с ума, а точнее, обрел самостоятельную волю речевой синтезатор экзоскелета Ратник, оставшегося бесхозным после гибели его хозяина, воинсталкера Пятнистого. Я осторожно повернулся. Это был... Ну да, это был Авель. Робот-кентавр. Один из троиц роботов, которые уничтожили отвертку, если, конечно, доверять байке Паганеля, которую я пересказывал тополю. Эта механическая тварь, перепачканная желтой глиной, вынырнула у нас за спиной прямиком из зева скважины номер девять. То есть оттуда, откуда мы ее появление, ну, совершенно не ожидали. Беда в том, что я готовился увидеть кентавра в прямом смысле, человека-коня из греческой мифологии, лошадиное тело, длинные стройные ноги, мускулистый торс. И пусть этот кентавр будет изготовлен из титана и полимеров, пусть будет выкрашен, положим, в защитный или серебристый цвет. Однако же перед нами стояло черт знает что. Приземистый, обтекаемый корпус на четырех суставчатых конечностях наводил на мысли о гигантском клопе. Ну да ладно. Будем считать, что этот каплевидный пельмень размером с автомобиль и был туловищем кентавра. В передней части корпуса возвышалась призматическая башня высотой под два метра. Положим, это торс кентавра. Башня была увенчана двумя черными яйцевидными объектами, отполированными до зеркальной гладкости. Есть такой ценнейший артефакт яйцо дьявола, так вот эти объекты весьма и весьма на него смахивали. Но, конечно, никакого отношения к настоящему яйцу дьявола они не имели. Эти положенные на бок черные яйца крепились к вершине башнеподобного торса при помощи гофрированных рукавов. Я догадывался, что передо мной две головы кентавра. И что гофрированный рукав шея может удлиняться до нескольких метров, отправляя голову в увлекательное путешествие по какой-нибудь особо интересующей роботонаре. По бокам башни крепились конечности манипуляторы, руки кентавра. Судя по конструкции, они имели огромное число степеней свободы, могли выгибаться назад, вперед, вправо, влево, вращаться, втягиваться, удлиняться. Смертоносных вооружений в виде гатлингов, лазеров и огнеметов, которые сулила байка Паганеля при Авеле, замечено не было. Но это не означало, что их нет вовсе. Корпус робота, конечно же, располагал вместительным транспортным отсеком, в котором могло поместиться любое оружие вплоть до атомной бомбы. Авторизируйтесь или будете проигнорированы, повторил робот. — Ты понимаешь, что он от нас хочет? — спросил я Тополя. — Нет. — На речном кордоне тебя не учили обращению с роботами? Тополь грустно вздохнул. — Меня не учили обращению с неизвестными, сумасшедшими, сбежавшими от хозяев роботами. Если бы перед нами был обычный армейский беспилотник, уж как-нибудь разобрались бы. — Авторизируйтесь или будете проигнорированы, повторил робот в третий раз. — Ну, покажи ему свой аларм-маячок. — Может, подействуй, — предложил я. Тополь не стал спорить и молча повиновался. Эффект был нулевой. Демонстрация девайса, которая есть у всех военсталкеров и которая используется для экстренной отправки сигнала бедствия, а заодно и как система опознания свой-чужой, не произвела на Авеля никакого впечатления. Впрочем, неудивительно. — Ливанов, — сказал я отчетливо. — Профессор Ливанов. Ливанов — фамилия блистательного ученого, который заправлял в лагере в тот год, когда были закуплены Адам, Авель и Ковчег. Трудно сказать, на что я рассчитывал. Но на что бы ни рассчитывал, все равно к фамилии Ливанов робот остался безучастен. Авель молча приблизился. Протянул к нам обе верхние конечности. Они оказались еще длиннее, чем можно было заподозрить. И вдруг одним ловким, нелишенным изящества движением, Авель вытрусил содержимое моего рюкзака на землю. Совершенно бесцеремонно. — Э-э-э! — только и хватило меня. — Что тут экать? — безучастно заметил Тополь. — Он же на поиск артефактов настроен. Сам говорил. Обыщет сначала тебя, потом меня. Найдет звезду полынь, заберет и до свидания. — Дьявол, так нельзя! Так нельзя, Тополь! Какого же черта мы на это смотрим? — У тебя есть ГВБ? — спросил Тополь. — Что? — ГВБ. Глубоко-вакуумный боеприпас. — Нет, разумеется. — И у меня нет. — Но у меня есть граната Эйпэр. — Очень мощная штука. Пожалуй, ему хватит. — А если не хватит? — Стоим, короче, и не рыпаемся, пока он не рассердился. — Я ему сейчас рассержусь. Я едва не задохнулся от гнева. — Нет, ну надо же! Прошлись в зону за хлебушком, а! — Да почему же нас все имеют сегодня? Сговорились? — Сперва эмпатический тушкан, потом этот нудный пятнистый. Но этого, видите ли, оказалось мало, и появился Авель. Интересно, кстати, где Адам и Ковчег? — Авель, где Адам? — Авель, где Ковчег? — спросил я громко, выговаривая каждое слово, едва не по слогам. — Никакой реакции. Похоже, Авель исполнил свое обещание. Мы не авторизировались. И теперь он нас игнорировал. Авель, между тем, демонстрировал повадки бывалого мародера. Он ухватисто разбросал редками по земле содержимое обоих наших рюкзаков, после чего только конечности в воздухе мелькали, принялся сортировать предметы на ценные, малоценные и не имеющие в его цифровых глазах «Никакой ценности. Слезь налево, кофе направо. Звезду полынь налево, магазина к автомату направо. Морского ежа налево, мои мокрые после незапланированного купания в янтарном носке направо». Любопытно, что его алгоритмы принятия решений очень странно повели себя при встрече с иредиевой клеткой. Напоминаю, одна клетка была истрачена на то, чтобы разрядить электро, а вторая все это время пролежала в рюкзаке тополя. Авель взял клетку, из которой на него злобно зашипел крысиный волк. Помедлил. Затем положил ее направо к вещам, которые были им классифицированы как не имеющие ценности. Но потом, впервые видел, чтобы робот менял принятые решения, да еще так быстро, Авель передумал и переместил клетку туда, где лежали все артефакты зоны, то есть к звезде полыни и прочим. И вот когда клетка оказалась вблизи от звезды полыни, крысиный волк издал глухой булькающий звук и начал как-то странно пританцовывать, ловить себя за хвост и даже кувыркаться через голову. С ним что-то происходило. Я только не мог понять, что именно. Ясное дело, у меня в мозгах в ту секунду все было перемешано, как в зыбе, куда одновременно свалились сталкер, ворона и псевдоплоть. Поэтому мысли мои были фрагментарны и не очень-то внятны. Так я одновременно думал о том, как отобрать звезду полынь у Авеля, о том, как Авеля убить, о том, как Авеля выключить, о том, сколько мне даст денег Трофим, если я сдам ему выключенного Авеля, даст ли мне рыбин за Авеля денег больше, чем Трофим. И вот среди этих мыслей мелькнула вдруг одна вовсе не меркантильная. Я же дал обещание Трофиму. Я обещал ему поднести клетку с крысиным волком к звезде полыни и включить аппаратуру на запись. А я, между прочим, привык свои обещания выполнять. Комбат я или не комбат? Клетку с крысиным волком к звезде полыни за меня уже поднес Авель. Теперь оставалось только включить датчики. Не задумываясь о том, что мое поведение может вызвать гнев Авеля, я подошел к клетке и нажал на кнопку. Затем я перевел взгляд на крысиного волка и обомлел. Уродливая крыса-мутант размером с кошку, чьи зубы могли спокойно разгрызть на двое ствол пулемета или в один укус отхватить человеку кисть, на глазах превращалась в... Я поначалу не понял, во что именно превращался крысиный волк. Объективная картина была следующей. Первым делом мутант потерял две полоски оранжевой шерсти, которые тянулись по сторонам от хребта. У особо матерых крысиных волков таких полосок появляется четыре и даже больше. Вот, например, у крысиного волка, которого я отпустил, их вообще шесть было. И так оранжевая шерсть выпадала, а на ее месте оставался лишь светлый подшерсток. Вслед за шерстью выпали и кинжалы клыков. Затем начали нормализовываться глаза и уши. У крысиных волков все органы чувств переразвиты. Так вот, у этого они начали возвращаться к исходным, крысиным размерам. В общем, тут для меня наконец-то прояснились мотивы некробиотика Трофима. Когда молодое светило науки подсовывало мне клетки с крысиными волками, оно явно руководствовалось информацией, полученной от кого-то из бывалых сталкеров, а то и, как знать, от хозяев зоны. Мне вот, например, о демутационных свойствах звезды Полыни слышать никогда не приходилось. Поскольку Авель никак не отреагировал на коллизию с крысиным волком, я особо не таясь перевернул клетку и извлек из нее флешку с записью показаний датчиков. «Ну, хоть кому-то будет польза от наших с Тополем сегодняшних злоключений», — подумал я. А так, конечно, слезы одни. Полынь добыли. Да только достанется она, похоже, сумасшедшему роботу. Этот пятнистый дурак воинсталкер из-за нас, по сути, погиб. В этот миг меня как громом поразило. Дурак воинсталкер. Труп. Я встал ровно перед Авелем и сказал. «Внимание! Ситуация 300. Имеется тяжелое раненое человеческое существо». Тополь, как я видел краем глаза, только скептически ухмыльнулся и покачал головой. «Что такое ситуация 300?» — спросил Авель. Но, по крайней мере, робот меня больше не игнорировал. Он отозвался. «Ситуация 300? Странно, что тебя этому не учили. Это когда имеется груз 300, то есть раненый. У нас раненый. Вон он!» — я показал на тело пятнистого в экзоскелете. «Раненый находится в очень тяжелом состоянии. Он без сознания. Мои сенсоры показывают, что человеческое существо мертво». «Ого! Сенсоры показывают!» — мысленно перекривлял я робота. «А твои колебания с принятием решения насчет крысиного волка показывают, друг мой, что ты являешься искином разомкнутого реактивного типа. И не будь я комбатом, если мне не удастся этим воспользоваться». «Тебе должно быть известно, Авель, что твои сенсоры могут ошибаться. Кроме того, окончательное заключение по человеческому существу может вынести только профессиональный врач. Тоже человеческое существо. А пока я приказываю считать это тело, этого человека, грузом 300. «Приказ принят». Я покосился на Тополя. Тот прислушивался к нашему разговору с возрастающим интересом. А уж скептическую хмылочку с его лица как ветром сдуло. «Молодец, Авель. Ты готов предпринять все необходимые действия для доставки груза 300 к профессиональному врачу?» «Не готов. Не имею координат профессионального врача. Ты готов к переходу под внешнее управление для доставки груза 300 к профессиональному врачу?» «Готов». «Тогда принимай серию приказов». Мы сидели на спине Авеля и направлялись к месту падения вертолета. Это самое место я определил очень шустро, по россыпи волчьих слез, как и намеревался. С высоты такой-то дуры, как Авель, цепочка поблескивающих артефактов открылась мне во всей своей красе. Стоило ему вывести нас на ближайший пригорок. Это было невероятно. Это казалось чудом, но было фактом. Мне удалось заставить Авеля выполнять мои приказы. А почему мне это удалось? Это я и объяснял Тополю, который решительно не врубался в происходящее. «Понимаешь, брат», — в полголоса говорил я. «Мне когда-то лодочник, пусть ему хорошо лежится, очень четко разъяснил современную робототехнику. Там все стоит на нескольких аксиомах. Эти аксиомы закладываются в основу всех алгоритмов поведения робота». «Да это-то я знаю», — перебил меня Тополь. «Три закона. Не причинять злу человеку, — он загнул мизинец. Защищать человека, — загнул безымянный. При выполнении этих двух условий защищать себя, — Тополь победоносно загнул средний палец. Вся алгоритмика строится на этих законах». «Верно. Но есть важный нюанс с оказанием помощи. Дело в том, что директивы не причинять зла человеку и даже защищать человека — это не совсем то же самое, что помогать. Согласен?» «Само собой». «На это-то лодочник мне глаза и открыл. Что бы там ни говорили, всякие прекраснодушные шибздики, на самом деле поисковых роботов программируют очень грубо. А именно, человека обижать, конечно, нельзя, но игнорировать можно и нужно». «Это мы видели», — хмыкнул Тополь. «Игнорирует он отлично». «Вот-вот. Понять такой подход можно, потому что всем не напомогаешься и всех не наспасаешься. Абсолютно нерентабельно делать роботов, которые, гуляя по зоне, вместо поиска артефактов будут находить и вытаскивать раненых отмычек. А Авель изначально и создавался как типичный робот-поисковик для экстремальных условий». «Ну и что?» Тополь недовольно нахмурился. Чувствовалось, что он перенервничал, устал, и его мозг тяготится моими пространными отступлениями. «А то, брат, что Авелю по его базовой алгоритмике нет никакого дела до раненого или убитого человека. Или убитого я сказал со значением. Дело в том, что военный сталкер Вадим Петеренко, он же Пятнистый, был мертвее мертвого. Но именно его я выдавал Авелю за тяжело раненого, называя грузом триста. И именно благодаря этому подлогу мы сейчас путешествовали верхом на Авеле с нашим спасенным Хабаром в обнимку. И не рыдали в три ручья по конфискованной звезде полыни, которую я, между прочим, легко отобрал у Авеля вместе с остальными нашими вещичками, как только робот перешел под внешнее, то есть под мое управление. «Но», — продолжал я, — «есть такая штука — искусственный интеллект разомкнутого реактивного типа. Это мне тоже лодочник растолковал. Это когда систему Аксиом размыкают, добавляя четвертую директиву — «помогать людям». На самом деле там много чего добавляют, но это самое важное. Причем директива «помогать людям» добавляется именно в боевые программы. Но мы-то помним, что на Авеля в конце концов поставили боевое ПО. Так что теперь помогать раненым для него святая обязанность. Чем-то и воспользовался ловкий сукин сын, с уважением сказал Тополь, до которого наконец-то доперло. «Удивляет только...» — он понизил голос, — «как тебе удалось впарить ему труп пятнистого в качестве раненого?» «Но ты же видел. Я смог убедить робота, что его органы чувств несовершенны». Тополь хотел что-то сказать, но только улыбнулся и покачал головой. От вертолета сохранилось не так мало. И хотя часть обломков была уничтожена студнем, оставшегося хватило, чтобы судить о типе машины и судьбе ее экипажа. Вертолет был «Кармараном» европейского производства, он же EH-101. На это указывали характерные наплывы на законцовках лопастей несущего винта. Не надо думать, что все упавшие вертолеты обязательно взрываются или хотя бы загораются. Многие просто бьются в дребезги. Наш был из таких. Я, кстати, думаю, что именно отсутствие пожара и приметного столба черного дыма не позволило наземным службам быстро и надежно определить место падения вертолета. Скажем, ученые в лагере на Янтарном, похоже, не знали и о самом факте падения «Кармарана» в Зоозерье. Что касается судьбы людей, погибли явно все. И экипаж, и единственный пассажир. Это значило, что если контейнер КМПЗ, о котором говорил Рыбин, вообще имел место, то он должен находиться где-то поблизости. Ну и где он? Я его видел, сказал Тополь. Что? Я вздрогнул. Естественно, я подумал, что Тополь имеет в виду контейнер. Вертолет этот, EH-101. Видел. Он шел над Припятью в сопровождении второго, такого же. Вертолетов было два. Ты видел своими глазами? Да. Когда? Тополь назвал дату. Я прикинул, где меня носило в то же время. А я их слышал, сказал я. Чего? Эти же вертолеты, слышал. Они проходили севернее Ёлкино леса. Я в ту ночь с Хабаром в своем схроне сидел, под желтой опорой лэп. Ну, ты знаешь. Тополь мне не ответил, потому что в разговор вклинился наш новый друг, механический Клоп Кентавр. Полевой искатель Авель напоминает, что находится в процессе решения первоочередной задачи по эвакуации груза 300. Жду разрешения продолжить процесс эвакуации. В голосе робота мне послышалось укоризно. Между прочим, может, она там и в самом деле присутствовала. Это раньше думали, что изображать эмоции сложно. А теперь-то ясно, что это всего лишь вопрос нескольких добавочных модуляций. — Погоди, — сказал я, оборачиваясь. — Облегчить судьбу раненого может контейнер аквамаринового цвета. Контейнер имеет маркировку из трех букв ОМТ. Ты не находил его здесь? Тополь бросил на меня красноречивый изумленный взгляд. Дескать, что ты несешь, комбат? Я сделал успокаивающий жест рукой. Все под контролем. — Нет, — ответил Авель. — Эх, жаль, — подумал я. А как было бы здорово, если бы оказалось, что Авель нашел контейнер и сунул его себе в очрево в транспортный отсек. Я продолжил допрос. — Ты присутствовал при крушении вертолета? — Нет. — Ты видел живых людей на месте крушения? — Да. — Ты видел живых людей на месте крушения этого вертолета? Вертолета Е-101 «Кармаран»? — Что такое Е-101 «Кармаран»? — Модели этого разбившегося вертолета я для определенности показал на обломке. — Информация принята. — Да, я видел людей на месте крушения вертолета Е-101 «Кармаран». — Сколько живых людей ты видел на месте крушения вертолета? — Шесть. — У тебя сохранились записи? — Да. — Я приказываю тебе передать записи встречи с этими людьми на мой ПДА номер. Я продиктовал свой номер. — Выполняю приказ. — Пока Авель заливал затребованные мной видеозаписи на мой ПДА по беспроводной сетке, я пояснил тополю. — Мне тут вообще-то одну вещь найти нужно. — Это я знаю. И лежит эта вещь в контейнере какого-то педоватого цвета. — Проворчал он. — А раньше сказать нельзя было, что эта вещь выпала из разбитого вертолета? — Можно. — Ну, смысл? — Но я хотя бы знал тогда, к чему готовиться. Потому что я в зоне не первый год. Когда начинается вся такая муть, одну вещь найти нужно, одно дело сделать. Жди неприятностей. Но когда выясняется, что эта самая вещь на самом деле принадлежала кому-то, рассекающему, но не на самом дешевом вертолете кармаран, что вокруг нее уже наросло несколько трупов и груда обломков, тогда неприятности совершенно неизбежны. Крупные неприятности при том. Я чувствовал, что тополь начинает злиться. А когда тополь начинает злиться, это как пожар на торфяниках. Вроде не особо зрелищно, но тлеть может днями и неделями. А если, не дай бог, к сухостью подберется, да ветер правильный подует. В общем, не знаю, как бы я выкручивался дальше, но тут Авель отрапортовал. Видеозаписи залиты. И дальше завел прежнюю шарманку. Полевой искатель Авель напоминает, что находится в процессе решения первоочередной задачи по эвакуации груза 300. Жду разрешения продолжить процесс эвакуации. Разрешение не даю. Приказываю произвести поиск контейнера многоцелевого, повышенной защищенности в радиусе 500 метров от твоего текущего местоположения. Требую установить ограничение на время поиска. 600 секунд. Выполняю. Молодцевато доложил Авель и убежал. Эта бодрая груда железа начинала мне нравиться. Почему так мало? Думаешь, он за 10 минут состояния что-то найти? Спросил Тополь. Думаю, если только к МПЗ никто не забрал и его студий не слопал, то в состоянии. А если забрал, это мы сейчас увидим. Я выбрал на ПДА самый ранний по времени записи файл и, спереданный Хавелем, и ткнул на него пальцем. И вот что мы увидели. Это были те самые крепыши в камуфляже, о которых говорил Трофим. Правда, Трофим говорил о семерых, а на съемке их было только шесть. Но мне достаточно было вспомнить встречи с жуткой блуждающей аномалией на Янтарном, чтобы понять, куда делся седьмой. Вооружены и экипированы, члены этой группы были отменно и вообще выглядели весьма профессионально. Макроступы, полученные в лагере ученых, они, конечно же, после перехода через Янтарное спрятали в рюкзаки. По крайней мере, видеокамеры Авеля ни одного макроступа не зафиксировали. Знакомых лиц нет. Определенно наемники. Но очень квалифицированные наемники. Робот, судя по съемкам, какое-то время наблюдал за ними, выставив одну из своих голов на длинные шеи из-за холма, собирал информацию. Чувствительные микрофоны Авеля ловили каждый звук, но бродяги в камуфляже были феноменально немногословны. Вот они тщательно обшаривают обломки вертолета, предмет за предметом. Кстати, запись показывала обломков существенно больше, чем застали мыстополем. Так что прав я был, много исковерканных железок сожрал студень. И так осматривают они обломки, молчат. Потом один из них говорит. А не мог кто-то раньше нас успеть? Ему отвечает мужик с седым ежиком, по всему видно командир отряда. Исключено. Снова две минуты сосредоточенного осмотра места падения. Наконец кто-то ранее молчавший рожает мысль. Странно. Трупов не хватает. Здесь три, а должно быть пять. В ориентировке уверен насчет трупов. Уверен. Такие источники не ошибаются. Между тем контейнер аквамаринового цвета ни в одном кадре не мелькал. Так-так, злорадно подумал я. Похоже, мужики, у вас с компеза тоже не срослось. Потом Авель начинает двигаться. Причем чертовски быстро. Камеры робота скачут, расфокусируются, не видно толком ни черта. Микрофоны фиксируют нервные крики. Это что за херня? Не стрелять! Да его проще завалить, чем думать. Отставить! Авель останавливается. Его камеры снова фокусируются на перекошенных злых рожах наемников. Робот подошел совсем близко к ним метров на пять-шесть. Дальше события некоторое время развиваются ровно так же, как и у нас в ходе нашего первого знакомства с Авелем. Робот трижды повторяет просьбу авторизироваться и обещает, что в противном случае они будут проигнорированы. Командир наемников пытается наладить с Авелем общение, но без толку. Затем он подает своим людям несколько условных знаков, те пятятся, расходясь веером в стороны. Каждый из них заряжает в подствольные гранатометы разные гостинцы. У одного из наемников я вижу надкалиберную гранату Виппер. Такую точно и я ношу с собой на черный день. Авель между тем решает приступить к стандартной процедуре поиска артефактов в чужих рюкзаках. Подходит к командиру, начинает стаскивать с него рюкзак. Командир наемников пробивает на псих. Извернувшись, он сбрасывает рюкзак, оставляя его в клешне робота, отбегает в сторону, вскидывает свой великолепный автомат FN-2000, кричит «Огонь!». Шквал пули и гранат из подствольников обрушивается на Авеля. Грохот такой, словно вся зона проваливается в тартарары. Фокусировка камер сбивается. Конец файла. Так вон оно как. Тополь с опаской покосился на робота. Я Тополя понимал. По всему настроению видеозаписи чувствовалось, что дальше произошло что-то кошмарное, потому как Авель-то был жив-здоров, а вот наемники куда-то подевались. И, конечно, я догадывался, куда именно. — Ну, главное, мы уже установили, — сказал я. — Мы знаем, что контейнер наемники не нашли. Смотрим дальше? — В принципе, можем не... — Давай уж смотреть, — настоял Тополь. — Что за страусиная политика? Второй файл был заполнен хаосом звуков и калейдоскопически пляшущими картинками. Чувствовалось, что Авелю очень не хочется подставляться под автоматные очереди и разрывы гранат. Железный-то он железный, но ведь не цельно литой. Робот прыгал, как кузнечик, и бегал, как гепард. Видимо, в первые же секунды боя он отобрал автомат у командира наемников, а потом одного за другим стремился разоружить и других обидчиков. К чести Авеля он, похоже, поначалу не намеревался их убивать. Но где-то в глубине его электронных мозгов по 10 миллионов раз в секунду пересчитывалась весовая функция, ответственная за стратегию поведения. И она, эта функция, постепенно менялась от значения уклонения от угрозы к устранению источника угрозы. Потом ахнул жуткий взрыв. «Вайпер», — сказал Тополь. Мой друг был прав. Однозначно кто-то применил гранату «Вайпер». В надежде, что уж она-то, наконец, вобьет Авеля в землю по макушку. Точнее, по обе его черные гладкие макушки. Взрыв гранаты робота не уничтожил, но, видать, наконец, испугал его не на шутку. Авель рассверепел. Или, выражаясь языком роботов, принял решение на устранение источника угрозы. Он положил всех шестерых за 18 секунд. Средний темп выходит 3 секунды на человека. Двоих он убил левой конечностью, просто оторвал головы. Четверых застрелил из отобранного в самом начале корридоавтомата ФН-2000. Много я видел страшных вещей, но это был просто тихий ужас. Мы с Тополем переглянулись. — Тебе не кажется, что пора линять? — спросил он. — Кажется. — Но просто так слинять нельзя, — возразил я. — Авель должен получить от нас вменяемые директивы, а то погонится за нами с воплями, что делать. Сейчас. Подожди секунду, мне тут на ПДА Мессага пришла. Сообщение оказалось даже два, оба от синоптика. Одно из них было отправлено еще три часа назад, но не смогло пройти из-за аномального состояния эфира. Удивительно еще, как вообще это самое состояние, а оно в Зазерье всегда аномальное, позволило сейчас проскочить всем необходимым пакетам радиовол. Так вот, сообщение было отправлено три часа назад и гласило «Всем! Штормовое предупреждение категории А. Студень в Зазерье. Прогноз по срокам с 13 до 13.30. Зона поражения прогнозу не поддается. Советую считать, что все Зазерье. Синоптик». В этом первом предупреждении речь шла явно о студне, который мы с Тополем посолили. Второе сообщение было свежим. «Всем! Штормовое предупреждение категории А. Студень в Зазерье. Прогноз по срокам с 16 до 18. Прогноз по зоне поражения 2 километра юго-западнее центра Янтарного. Синоптик». «Два километра юго-западнее центра Янтарного», — прикинул я. «Э-э, да это же как раз здесь. Слышь, Тополь, Синоптик обещает нам студень в Вихре. Совсем скоро. Надо убираться». «Да я только за. Мне-то, в отличие от тебя, одна вещь не нужна». Я не стал спорить и указывать ему на то, что в случае успеха с контейнером 50% денег, полученных от Рыбина, достались бы ему. Но какая теперь разница, если проклятый контейнер КМПЗ как сквозь землю провалился? Сейчас тут еще студень вихри попляшут, и вообще ничего не останется, даже если раньше и было. Через пару минут мы уже сидели на спине Авеля, который стремительно уносил нас прочь от обломков вертолета и от страшного катаклизма, обещанного Синоптиком. «Что делать дальше? Как быть с Рыбином?» Эти два вопроса занимали меня все то время, которое требовалось Авелю для преодоления мощного пояса аномалии при движении в общем направлении на север, в обход Янтарного. Пошел монотонный дождь, но все равно настроение у меня было скорее плюс, чем минус. «Слушай, Тополь», — сказал я, — «а как ты смотришь на то, чтобы вывести Авеля за периметр?» «Чего? Ну, мы могли бы его продать, например. Я думаю, те люди, которые попросили меня найти контейнер с упавшего вертолета, охотно отвалят за него кучу денег». «Уверен». «Уверенности, конечно, нет, но почему бы не попробовать?» «Я думаю», — сказал Тополь очень серьезно, — «что робот-убийца — это типа медведя-людоеда. Его надо сторониться, а лучше всего убить». «Но убивать — это без меня. А насчет сторониться? Давай он нас к Янтарному вывезет, и мы сразу же с него слезем и распрощаемся с ним навсегда. Хочешь?» «Хочу». В голосе Тополя звучала такая убежденность в собственной правоте, что я чувствовал. Спорить бесполезно. Пожалуй, в глубине души я был с ним согласен. Эти жуткие кадры, на которых Авель отрывал головы наемникам. Ну его к черту! Кто знает, как у него там весовая функция в мозгах дальше работать будет. Как бы самим без головы не оказаться. Самые серьезные аномалии остались позади. От озера нас отделяли где-то метров триста, когда Авель вдруг встал как вкопанный. Кажется, приехали. Голова робота развернулась на сто восемьдесят градусов. Черное яйцо глядело на нас своим острым концом. Там, под односторонней прозрачной поверхностью крепчайшего бронестекла, были расположены те самые камеры, которые служили Авелю глазами и запись которых мы смотрели. Полевой искатель Авель запрашивает разрешение на извлечение груза триста из транспортного отсека. Это еще зачем, удивился я. У груза триста возобновилось дыхание. Повтори. У груза триста возобновилось дыхание. Для тех, кто не понял, поясняю. Авель утверждал, что пятнистый подает признаки жизни. Тот самый пятнистый, который все это время пролежал холодный и бездыханный, у Авеля в брюхе, в приемистом транспортном отсеке. Тот самый пятнистый, чью смерть я лично диагностировал. Чудо? Чудо. Можно я? — вдруг спросил у меня Тополь. Да, пожалуйста. Тебе известно, кто такой болотный доктор? — спросил Тополь, обратившись к Авелю. — Нет. Болотный доктор — это человеческое существо, которое обитает на болоте, в точке с координатами. Тополь сверился с картой и назвал Авелю точное местоположение домика болотного доктора посреди болота. — Повтори, — приказал Тополь. Авель повторил. Также в свойственной себе манере он повторил и запрос насчет разрешения на извлечение груза триста из транспортного отсека. — Груз триста извлекать запрещаю. Слушай приказ. Доставить груз триста болотному доктору по указанным координатам. Установив контакт с болотным доктором, ты должен сказать следующее. — Это раненый военсталкер Вадим Петеренко. Прошу оказать ему помощь. Меня послал Тополь. После того, как болотный доктор примет у тебя груз триста, можешь возвращаться к выполнению обычных процедур. Вот и все. Спустя минуту Авель, припустивший со скоростью хорошего вездехода, уже скрылся за холмом. Мы, бросая нервные взгляды через плечо, все-таки студия Ньвихри — это не шутка, потопали к янтарному. Дождь прекратился. — Спасибо. Зона. — Интересно, Петнистый действительно задышал? — спросил я. — И если да, то почему? — Зомбифицирующий вирус, наверное, — спокойно ответил Тополь. — Проник в ткани после укуса эмпатического тушкана? — Ага. — А ты быстро соображаешь. Я поглядел на Тополя с уважением. — Болотный доктор он такой. Пожалуй, даже зомбовирус сможет обратить на пользу. То есть только он и сможет, я хочу сказать. Еще воскресит бедолагу чего доброго. Заслышав звуки стрельбы, мы с Тополем остановились. Стреляли неподалеку у самой воды. ПДА обещал двух человекообразных. Справа от нас, поросший кустами, с северный берег Янтарного озера круто уходил вниз. Недавний дождь превратил широкую тропу, которая вела к воде, в нечто вроде протяженной глиняной скользанки. Судя по изрядному количеству размазанных по грязи следов, в тот день скользанка пользовалась особой популярностью. Кусты мешали разглядеть с нашего места, кто там внизу так громко плюхает и кто так ожесточенно стреляет. На ПДА продолжали настырно мерцать две человеческие метки. Скорее всего, это не сталкеры. Но кто? — Надо бы глянуть, — сказал я на ухо Тополю. — Зачем еще? Тополь всегда был прагматиком. — Затем, что хочу все знать. — Ну, дело твое. Ты гляди, а я тебе спину прикрою. Чтобы не получилось, как в прошлом году возле радара, когда нас четверо пацанов из долга прижали в углу и обобрали до нитки, программы эти свои зачитывая, про торжество науки и цели, которые оправдывают средства. Не знаю, почему, но мне вдруг стало страшно. В зоне бывает так. Страх накатывает, как волна. Но любопытство все-таки взяло вверх. Я пошел вперед, не сомневаясь, что в пяти шагах за мной топает мой друг с автоматом наперевес. И, если что, короткая очередь из его грозы исправно уложит в грязь зазерье любого незваного гостя. Я осторожно ступал по траве в стороне от глиняной скользанки, не сводя глаз с датчика аномалии. Но вот сомнительный участок был пройден, кусты раступились. Чтобы преодолеть последние, самые важные дециметры, я улегся на живот и пополз. Попасть под дурную пулю мне совершенно не улыбалось. По колено в воде у самого берега озера стояли двое. Парень и девушка. Парень был, считай, безоружен. Разве что взять в расчет длинный охотничий нож, которым он вяло пытался оборониться от рассверепевшего псевдогиганта. Ха-ха-ха три раза, как любил повторять мой дедушка суфлер погорелого театра. Псевдогигант, это была матерая крупная особь, плевать хотел на охотничий нож. А вот воды он, похоже, боялся. Мутант топтался у самого-самого краешка, но преодолеть плевое расстояние до незадачливой парочки пока не спешил. Вместо этого он ярился и пытался достать потенциальную добычу своими мощными передними лапами, которые составляли впечатляющий контраст с небольшими дегенеративными задними. Все знают, что питаются псевдогиганты трупами, но не все знают, что если за время долгих странствий вокруг янтаря именно эти места они по неизвестной мне причине предпочитают, псевдогиганту не встречается аппетитного трупика, мутант принимает решение занять активную жизненную позицию и такой трупик себе раздобыть. Горе тем, кто встанет у него на пути. Я изучал диспозицию где-то секунд двадцать. Долго, да. Но мне требовалось увериться, что между мной и мутантом нет сколько-нибудь мощных аномалий. Таких аномалий, например, которые перехватят пули, выпущенные из моей грозы, и обессмыслят мою стрельбу. Из пасти псевдогиганта вырвалось грозное рычание. Вся его поза свидетельствовала о том, что он вот-вот прыгнет, что он уже смирился с необходимостью лезть в воду. И если он еще не прыгнул, так только лишь потому, что опасался залететь туда, где не видно дна. Причины решимости мутанта лежали на поверхности. Судя по всему, полминуты назад Блондин пытался покончить с ним, высадив полный магазин Вальтера ему в голову. Наивный. Блондин, конечно, был не в курсе, что возненавидевшая сынов человеческих природы мать снабдила своего любимца псевдогиганта черепом рекордной толщины, которая надежно защищает не слишком развитый мозг его хозяина от всякой пули. Против костяной брони псевдогиганта Вальтер был бессилен. И будем откровенны, не всякая штурмовая винтовка смогла бы с ней справиться. Чтобы пробить башку псевдогиганта, требовались хорошие бронебойные пули. Сам Вальтер, за бесполезностью отброшенной Блондином прочь, я приметил. Он валялся на жухлой коричнево-зеленой траве возле высохшего куста лопуха. Лопух ощетинился во все стороны колючими головками, словно бы говоря, растения тоже не в восторге. От того, что происходит в зоне, и они тоже чувствуют себя потенциальными жертвами мутантов. Картину довершала стая местных псов, на которых и смотреть-то было противно. Они терпеливо ждали, пока псевдогигант оприходует двуногих, в надежде, что им тоже перепадет что-нибудь после обильного пиршества старшего. Но вернемся к нашим героям. Пока парень, а он был явно ранен, лицо его заливало кровь, отмахивался ножом от псевдогиганта, его спутница пряталась у него за спиной. В руках она сжимала длинную и даже на вид трухлявую палку. При помощи этой палки девушка планировала постоять за свою честь, когда ее спутник падет. У девушки были длинные черные волосы до пояса, блестящие, живые, как будто с рекламы шампуней, загляденья. Правда, волосы эти были грязными, спутанными, и кое-где в них трепетали устроившиеся там ржавые дубовые листы. Не то бедняжка катилась по земле, не то упала, спускаясь по глиняной скользанке, не то ночевала в шалаше. Или все это вместе. Мордашка у девушки была серьезной и очень, очень печальной. Уж поверьте человеку, знающему в этом толк. Это отдельная категория девушек, печальные, такие даже когда улыбаются или смеются, все равно кажется вот-вот заревут. Однажды я едва не женился на одной такой. Ее звали Олеся. Но моя глупость в совокупности с ее гордостью не дали шансов нашему совместному супружескому счастью. Впрочем, я отвлекаюсь. Печальная девушка-бринетка с белой-розовой кожей и грустными глазами время от времени совершала вылазки из-за спины парня. Она тюкала псевдогиганта по лапам и по темени. Эти удары не только не причиняли тваре вреда, но даже не способны были рассердить ее. Пожалуй, если бы псевдогиганты имели развитое чувство юмора и умели смеяться над шутками абсурда, шансы отличиться у девушки были бы. А так? Толку от брюнетки было, как сказала молока. Но палку она не бросала. Как видно, хотела, чтобы ни один человек на земле не имел повода сказать, что она не пыталась помочь своему спутнику отбиться. Брюнеточка мне глянулась. И если ее усталый друг был объят чем-то похожим на волю к жизни, то брюнетка всем своим видом являла полную противоположность. На ее лице явственно прочитывалось. Дорогие друзья, если меня сейчас сожрут, я совсем-совсем не расстроюсь, потому что мысленно я готова умереть в любую минуту. В общем, вот так они и стояли по колено в холодной воде, уходя все глубже в радиоактивные илы и отбивались от голодного псевдогиганта. Подводя к концу анализ аномальной обстановки, а она была сложной, я вел сам собой бурную дискуссию на тему, а не помочь ли обреченным. В самом деле, тут могли быть разные мнения. С одной стороны, кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими делами прославиться нельзя. Эту песню любил напевать небезызвестный Боров, пармен бандитского бара. И иногда я, ваш комбат, с пафосом песни был на сто процентов согласен, хотя лично Боров и был неотвратителен. Вот помогу я им, а дальше что? Да они и километры не пройдут. Как встретят такого же псевдогиганта, и повторится вся та же история. А с другой стороны, вот черный сталкер, к примеру, он же помогает нам, сталкерам, так? Ну тогда логично, что и мы должны помогать другим сталкерам. И не сталкерам тоже. Пусть не всегда, но хотя бы изредка. В общем, получается, иногда все же надо помогать другим. Этого требует что-то важное внутри нас. Надо, да. Хотя и не хочется. Ну а с третьей стороны, вот Трофим. Приятно, черт возьми, осознавать, что не будь меня и его бы умника не было. Тешит самолюбие. Мне бы знак какой-нибудь, чтобы понять, как надо поступать в данном случае, подумал я, перемалывая челюстями комжевательной резинки со вкусом спелой узбекской дыни. Не успел я додумать это пожелание до конца, как мой цепкоощупывающий каждый метр берега взгляд упал на предмет аквамаринового цвета, точнее, на укрепленный дополнительной титановой деталью угол некоего прямоугольного предмета аквамаринового цвета, который был подозрительно похож на контейнер рыбина. Тот самый, который я так настырно и безуспешно искал. Да и не один я, судя по видеозаписям Авеля. Контейнер. Цел целеханек. Лежал в кустах-зарослях мутантной череды. Рядом с ним валялся дорожный баул с какой-то надписью на немецком. Чуть поодаль распласталась, раскинув рукава, как крылья мужская кожаная куртка коричневого цвета. Как видно, разгоряченный погоня блондин стянул ее по дороге к воде, чтобы не стеснял и движений. Я вытянул шею, чтобы как следует рассмотреть, нанесена ли на бок, как в маринового чемодана, желтая аббревиатура ОМТ. Впрочем, я уже не сомневался, что это искомый контейнер. Чтобы доискаться до истины, мне пришлось приподняться и сесть на корточке, окончательно демаскировав себя. Омерзительные псины тут же засекли чужака и начали издавать ужасные звуки, которые лишь с большой натяжкой можно назвать лаем. Черно-серым, смрадным потоком они устремились к нам с тополем, брызгая ядовитой слюной. Лишь псевдогигант и блондин-культурист были настолько заняты друг другом, что не проявили к новой персоне никакого интереса. Девушка же, кажется, меня заметила. Она сказала, что это парня, но тот даже бровью не повел, может, не услышал. В напоенных отменной лирической печалью глазах девушки затеплилась искорка надежды. Если, конечно, я ее себе не нафантазировал, эту искорку. Как я уже сказал, всю эту сложную и нелишенную готической живописности картину мой мозг впитывал и анализировал долгих двадцать секунд. На двадцать первой секунде псевдогигант прыгнул с берега в воду, однако уверенности в себе ему не хватило. Все-таки тварь чего-то очень боялась. Вполне возможно, что водянки сварщика или того же жуткого веретена, которая чуть не сцапала нас с тополем на том же самом Янтарном озере несколько часов назад. В общем, мутант не смог покончить с парнем в один прыжок, не долетел он самую малость. Его удар пришелся по воздуху перед горлом противника. Я открыл огонь псевдогиганту в спину ровно в тот момент, когда мутант был готов нанести смельчаку последний сокрушительный удар. Тем самым я, кажется, невольно подтвердил мысль классика из школьной программы, согласно которой попутный ветер всегда начинает дуть в минуты отчаяния. Я знал, куда стрелять. Еще бы. Счет у кокошенных мною псевдогигантов давно перевалил за второй десяток. Похвастаюсь, пожалуй, еще немного. Этого псевдогиганта я прикончил с рекордным малым расходом патронов. Мутант рыкнул в последний раз, пошатнулся и рухнул в воду мордой вниз, подняв фонтан и брызг. Парня и девушку щедро окатило ледяным душем. Но что-то не видно было недовольства на их молодых красивых лицах. — Ничего себе, — прочувственно сказал парень, опуская нож. Эх, хотел бы я увидеть себя глазами этого блондинистого амбала. Вдруг откуда ни возьмись в самый что ни на есть критический момент из жухлых кустов жимлости появляется спаситель с автоматом наперевес. И этот святой Георгий в раз делает то, что битых нацать минут не удавалось тебе. Укладывает монстра. Девушка обрадованно вскрикнула и помахала мне рукой. Ее глаза увлажнились. Эпичность картины, правда, была несколько смазана тем, что, спускаясь к ним, я пару раз едва не упал на спину, уж больно скользкая казалась глинистая жижа склона. Тем временем свирепые и явно голодные псы, видя мою победу над огромным мутантом, малость поумерили пыл и замерли в нерешительности. Затем три особи все же бросились ко мне, но двоих мгновенно подстрелил тополь, который, напомню, все это время прикрывал мою спину. То есть, в более широком смысле следил за тем, чтобы никто не мешал мне работать. Третьего пса прикончил я. Остальные сразу же разбежались. С этими псами всегда легче, чем с псевдогигантами. Они меньше, да и трусливее. Подойдя к воде, я эффектно поставил правую ногу на задницу поврежденного голиафа, его грудь и морда были утоплены в озере, и посмотрел на парочку экзаменующих. Нет, вблизи они тоже не казались опасными. Классические туристы, отбившиеся от стада и попавшие в переплет. В крайнем случае, чьи-то еще не успевшие набраться опыта отмычки. Парень и девушка смотрели на меня со смесью интереса и недоверия. Вероятно, точно такими же квадратными глазами я намедни рассматривал свою Мисс 86 среди затканных мохом кочек касьяновых топий. Вдоволь насмотревшись на меня, они переводили взгляды на мертвого монстра, а затем опять на меня. — Здравия желаю, молодежь, — сказал я. — Может, вы едете на берег? Вода-то холодная. Суставы можно застудить. — Да, все правильно, сейчас выйдем. Я протянул парню руку, помогая ему, на вид полуживому от усталости выбраться из вязкого прибрежного ила. Затем подал руку девушке. Ладонь у нее была узкой и холодной, как у покойницы. — Что это было? — спросил парень, присаживаясь на корточке, у ступней убитого монстра. — Точнее, кто? Лишь на самый поверхностный взгляд парень производил впечатление спокойного. Вблизи же было видно, его бьет нервная дрожь. — Псевдогигант. Абориген зоны, — ответил я. На склоне показался тополь. Я махнул ему, чтобы спускался. Мол, знакомиться будем и все такое. — И что, много тут таких? — озабоченно спросил парень. — Думаю, сотен пять наберется, — усмехнулся я. А то и больше. Парень выругался. Затем еще раз, громче и злее. — Я понимал, у парня шок. Меня зовут Комбат, по профессии вольный стрелок, — представился я, перебросив грозу в левую руку и протянув блондину ладонь для рукопожатия. Но многие предпочитают называть меня сталкером. Поглядев на мою пятерню безумными глазами, блондин все же пожал ее и в свою очередь представился. — А я Иван, Иван Мартынов, телохранитель этой девушки, — блондин взглядом указал на брюнетку. — Минья Сафут Ильзе, мне есть принцессин княжества Лихтенштейн. Видно было, что девушка сильно волнуется. — Она из Прибалтики? — спросил я у парня. — По-русски не бум-бум? — Нет, из Лихтенштейна. Она принцесса. И тут меня, признаю совершенно не кстати, перегнуло пополам от хохота. — Вы чего смеетесь? — Ой, не могу. — В смысле? — не понял парень, испуганно от прянов. — Вы хотите сказать, я шел по лесу и встретил принцессу? — Зачем нам врать? — горячо сказал парень, назвавшийся Иваном. — А можно я этот человек документы покажу? Не меняясь в лице, произнесла Ильза, нащупывая что-то в заднем кармане своих понтовых кожаных брюк. Не было похоже, чтобы мое недоверие ее задело или уязвило. — Ну, покажи. И она показала. Паспорт княжества Лихтенштейн. Так, золотым по-синему и написано. — Форстентум Лихтенштейне. В графе особой отметки указано член правящей династии, младшая дочь ныне здравствующего князя такого-то. Я-то немецкий в школе учил, хоть и плохо. В общем, разобрал без труда. И охренел еще раз. Чудеса. — Так это что, тебя теперь надо звать ваше высочество, так? — Можно, нет, я разрешаю, — бросила Ильза с умилительной величавостью. Тем временем подтянулся тополь. Точнее, он уже с минуту стоял поодаль, но только молча. — Пока вы пропирались, я стишок сочинял. — Я шел по лесу, нашел принцессу. А шел бы рощей, нашел бы девушку попроще, — продекламировал тополь с ангельской улыбкой. Блондин с внешностью громилы, назвавшийся Иваном, вымученно улыбнулся. Улыбнулась эта по-своему печальная принцесса Ильза. Не то разобрала смысл стишка, не то просто за компанию со своим телохранителем. Улыбнулся и я. — Вот что тополь умеет, так это разрядить обстановку. Сколько драк в баре Лейка окончились, толком не начавшись, только потому, что рядом случайно оказался Костя. В общем, не сговариваясь, мы решили, что накормим ребят из своих запасов и немножечко обогреем. Не бросать же принцессу посреди чаще. Ну а покуда будет длиться привальная суета, я искренне рассчитывал умыкнуть аквамариновый контейнер. Умыкнуть или честно выпросить? Мне было без разницы. Надеюсь, моя искренность извиняет меня в глазах читателей. Глава двадцатая. О том, как мы усыновили двух сироток. Пока я готовил пожрать, и как только эта беспомощная парочка умудрилась протянуть в зоне три дня, Ильза суетилась, приводя себя и Ивана в божеский вид, расчесывала волосы, омывала руки, отирала с лица грязь, кровь и под носовым платком смоченным из фляги, отряхивала с одежды мусор, снимала цепкие головки чертополоха и колючие катыши лопуха. В общем, как-то очень по-женски суетилась. Глядя на ее выверенные движения, я думал о том, что она совсем не похожа на принцессу. Ведь в расхожем обывательском понимании принцессы какие? Как куклы Барби, только с титулами. А похоже на доярку с зажиточного хутора. Ильза не была худенькой, о нет. Ее печальные глаза, уже кое-как воспетые мной, подчеркивали наливные белорозовые щеки с ямочками, высокий благородный лоб, расчерченные саболинами бровями. Она была упитана, эта принцесса. Весила никак не меньше шестидесяти пяти. Ее грудь уверенного третьего размера, украшенная массивным серебряным медальоном в виде безукоризненно выполненной ни то из серебра, ни то из белого золота фигурки лесного оленя на черной веревочке, была очень даже завущей на подвиге. В общем, на роль дюймовочки я ее не взял бы. Зато взял бы на роль... Ну да, на роль королевы. Встреть я такую на улице, ни за что не догадался бы, что в жилах этой крепкой грудастой девицы клокочут крови лимфы и желчи со всей Европы, что это ее предки ходили в крестовые походы и освещали родные вымощенные брусчаткой города кострами инквизиции. Ни кокаиновой бледности, ни солдонной экзальтированности, ни врожденческого тщедушия, якобы свойственных аристократам. Иное дело Иван. Иван был типичным телохранителем. На его лице я читал, как в открытой книге, завсегдатый тренажерного зала, заядлый болельщик Спартака, читатель мужских журналов и ценитель примитивных компьютерных игр, которые в продвинутых кругах зовутся спиномозговиками, в соответствии с тем органом, который активен в процессе. По субботам у него пиво и боулинг, в будние дни телевизор с проблемами, ток-шоу на политические темы, скуловоротно скучный тип. И что аристократка Ильза в нем нашла? Пока я обо всем этом размышлял, Ильза нежно расчесывала льняные волосы Ивана, сидящего на бревне, приговаривая что-то ласковое. Судя по ее бормотанию, она очень сильно жалела атлета и переживала насчет состояния его здоровья. Нашла о чем переживать. Да этот амбал еще спляшет на наших могилах. — Вы любовники? — неожиданно для себя самого спросил я. — Не имею интереса копаться в чужом белье, но люблю во всем и всегда иметь ясность. — Нет. — С чего вы взяли? — вытаращил на меня свои голубые глаза Иван. — Так просто. — Точно-точно нет? — Да нет же, я тебе говорю. Лицо Ивана озарилось праведным гневом. Да вот только слишком нарочито озарилось. — У нас чисто платонические отношения. Год назад ее отец Бертран Адам Третий нанял меня и еще одного датчанина по имени Свен, чтобы мы охраняли Ильзу, потому что Ильзе начал строчить анонимные письма с сексуальными угрозами какой-то сумасшедший из Дюссельдорфа. — За год мы, конечно, подружились, но ни о чем таком не это речи. Но чем больше он заверял меня, тем меньше мне верилось. — Оправдывающаяся, неубедительна, — говорил один страшно древний китаец. — Понимаешь, Иван, я это спрашиваю не потому, что я такой любопытный, а потому что мне надо четко это знать. В зоне важна правда. Иван приготовился повторить свою легенду про платонические отношения, когда принцесса выступила из-за спины своего защитника и дерзко посмотрела в мои глаза. — Ты говоришь правильно. Ты имеешь много ума. Я с Иваном делать любовь вместе, потому что у нас вместе красивая любовь шесть месяцев. — А чего шифруетесь тогда? Ильза посмотрела на меня вопросительно, затем поглядела на Ивана, как бы ища поддержки. — Не понимаю, — сказала она с трогательным животным отчаянием в голосе. — Он хочет знать, почему мы скрываем наши отношения, — медленно перевел для принцессы Иван. Телохранитель скрестил руки на груди, на его нешироком лбу залегли борозды озабоченных морщин. Видно было, что он зол, как три тысячи голодных снорков, и что сейчас в разговоре со мной ему очень трудно будет удержаться от использования непечатной лексики, а дальше как зона на душу положит. Может, и со своим охотничьим ножом на меня попрет, если я на правде настаивать буду. Видимо, это поняла и Ильза. По крайней мере, она положила руку на плечо Ивана в интернациональном примирительном жесте. — Можно я еще скажу? Глаза Ильзы загорелись. — Говорите, Ваше Высочество, — поощрил ее я. Ее русский был забавным. По крайней мере, мне трудно было удержаться от растроганной улыбки, когда я слышал ее милый иностранный лепет, спутанные нити падежей, рваные пунктиры склонений. Приходилось признать, что Иван оказался превосходным учителем. За шесть месяцев постельных утех принцесса овладела языком Достоевского и Пелевина в объемах, достаточных для объяснения с русскими сталкерами в условиях, предельно приближенных к боевым. Ильза должно быть к языкам способная. Взять хоть, например, меня, дураком меня никто не назовет, но за шесть лет уроков иностранного языка в средней школе и за полтора года в универе я продвинулся в немецком разговорном, родном языке Ильзы, ненамного дальше идиотского «их бен безухин, он безносен». Хотя читать всякую полезную фигню вроде маркировок на ящиках с оружием и боеприпасами я вполне могу. Какой-нибудь «швере машинен гэвер» меня в тупик не ставит. Почему? А потому что способностей к языкам у меня нету. А может и потому, что с немками романов я никогда не крутил. Тем временем Ильза объясняла. «Мой отец, его зовут Бертран. Думать, я выйду замуж с Максимилиан. Принц Макс есть потомок, король Баварии Людвиг». Видно, эти редкие русские слова девушке приходится буквально выковыривать из глубины памяти. «Прямой линия, прямой потомок». Несмотря на своеобразие речи Ильзы, я начал понимать коллизию. «Короче, Макс родовитый, знатный и богатый. Макс иметь банк денег, еще иметь большой кусок в такой фирме названия Майбах». «Майбах?» «Майбах и столь». Я показал Ильзе выставленный в жесте искреннего восхищения большой палец. «Оно, конечно. Трудно будет, деточки, убедить папу князя в том, что выходить замуж надо не за Макса, этого прямого потомка баварского короля, у которого свой банк и доля в Майбахе, а за Ваню Мартынова, пацана из Южно-Сахалинска, на карточке которого лежит три тысячи единиц, скопленных на черный день. Небось, с каждой зарплаты на Фольксваген откладывал. И все имущество которого умещается в чемоданчике величиной с тот аквамариновый контейнер, что по-прежнему отдыхает под сенью раскидистой череды. «Если мой отец сказать, что мы с Иван любить, отец кричать!» «Да ладно! Покричит и перестанет!» Попробовал подбодрить девчонку я. Ильза мне нравилось. Что-то в ней было правильное, настоящее, как в самых лучших из наших соотечественниц. «Отец кричать, а Максимилиан может другое делать. Еще хуже, нанять много человек. Человек стрелять в Иван, Иван умирать!» Ильза трагически всхлипнула. Я, понимающий, кивнул. Суперечь сказкам о врожденной интеллигентности европейцев, я не сомневался в том, что этот самый потомок Максимилиан, который сам, возможно, не кушает мясо животных и не способен зашибить тапком таракана, располагает всеми средствами и достаточным желанием, чтобы сделать из русского гастарбайтера Ваня Бифстроганов по-Лихтенштейнски. «И что вы будете делать?» — спросил я. «Не то, чтобы это имело какое-то отношение к нашу с Тополем путешествию. Просто любопытно стало. Сначала мы будем молчать, а потом я буду такая здоровая, а деньги мой отец мне будут насрать». Как ни старался я удерживать серьезные выражения лица, но когда Ильза дошла до денег отца, на которые насрать, меня уже в который раз за день взорвало хохотом. «Плохо сказала?» Я и слова не мог вымолвить, мною словно бес какой-то овладел. «Неправильно слово», — трагически взломив брови, переспросила Ильза и обернулась к Ивану. Но Иван тоже хохотал, в изнеможении присев на корточке. Тополь тот вообще лег на спину и задрал ноги, мотыляя ими в воздухе, будто крутил педаль велосипеда. Эх, какое счастье, что мимо не пробегала десятка зомби или пара псевдогигантов. Бдительности нашего коллектива было ноль. Ильза беспомощно хлопала своими голубыми глазами, глядя на нас, как на врагов. Так продолжалось минуты три, пока до меня не дошло, что за хихоньками и хахоньками я едва не упустил из виду главное. «Ты сказала, что будешь здоровая, а сейчас ты какая? Больная?» Некоторое время Ильза стояла передо мной молча, сосредоточенно покусывая губу, как видно решала, стоит ли говорить мне правду или нет. «Я больная». «Диагноз?» «Болезнь Милна». «Извини, но я в медицине профан полнейший. Это как болезнь Паркинсона, только еще опаснее». Прокомментировал Иван, насупившись. «Что-то там делается с клетками мозга. Деградируют они, что ли? В общем, сами себя атакуют и умирают. Это лечится?» «В общем-то, болезнь неизлечима». Иван опустил голову и стиснул виски пальцами. «Но доктор Севариан, он давать нам надежду», — взволнованно заявила Ильза. Лицо ее сияло светом невечерним. Видно было, что в душе у нее действительно светло. Одухотворенное лицо принцессы Лихтенштейнской выглядело особенно выразительным на фоне мрачного ельника, который конвоем стоял вокруг нашей поляны. Если же дополнить картину рубиновым сиянием, которое каменное небо вдыхает, казалось, в каждую частичку воздуха, то вы поймете, что в зону людей зовут не только деньги. Есть в зоне свое волшебство, и в такие редкие мгновения ты понимаешь, что оно дороже золота. Когда я садится в вертолет, Севариан говорит, что интуиция, у него интуиция про мой, моря, голова, что голова будет хорошей, здоровой. Постой-ка, садится в вертолет? Это было давно? Я имею в виду, это ваша посадка в вертолет. Три дня назад, сказал Иван. Собственно, раз уж мы решили рассказать вам все на чистоту, то это самое важное. Доктор Севариан, лучший специалист по редким патологиям мозга. Те два случая излечения от болезни Милна, которые на сегодняшний день известны науке, произошли у людей, которых Севариан курировал лично. У него есть установка церцея, облучающая мозг. От нее весь эффект. Вот к нему-то мы и летели. Ты хочешь сказать, у этого твоего доктора клиника где-то здесь? Да, я это хочу сказать. И что он тут сидит, как доктор Айболит из детского стишка, а к нему со всей зоны приходят лечиться и коровы, и волчицы, а из людишек коллег прямо очередь стоит? — Может, это новый псевдоним болотного доктора? — хмыкнул Тополь. Я кивнул ему, улыбнувшись, дескать, слышу, шутку оценил, и выжидательно поглядел на Ивана. — Сомневаюсь насчет очереди, — ответил тот. — Севариан вообще-то лечением не занимается, он ученый. — А почему этот ученый лечит вас, будто он врач с практикой? Севариан сделал исключение для дочери здравствующего лексимбургского монарха господина Бертрана Адама Третьего. — Какой популярностью, оказывается, пользуются в зоне центральноевропейские монархи, — заметил я. — С каждым новым поворотом сюжета, история, которую рассказывали Иван и Ильза, все больше походила на сценарий слезливого японского мультика, какие с утра до ночи крутят по этому идиотскому каналу Феллинг. Все шлюхи в Лейке и ее окрестностях от этого канала без ума. Отстрочила смену и смотреть про идеальную любовь на райском острове среди цветов, птиц и тропических фруктов, похожих на интимные женские органы. Так вот, Ильза и Иван будто вывалились в зону из какого-то мультика в стиле аниме. Он бедный воин, она богатая принцесса, но любовь выше сословных различий. Влюбленные собираются бежать, но тут выясняется, что она смертельно, неизлечимо больна. Излечиться же она может, лишь если ее отец, который категорически против брака с голодранцем, даст бедняжке денег. А ведь наверняка одного телефонного звонка мало для того, чтобы задобрить этого загадочного доктора Севарена. Тут надобно еще мешок, наличмана крупными купюрами. Зрители рыдают, наблюдая за злоключениями наших героев. Сталкер-комбат практически тоже... хех... рыдает. Я не успел облечь свой сарказм в упрек, но, как видно, мое недоверие было написано у меня на лице, потому что Ильза подошла ко мне на расстояние вытянутой руки, наклонила голову, вцепилась пятерней в свои шикарные волосы цвета вороного крыла и одним махом сдернула их со своей головы. Аббанамат! Под париком разовел такой беззащитный, такой нежный девчоночий череп, покрытый редкой стерней трехдневной небритости. Но главное, череп рассекал длинный уродливый шрам, который шел почти от самого лба до самого затылка. Шрам был свежим, розовым, чуток припухшим. Одного взгляда на него мне было достаточно, чтобы больше не цепляться к Ивану и Ильзе со своим ферменным скепсисом. Похоже, ребята не врали. А если и врали, то в малозначительных мелочах. Послушайте, вдруг осенило меня. А что, если мы сейчас вернемся в ту лабораторию, с которой вы вылетели несколько дней назад? Пойдем к этому доктору Севарену, попросим ему связаться с отцом Ильзы, с этим Бертраном Адамом Третьим. Пусть бы выслал за доченькой какой-никакой вертолет, ведь это гораздо проще, чем тащиться до самого периметра через поля аномалий, между делом воюя со снорками, кровососами и псевдогигантами. Как вам моя идея? Это не есть идея, это есть фантастика, угрюма произнесла Ильза. Почему? Нам никогда не найти ту подземную лабораторию. И Севарена не найти, объяснил Иван. Постойте, но вы же один раз их уже нашли. С нами был один человек. Его фамилия Вуч Борзенковский. Он, кажется, поляк, а может и немец. Хрен разберешь. На обоих языках он говорил очень бегло. Когда мы прилетели, он велел пилоту посадить вертолет на замаскированную площадку. Я бы никак не отличил ее от обычной поляны. Мы сели. Затем люди доктора Севарена приехали за нами на бронетранспортере. Вуч Борзенковский представил нас. Мы влезли в салон, и нас куда-то повезли. Ехали мы довольно долго, вероятно, лаборатория располагалась вдалеке от вертолетной площадки. Впрочем, непонятно, каково на самом деле это расстояние. Возможно, мы ехали с очень невысокой скоростью, но к тому же два раза имели место боестолкновения. Иван примолк, как бы припоминая подробности. Я знал это состояние, когда воспоминания словно гипнотизируют тебя. Что еще за боестолкновения? Ты сам-то в бою участвовал? Нет, мне же нельзя было. Я должен был охранять Ильзу. А люди Севарена, много их погибло? Не знаю, может, один человек, может, десять. Они же на броне ехали, а мы внутри. Ну, а где находится лаборатория, ты хоть рассмотрел? Меня сжирало любопытство. Мне нравилось думать о себе, как о человеке, который знает о зоне все. Нам завязали глаза, и мне, и Ильзе. Серьезные ребята, я покачал головой. Но где теперь ваш проводник, этот, Вуч, поляк? Да где-где? Где и все. Погиб, когда вертолет упал. Выжили только мы двое. И то чудом. Ясно, что ничего не ясно. Тополь, сидящий рядом со мной, меланхолически насвистывал. Ильза и Иван сидели напротив. Мы дали им по кружке с гороховым супом. Каждый второй остряк в баре Лейко называет этот суп музыкальным. И по пирожку с капустой. Все это они с большим аппетитом схарчили. Видно было, что в предыдущие дни судьба их дармовым супчиком не баловала. Я раздумывал, чем бы таким подсластить жизнь бедняжки Ильзи, которая была вынуждена сушить мокрую одежду прямо на себе. Небось, не тому учили ее мамки и няньки княжеского дома Лихтенштейнского, когда Иван решительно встал со своего бревна и, волнительно глядя на меня из-под насупленных бровей соломенного цвета, заявил «Константин, комбат, вы должны нас спасти». Мы с Тополем переглянулись. Чего-то такого и следовало, конечно, ожидать. «Ну, во-первых, ничего мы никому не должны», — спокойно начал я. «Конечно, нет. Должны, я сказал, по привычке. Эта привычка очень легко приобретается, когда говоришь от имени принцессы. В общем, мы с Ильзой просим вас нас спасти». «Но мы вас уже спасли от псевдогиганта», — сказал я тоном наивной студентки-первокурсницы. «Разве нет?» «Я имел в виду, что вы должны... то есть, извините, что мы просим вас вывезти нас отсюда». В голосе Ивана слышалась мольба. «За пределы зоны», — уточнил я. «Именно. И куда же вас вывезти?» «В любой ближайший аэропорт, в Киев, можно в какой-нибудь райцентр, да куда угодно, где нет этих аномалий и не слоняются мутанты». Голос мужественного Ивана дрожал очень немужественно. «Мой отец Бертран иметь большие деньги. Он будет заплатить, много заплатить, сколько вы скажете», — встряла Ильза. Говоря так, она неотрывно смотрела на меня, будто решение принимал я единолично. «А если мы скажем миллион?» — ехидно поинтересовался Тополь. «Нет, миллион он не будет заплатить, серьезно», — сказала Ильза. «Когда-то давно плохие люди меня украдать, из школы просили миллион. Отец не давать, плохие люди меня бросать в гараже, веревки везде, в руках, в ногах, рот закрытый с тряпками. Но мне повезло, потому что они могли убивать меня, но полиция нашла через два дня». Да, пришлось девчонке в жизни натерпеться. То киднепперы, то сексуальный маньяк со своими письмами, если, конечно, верить легенде появления Вани в ее жизни. А какие основания не верить? Потом еще эта болезнь неизлечимая, теперь зона. Книгу можно писать. «Фройляйн, Ильза, принцесса трагической судьбы. Будет пользоваться спросом, или, по крайней мере, гарантирует посмертную народную любовь». «А сколько, по-твоему, твой фаттер заплатит?» «Сто тысяч. Это заплатит». Мысленно я сказал «Ого», но виду не подул. «В принципе, неплохие деньги. За них можно чуток и поработать, особенно если...» «Сто тысяч неплохо, но я бы хотел чуть-чуть подстраховаться». «Что это значит — подстраховаться?» — встревоженно спросила Ильза. «А вдруг мы выведем вас за периметр? Пойдем вместе в ближайшее кафе пить чай. А пока будем ждать официанку, вы с Иваном отпроситесь как бы в туалет, а сами сядете в такси и, поминая, как звали, ни денег, ни принцессы с ее русским телохранителем Иваном. И буду я потом полжизни интервью для желтой прессы давать на тему, как я вывел из зоны принцессу Лихтенштейнскую и получил за это мужской половой член». Тополь одобрительно хмыкнул. Иван тоже улыбнулся в полрута. «Одна Ильза, похоже, не разобрала, в чем соль этой грубой шутки. А может, как это у них, у аристократов водицы, сделала вид, что не разобрала, дабы не уронить свое высочайшее достоинство?» «Ты как-то собираешься подстраховаться?» — спросил Иван. «А ты пообещай мне, вон тот контейнер, который в череде лежит». Я указал пальцем в сторону аквамаринового чемоданчика. «Контейнер? Зачем он вам?» — спросил Иван испуганно. Он явно был в непонятках. «Про этот контейнер мне говорил один постоянный клиент, его зовут Хуарес». Темпераментно врал я. Он говорил, если я, случайно прогуливаясь по зоне, увижу такой контейнер и принесу этот контейнер ему, то его благодарность будет настолько велика, что он подарит мне свой старенький Харлей Дэвидсон, на котором я смогу ездить в ближайший поселок Хорошего, чтобы навещать любимую бабушку. «Так ты не против?» Иван ответил с опозданием, словно бы решая сложную моральную дилемму. «Помнишь, я тебе говорил про поляка Вучбордзянского, который был нашим проводником?» Я пожал плечами. «В том смысле, что помнить-то помню, да только при чем здесь он?» «Так вот он не сразу умер, когда вертолет разбился». Иван опустил глаза. «После катастрофы я его из вертолета выволок. Первую помощь оказал. Пытался что-то для него сделать. В общем, перед тем, как умереть, Вучбордзянковский открыл наручники, которыми этот контейнер был пристегнут к его левой руке, и взял с меня обещание, что я никому, никому этот контейнер не отдам до самого Вадуца». «Вадуц?» «Это где-то возле Житомира?» «Вадуц есть такой столица. Столица — мое княжество», — сердито объяснила Ильза. «По географии у меня всегда была тройка с вожжами. Ну а в Вадуце с контейнером будет что? Вадуце я должен буду позвонить человеку по имени, кажется, Смит. Да, его зовут Джон Смит, и он этот контейнер заберет. И взамен этот самый придуманный Смит даст тебе денег». «Нет же, клянусь, ни о каких деньгах речь не шла. Речь шла о том, чтобы оказать услугу умирающему человеку, Вуч Борзенковскому». «Фух, ну раз так, раз о деньгах речь не шла, раз этот контейнер вообще не твой, и его настоящий владелец или курьер трагически погиб, ты имеешь все моральные основания отдать этот контейнер своему спасителю Камбату, который распорядится с ним самым наилучшим образом». «Но как-то неудобно». «А тебе удобно оставить меня без Харли Дэвидсона? Ты думаешь, нам с Тополем будет легко провести двух лишних взрослых людей через леса и поля, кишащие псами, зомби, химерами, снорками, полтергейстами, псевдоплотями и вашими любимицами, псевдогигантами? А ведь нам придется не только охранять вас, не только следить за тем, чтобы вас не смел в говно говиконцентрат, и чтобы насмерть не укатала каруселька, но и кормить вас, не доедая, между прочим, самим, и устраивать на ночлег в этих веселых местах, присматривая, как бы вас ночью кровососы не высосали до самого донца». Я украдкой бросил взгляд на Ильзу. Ее глаза светились незапамятным ужасом, подействовало перечисление несчетных опасностей зоны. Иван молчал. Было понятно, он еще не принял решение. Я посмотрел на часы. Из-за этих сирот мы с Тополем потеряли уже полчаса. Скоро, пожалуй, смеркаться начнет, а мы еще не дошли до места ночевки. И идти до него еще долго. Можно было, конечно, заявиться в лагерь ученых, они люди добрые, пустят, но я видел минимум семь причин, по которым этого в сложившихся условиях лучше не делать. Я понял, что пора поднажать, тем более, что Тополь, все это время изображавший моего смиренного подчиненного, подавал мне глазами красноречивые знаки. «Ну что?» «Да что-то...» — раздраженно буркнул Иван. «Что непонятного-то? Последняя воля покойного. Покойный велел...» «Что ты заладил? Покойный, покойный...» «Ты же взрослый человек, должен понимать, что покойный — это по определению тот, которому с прибором положить на все, кроме покоя, в том числе на свою собственную последнюю волю». «Что ты имеешь в виду? Нормальных покойных, за гробом такая фигня, как какие-то контейнеры, интересовать не должны». «А что их, по-твоему, должно интересовать?» «Если они попали в рай, то должны думать, где бы раздобыть самоучитель игры на арфе и тексты псалмов на греческом, которые им придется исполнять во славу Господа на подпевках у хора ангелов». «А если в ад?» «Тогда должны думать, сколько денег надо занести ближайшему надзирателю с рогами и вилами, чтобы он переставил твой котел с кипящим маслом поближе к кондиционеру». Иван вымученно улыбнулся. «Это был обнадеживающий признак. Я усилил натиск. А если твой покойный вдруг объявится, чтобы предъявы тебе предъявлять, посылай его прямиком ко мне. Я такое количество нежити в своем веку угандошил, что одним меньше, одним больше. Иван улыбнулся уже смелее, и мы ударили по рукам. Ильза кивком благословила сделку. Что там ни говори про равноправие влюбленных в свободном союзе. На деле никакого равноправия нет и в помине. В союзе Ивана с Ильзой главной была, конечно, Ильза. «Только... Только имей в виду, ты получишь контейнер, когда мы вместе выйдем из зоны». «И не раньше», — попробовал проявить твердость Иван. «Мне это надо для надежности». «Да, пожалуйста». Буду только признателен, если три дня до периметра нести эту дуру будешь ты. На то мы порешили. Глава двадцать первая. Охотники за удачей. Мы вышли к бару, когда была уже глухая ночь. Последний отрезок пути нам с Тополем пришлось проделать с фонариками в руках. Тополь шел первым, я замыкающим. Иван и Ильза уныло тащились между нами. «Ослов и ученых в середину», — требовал Наполеон во время своего египетского похода. Иван и Ильза были нашими учеными-ослами. Изредка мы с Тополем переговаривались не только тихонько по рации, но и в голос, в основном для того, чтобы подбодрить наших спутников. Иван, несмотря на свои литы, будто украденные с картинки в бодибилдерском журнале «Мускулы» и квадратную челюсть супергероя, был истощен и нервно, и физически. Выносливости ему явно не хватало, как, кстати, и многим красавцам-качкам. Но, если не судить строго, а я всегда был снисходителен к людям, почти как какой-нибудь Франциск Осиский, истощение Ивана можно было понять. Уж очень много дерьма вылилось на их с Ильзой голову в последние дни. Принцесса держалась молодцом, ни ныла, ни конючила, не просила сделать привал через каждые двадцать минут. Диковинное дело. Уж я-то знаю, что такое бабы-туристские. Эти доведут до помешательства самого твердолобого проводника своими сжиманными страхами, идиотскими просьбами, соображениями и мнениями по поводу того, куда сворачивать, как действовать, с какой частотой дышать. Так вот, ничего такого Ильза нам не предъявляла. Хотя принцессе вроде как положено. — Ты там это... Смотри повнимательней, — наставлял я Тополя. — А то у меня датчик аномалии что-то барахлит. Надо бы элемент питания сменить. Насчет барахлящего элемента питания я немножечко лукавил. С моим датчиком аномалии можно было сбегать до ЧАЭС и обратно. Однако в данном случае лукавство было необходимым. Не то чтобы я не верил в Тополя, просто боялся, что от усталости он что-нибудь ненароком пролюбит. В конце-то концов, кто из нас был ранен в голову на речном кордоне? По счастливой случайности, хотя допуская, что так специально устроили хозяева зоны, плотность аномалии к западу от бара была сравнительно низкой. Скажем, если не быть совсем уж вороной, напороться на что-то по-настоящему серьезное довольно трудно. Вдобавок, в начале года добрые люди провесили от бара вешками тропы аж по километру каждая. И очень даже неплохо за ними следят. В смысле, после каждого выброса переставляют вешки, сообразуясь с дрейфом аномалии. Но в том-то и опасность. Ведь ничто так не расслабляет, как ощущение безопасности. А когда ты расслаблен и забываешь о смерти, которая крадется за тобой по зоне на цыпочках, выключив свой портативный фонарик, жди беды в любую минуту. Тут даже самая махонькая аномалька убить может. Поэтому, когда мы оказались возле ворот бара, у меня гора упала с плеч. «Ох, сейчас как подлечимся певцом!» — мечтательно воскрикнул я, глядя прямо в ближайшую камеру наблюдения. Темненьким, ирландским, бархатным. «Ты как хочешь, а я, пожалуй, возьму себе кровавую мэри». «Какая пошлость, Константин Алексеевич!» — притворно скривился я. «Нет бы заказать новомодный какой-нибудь коктейлище вроде «Сладкий и гадкий» или «Ночи в стиле буги». Вот это я понимаю». «Не, мне с водкой чего-нибудь хочется. И чтобы табаско на языке полыхал. Как сказал неизвестный классик, «Солнце светит ярче и веселей пейзаж, когда плещется в желудке и Ц2Н5ОН». Я осклабился. «Сам сочинил». «Куда мне? На стене сортира в баре «Шти» когда-то прочитал», ответил Тополь. «Да, целая эпоха с этими «Штями» ушла. Эпоха героев, эпоха по-настоящему безбашенных пацанов и их верных без промаха стреляющих под рук. Я с удовольствием погрузился бы в воспоминания юности, пока аппаратура нашей рожи отсканирует, пока система нашей рожи идентифицирует, пока главная охрана эту идентификацию утвердит, пройдет минут пять не меньше, если бы Ильза, которая стояла позади меня, вдруг не тронула меня за плечо». Я обернулся. Лицо принцессы Лихтенштейнской было взволнованным. «Куда мы приходить теперь?» спросила она низким охрипшим голосом. «Это бар, Ильза, заодно и как бы мотель, гостиница для своих, мы там переночуем». «Там живут плохие люди?» поинтересовалась Ильза. «Почему ты думаешь, что они плохие?» Ильза хлюкнула носом и сделала правой рукой эдакий скругляющий обобщающий жест. Она явно желала привлечь мое внимание к спиралям колючей проволоки, к трехметровому забору и хищным мордам пулеметов, ко всему тому, что создавало неповторимое очарование здешнего архитектурного ансамбля. Я кивнул. Ее мысль я понял. Она всего лишь хотела сказать, что хорошие люди живут обычно не так, а как? Наверное, так, как в родном княжестве Лихтенштейнском. Вместо концертина живые изгороди из лавровишни, остриженные как-нибудь этак, по-особенному, с верхушками в форме набегающих волн. Вместо пулеметов расписные и глазурованные горшочки с красной геранью. Вместо оборудованных огневых точек скамеечки, садово-парковая скульптура, всякие гномы с кирками, всюду тесно вымощенные камнем дорожки, фонарики и прочие шоколад-мармелад. Не бойницы, но опрятные до тревожащей прозрачности вымытые альпийские окна, высокие, с закругленным верхом. Вместо уходящего вниз бетонного пандуса, опрятные крылечки. В общем, я там у них бывал однажды, еще студентом, и все это видел. Они неплохие эти люди, наконец-то пояснил я для Ильзы. Нормальные по местным меркам. Я был уверен, что из моего объяснения она разберет в лучшем случае только слово нормальные, а про местные мерки не разберет. Так и произошло. Принцесса улыбнулась, приободренная моими словами, и всем своим видом выразила готовность налаживать партнерские отношения с нормальными по местным меркам людьми. С той стороны периметра, если верить поговоркам, все дороги ведут в Рим, а в Риме к шлюхам. А в зоне все дороги ведут к бару на дикой территории, хотя шлюх в баре, считай, и нету. Ну, то есть, они, конечно, были, когда-то, давно, но теперь носят, как сказал бы какой-нибудь профессор добровольцев, несистематический и случайный характер. Начать с того, что официанток, которых когда-то отбирали исключительно по двум критериям величина бюста и сговорчивость, уже давно заменили официанта мужеского пола. Логика хозяев проста, меньше доступных баб, меньше пьяных драк. С другой стороны, в баре и прилегающих к нему комнатах часто останавливались туристы, а значит, и туристки. Ясенпень в первые же часы в зоне туристам и туристкам наглухо сносила башню, а потому, едва только добравшись до безопасного места, они не жалели денег на то, чтобы избавиться от всего, что осталось в них святого после сноса этой самой башни, я имею в виду от ума, чести и совести. На практике это значило, что кое у кого из мужчин в баре появлялась надежда на свой маленький кусочек страсти, а значит, вместе с надеждой появлялась почва для пьяных драк. я лично уже давно не наблюдал в баре никаких разборок, так пару раз в месяц табло кому-нибудь поднесут и тишина. Разве это драки? Вот в штях после финальной игры чемпионата мира по футболу, когда Россия с Украиной сыграли в основном времени три-три, сломали шесть челюстей и десять ребер. Между тем, мы вчетвером вошли в так называемый предбанник. Там нас долго обыскивали, повторно сканировали, расспрашивали какие-то совершенно незнакомые мне, мне, завсегдату этого места, с две тысячи мохнатого года, люди. Но затем нас все-таки пропустили, хотя и, как мне показалось, с неохотой. Сказать, что в общем зале был аншлаг, значит, ничего не сказать. Народ сидел так тесно, что за некоторые столы не втиснулся бы даже смазанный вазелином дистрофик. Многим выпивохам вообще не хватило сидячих мест, и они стояли, поставив бокалы с пивом на квазиподоконник. В общем зале имелись и квазиокна, нарисованные на стене художником по имени Сеня Питерский. У барной стойки народу было столько, что сомкнутые спины сидящих образовывали нечто вроде живой изгороди, не имеющей разрывов. За стойкой стоял мой приятель неразлучник, всегда идеально подстриженный и выбритый молодой человек в белой рубахе и галстуке бабочки, похожей на ведущего молодежной передачи с провинциального телеканала. Хозяин бара взял неразлучника совсем недавно, полгода назад. Переманил из табуна отмычек знатного наставника молодежи по кличке Тимур. Я сразу понял, парень он неплохой, не трус, не подлец и не стукач. Неразлучник тоже питал ко мне нечто вроде симпатии, особенно после того, как я помог ему отмазаться от одного гнилого дельца. Его обвинили в мелкой краже, а я был единственным, кто подтвердил его алиби. Это было легко. У меня была видеозапись. Меня вообще бармена почему-то любит. Как видно, чует постоянного клиента. Вот в чем он негодяя не признавался, так это в том, кто и при каких его таким оригинальным прозвищем, в котором мне мерещилось что-то утиное, ведь есть же, кажется, в природе утки-неразлучницы. Поймав усталый взгляд неразлучника, я помахал ему рукой. Тот тоже поприветствовал меня и сделал извинительный жест, мол, видишь, что творится, просто физически не могу уделить тебе внимания. Я тоже жестами показал ему в ответ, вижу, скорблю вместе с тобой. В общем, я принялся искать глазами свободный столик. Мне-то что, я в конце концов и стоя выпить могу. А вот Ильза, не то чтобы целый столик, но один свободный квазиподоконник рядом с окном, на котором была нарисована улица современного индустриального города, плотно уставленная малолитражками, я заметил. Уже кое-что. На подоконник можно будет поставить и тарелки, и бокалы, на него можно будет навалиться всей тушей, поочередно давая отдых то левой, то правой ноге. Да-да, в точности так, как делает стоящий за соседним столиком, в пол оборота ко мне сталкер Кабул. Не первый сорт, но что делать? Может, потом кто-нибудь отправится баеньке, и мы всей честной компании наконец усядемся. Кстати, насчет баеньки. Тему ночлега, с усталым вздохом подумал я, тоже надо будет обсудить с неразлучником. Ночлег в комнатах, прилегающих к бару, стоил нереально дорого. Мне говорили люкс в семизвездочной гостинице в Объединенных Арабских Эмиратах с мини-баром, тапками, халатами, дуроскопом во всю стену, которую можно выбросить из окна, и это входит стоимость номера, с массажным креслом и прилегающий ко всему этому горничный солнечных Филиппин, который можно отодрать прямо на ее пылесосе, это тоже входит в стоимость номера, и тот стоил дешевле, нежели кунура по величине чуть больше, чем гроб в подвалах нашего дорогого бара. Впрочем, то в каких-то там Эмиратах, а это в зоне, в самом ее сердце. Кому такое статус-кво не нравится, может бежать в припрыжку за билетами Киев-Дубай. Идемте, пожалуйста, вон к тому окну, опередил меня Тополь, который, как обычно, просто прочел мои мысли. Неужели придется ужинать стоя, я, честно говоря, с ног падаю, со странной смесью заносчивости и острой жалости к себе заявил Иван. Да уж придется, по крайней мере, пока кто-нибудь не отправится на боковую и не освободит нам столик. Пока мы шли через весь зал к нашему подоконнику, все, кому было не лень, пялились на Элизину задницу, туго обтянутую кожаными штанами. Ну и ясное дело, на ее изрядный бюст, ничем особенно мне обтянутый, но все же явственно контурирующий под бесформенной армейской курткой, снятый, как видно, с какого-то из погибших при крушении вертолета. Как ни странно, Ильза была в баре не единственной женщиной. За столиком под старинными часами, которые мы с Тополем обычно предпочитали для своих возлияний, щелкала клювом американская туристка лет по виду типичная разведенная тетка-феминистка, решившая доказать всем, начиная со своего бывшего мужа сил смена, что он потерял натуральное сокровище и что на нем белый свет клином не сошелся. Судя по бицепсам, American Woman была в безрукавке желтого цвета, тетка была в отличной спортивной форме, причем тренировалась явно по мужскому типу. Я так и видел ее таскающей гантели, толкающей штангу и приседающей с утяжелениями. Тетка строила глазки сидящему напротив нее дедку лет шестидесяти, такому же спортивно-состоятельному туристу и такому же американцу. Оба были на кочерге, в бокалах у обоих плескался скотч. И я готов был поставить тысячу единиц на то, что этой ночью они будут делать любовь в стиле женщина-ковбой на старом коне, том самом, что борозды не испортит. В плане красоты вульгарная немолодая американская тетка не могла составить никакой конкуренции нашей центрально-европейской крале Ильзе, свежей, пухлявой и невыразимо печальной. В целом мужчин, завсегдатый в бара, похотливо пялищихся на Ильзу, можно было понять. Я кинул взглядом помещение. Батюшки, еще одна баба оказалась в моем поле зрения. Возле барной стойки маячила сердцеобразная попа профессиональной красавицы Снежаны, бывшей девушке, читай содержанки, отличного сталкера шляпы, а до этого бывшей девушке так себе сталкера Центуриона, а до этого бывшей девушке недосталкера Балбеса, а до этого с ней одновременно встречались сталкеры-новаторы Фриц и Журба, изобретатели самого безопасного маршрута через уровни, существование которого я лично не верю. Поговаривали, Снежана успел познать в библейском смысле даже Дима Шухов, а после того еще и легендарный Семецкий. Снежана выглядела на 25, хотя на самом деле и было не меньше 40. Под выпившей шляпой как-то клялся, что Снежана мол всегда носит с собой артефакт мамины бусы, добытой для нее когда-то кем-то из классиков жанра, не то лесником, не то химулем, еще до его знакомства с той самой Динкой, звездой отечественного телевизионного стриптиза. А эти самые бусы, как известно, замедляют течение времени, а значит и процессы естественного биологического старения. Не знаю кому как, а мне было совершенно все равно, что и как Снежана себе там замедляет, и вообще мне было плевать, как она выглядит, хоть бы даже и на 16. Главное, я знал, знал, что ей 45, и даже не в цифрах дело. Важнее вот что, в постели Снежаны перебывали все, ну просто все мои знакомые, и это давно уже не постель, а привокзальная забегаловка, схлопающая на ветру входной дверью. Это снижало мой интерес к Снежане практически до нуля. Членствовать в клубе мужчины Снежаны Николаенко, что может быть тупее? К счастью для Снежаны не все мужчины были такими привередными. Рядом с ней сидел молодой Кент по прозвищу Финн. Иногда его называли Финником. Невероятно худой, вертлявый и острый на язык парнишка лет двадцати трех. Финн приобнимал Снежану рукой за талию и рассказывал ей на ушко анекдоты. Он играл ее пергидрольными локонами, время от времени просил неразлучника подбавить ликера в ее рюмку и вообще выглядел как классический влюбленный идиот. Мне, кстати, было не совсем понятно, как Снежана оказалась в баре. То ли Финна посетила классная идея показать своей новой девушке как размножаются снорки, то ли Снежана закадрила или решила закадрить кого-то из группировки Долг. Это им, крутым парням из Долга, принадлежал бар. И для того она просилась в гости, а тут случайно подвернулся этот малолетний Финн. Зная Снежану, я мог поверить во что угодно, в том числе и во все это сразу. Я оставил всю свою компанию возле подоконника и, улучив момент, когда возле неразлучника образовалось что-то вроде разреженной области, опрометью бросился к барной стойке. Я хотел сделать заказ и договориться о ночлеге. Для меня литр моего любимого Гиннесса? Нет, сразу два. Для Тополя сегодня кровавую Мэри. Лучше тоже сразу две, знаю я его. Для рамочки блондина Крушовица хватит с него и пол-литра, а для девчонки стакан красного французского вина, налей-ка в самый лучший бокал, если можно. Я не ослышался, брат. Красного французского вина? Переспросил неразлучник, тараща на меня свои живые глаза. На моей памяти через бар ни одной бутылки красного французского вина еще не прошло. Ну, давай тогда обычного красного вина. Какое там есть, чилийское, может? Я заинтересованно сощурился на батарею призывно мерцающих бутылок за спиной неразлучника. Чилийское? Не смеши меня. Ты еще австрийского попроси, гурман хренов. Красного вина вообще нету никакого. И не было. Так что будь проще. И тогда бармены в моем лице потянутся к тебе. И имеется вот ликер кофейный. Я его специально для телок держу. Тогда давай ликер, если других вариантов нет. Может хоть шампанское? Я уже представлял потерянную гримаску, которую скроит Ильза, когда я принесу ей эту бурдень под названием ликер, пахнущий химией и дешевым борделем. Шампанское где-то была бутылочка, неразлучник порылся под стойкой и наконец выудил оттуда затянутую пылью бутыль классического советского полусухого. соломенно-желтого пойла, но все же готов признать за ним и некое благородство и некую советскую чувственность в духе моей ненаглядной мисс 86 и заслуженное десятилетия имеринаме отечественного баба-укладчика номер один. В общем, я заказал шампанское. Про цену этой бутылки я, как обычно у неразлучника не спросил, верный своему собственному амплуа мужика, который денег не считает. Но про себя подумал, что коллекционные бургундские вины наверняка стоят в десятки раз меньше, чем этот вот шедевр полудохлого крымского виноделия. Что ж, в таких местах как бар трудно рассчитывать на умеренные цены. Неразлучник как следует протер бутыль полотенцем и поставил передо мной. Я просиял ему в ответ. Затем я заказал нашей потрепанной банде сытный ужин, каждому по салату оливье, фаршированному черносливом к куриному бедру и по миске куриного супа. Готовили в баре неважно, меню было куцем, и я приготовился к худшему. Но, когда я расплатился за заказ, оставив неразлучнику отменно щедрые, даже по здешним меркам, чаевые, тут ведь и самые жадные суеверия сует бармены лишние купюры, пусть зона и ее хозяева видят, какие мы на самом деле щедрые и бескорыстные. Я перешел к главному. Я перегнулся через барную стойку пальцем, подзывая неразлучника наклониться, мол, музыка мешает, и сказал, нам бы две комнаты на сегодня. Веришь, комбат? Ничего. Как другу тебе говорю? А если хорошо подумать, я сделал в воздухе, потирающий жест большим и указательным пальцем правой руки, словно бы невидимую купюру помусолил. Даже если хорошо подумать, брат, ты видишь вообще, что творится? Вижу. И все-таки всем своим видом я показывал, что от намеченного не отступлю и не сдвинусь с места, пока мой вопрос не решится положительно. Все занято, брат, ну пойми же ты, склад и тот занят. Его зарезервировали ученые, они последними пришли, видишь, возле окна, где пруд нарисован стоят. Так там, на складе даже отопления нет. Как в склепе холодно. Вон, вон, туда гляди. Вижу, не слепой, но я ведь не хуже ученых, правда, Федор? Я назвал неразлучника его настоящим именем, чтобы напомнить, когда-то я ему сильно помог. И вообще теперь мы почти настоящие друзья, а не какие-нибудь там контрагенты. Ну, комбат, ну это... Неразлучник наконец усовестился и опустил глаза. Если хочешь, можешь тут переночевать, в общем, зале, когда веселье закончится. Тут уже вон и американские туристы ночуют, которых шляпа привел, и кабул со своими отмычками. Так что скучно вам не будет. Завтра утром Тинта сделает вам всем двойной кофе по-турецки, яишенку за балабенем. Спасибо за любезное предложение, но мне бы комнатку, а лучше две. Про две сразу забудь, Вован, переходя на полушепот, сказал неразлучник. Тогда дай одну. Насчет одной, в общем, я еще подумаю. Видишь ли, он уже шептал мне в самое ухо, я сегодня уже двадцати человеком отказал, и тут, если я тебе дам, в общем, может выйти международный скандал с переходом на личности и рукоприкладство, понимаешь? Да я понимаю, Федя, но и ты пойми, со мной девчонка, ее нельзя в общей зале укладывать, нежная она, как цветок, и больная к тому же. Если больная, зачем зону поперлась, нашла место, тут и здоровые, так канают. Обстоятельства заставили, уклончиво ответил я, не рассказывать же ему про болезнь Милна. «Кстати, а что это за телочка?» спросил меня бармен, придирчиво оглядывая Ильзу, которая как раз вытирала салфеткой разводы копоти на шее Ивана. «Откуда такая?» «Туристка». «Из Прибалтики», соврал я. «А, из Прибалтики. Тут я смотрю, у нее рожа такая маленько отмороженная». Неразлучник гнусно усмехнулся. Я не стал заступаться за Ильзу, да в сущности неразлучник ничего оскорбительного и не сказал, особенно по местным меркам. Отмороженные и отмороженные, не триперные же. Но я с удивлением поймал себя на желание неразлучнику возразить, мол, не отмороженная она, а усталая и смертельно больная. Мои возражения нужны были неразлучнику, достаивающему на ногах двенадцатичасовую смену, как зайцу пятая нога. И я, конечно, не собирался произносить их вслух, но само желание эти возражения высказать меня удивило и даже не буду врать испугало. Еще не хватало мне влюбиться в эту крысу расписную, принцессу лихтенштейнскую. Я стоял рядом с баром, вертя в руках зубочистку. Напротив неразлучник смешивал в шейкере термоядерный коктейль Гуантанамэра. Делал он это для верного своим вкусам кабула, сталкера-одиночки, что далеко выставив задницу обтянутую грязными джинсами, напивался у дальнего окна в обществе прирученной молодежи. К слову, на том окне был нарисован зеленый лужок с барашками. Морды барана в сене питерски сделал зачем-то похожими на человеческие лица, и не просто какие-то абстрактно-человеческие, но на лица первых персон правящей либеральной автократической партии нашего бакоспасаемого отечества, отчего при пристальном взгляде на картинку делалось немного не по себе, то ли звери, то ли люди, хоть бы кто-нибудь запретил наконец художникам курить шмаль перед работой. Кабул поблагодарил официанта за свежепринесенное гуантанамеру и заказал что-то еще. Думаю, заказал он куриные крылышки в соусе карри и готов поспорить с кем угодно на сто единиц, что именно их. Когда-то мы с Кабулом приятельствовали почти так же тесно, как сейчас с Тополем и часто вместе выпивали. Я успел изучить его немудрящие вкусы, вряд ли они изменились за эти годы. К нашему с Тополем Иваном и Эльзой подоконнику уже принесли все радости жизни пиво, шампанское, кровавую мэри, но я не торопился уходить от барной стойки, ведь про ночлег там мы все еще не договорились. Я упорно надеялся, что сумею взять неразлучника измором, и я был уверен, что Федя уже начал всерьез прикидывать, как организовать для меня и моей троицы нормальный вариант. Главное проявить настойчивость. Наконец, неразлучник сдался. Улучив минуту, он самым непринужденным видом наклонился к моему уху и сказал, «Вот что, брат, я придумал, отдам тебе свою комнату». «Свою?» «Вот это номер, а сам-то как?» «Обо мне не волнуйся, перетопчусь». Я кивнул. «Долг платежом красен, хорошо, что неразлучник об этом помнит». «И где она?» «Твоя комната». «Да, на втором подземном этаже, следующая после двери с черепом и костями, помнишь такую?» «За той дверью запасной генератор стоит. Так вот, после генераторной следующая дверь моя». «Найду как-нибудь», заверил бармен и я. И добавил, «Ты мировой мужик, Федя. За мной, если что, не заржавеет. Давай, что ли, ключ?» «Тссс». Лицо неразлучника исказило гримаса крайней насторожности. «Потише, пожалуйста, если кто-то из...» Неразлучник запнулся, подыскивая выражение одновременно емкое и неругательное. «Из посетителей нашего бара узнает, что для тебя и твоих отмороженных из Прибалтик у меня местечко нашлось, а для них таких сувенирных нет, жди неприятностей. Кто-нибудь обязательно разобьет бутылку о мою башку. Может, даже не здесь, не в зоне, но по ту сторону периметр точно». «Да кому не лень начал был и я? Мне хотелось успокоить неразлучника, но он перебил меня. Да хоть бы и те трое свободы, видишь? Зеленый у них главный. Когда они узнали сегодня, что в мотеле у нас мест нет, орали так, что пришлось охрану вызывать. Убранные все трое в усмерть. Не то герычем, не то винтом. В общем, все эти свары мне нафиг не нужны. У меня и так лысина уже лезет». Неразлучник наклонил голову и показал затылок, волосы на котором действительно были вовсе не такими густыми. Я кивнул, дескать, понимаю, сочувствую. «Я вот что придумал, брат?» «Когда вам ужин приготовят, я официанта отзову, мол, самолично вашу компанию обслужу, потому что вы мои друзья и все такое. Я поставлю поднос на ваш подоконник и скажу приятного аппетита. Под тарелкой с хлебом будет лежать ключ от моей комнаты. Ты его так незаметненько из-под тарелки вытащи и в карман положи, чтобы никто не видел. На кольце с ключом, кстати, медный брелок висит с надписью «Генератор 3». Так ты написанному не верь и в генераторную не лезь, наставлял меня неразлучник. Не переживай, у меня на сарае тоже большими буквами «Хер» написано, а в сарае том дрова лежат. Бармен улыбнулся. Присказка это была возрастом, как мой дедушка Иннокентий Иванович, а вот неразлучник ее, оказывается, не знал. Да ты иди хоть пивка попей со своими, а то дежуришь тут будто стойкий оловянный солдатик», поощрил меня Бармен. И я подумал, что ведь он прав. Я застал своих друзей в состоянии легкой прострации. Тополь курил одну за одной сигареты, бычку их в баночку из-под пива с художественно закрученными краями. Я ему уже сто раз говорил, чтобы он, зомбированный мафией торговцев табаком придурок, что-то решал, ну, скажем, бросил или вроде того. А он? Он со мной согласен, между прочим. Иван вдумчиво всматривался в свой пивной бокал, словно там показывали хоккейный матч, а Ильза, та, облокотившись локтем о подоконник, полуприкрыв глаза ладонью, рассматривала зал. Во взгляде принцессы Лихтенштейнской мне померещилось нечто вроде антропологического интереса. Пожалуй, ей не хватало только бронированной видеокамеры, с какими расхаживают по зоне всякие ученые. Встав слева от нее, я невольно последовал ее примеру. Так, кто тут у нас? Там собиралась компания блатная, как сказал классик. За подоконником, пристыкованным к нарисованному окну справа, у них за окошком белела нарядная березовая роща, на дно из берез краснели наливные яблочки, пировали господа бандиты, бандосы по-нашему, по-сталкерски. Уж я этих гомосеков традиционной ориентации чую шестым чувством, и вроде бы с виду обычные граждане, вроде вольных сталкеров, никакого особенного зверства или подлости на лицах не написано, движения сдержанные, головы стриженные, одежда обычная, как у всех. И все таки нутром я чуял, не за знаниями пришли эти четверо пацанов с бритыми висками в зону, и не за артефактами, как наш брат сталкер, и вовсе даже не за новыми впечатлениями, отвлекающими от удушающей рутины повседневности, как идиоты туристы, и даже не потому, что их зовет на подвиги что-то высокое и страшное внутри них самих, как пацаны из долга или фанатики из монолита, а потому, что им на трупах попировать хочется, с убитых контейнера поснимать, следует пощекотать, а потом распотрошить, и все такое прочее, за что в военное время расстреливают без суда и следствия. А какие мои доказательства, спросите вы? А никаких у меня доказательств, потому, что если бы у меня доказательства были, я бы встал вот прямо там, в баре, и всю эту сволочь, что растаскивала пестрые клинья пиццы, голыми руками передушил бы. И уверен, все присутствующие мне помогли бы, еще и в очередь построились. Помогать. Но не пойман не вор. На юридическом языке эта байда называется презумпция невиновности. Хрен я еще выговоришь эту презумпцию. Язык, как на трамплине на этом М подскакивает. В общем, никаких доказательств, кроме интуиции, которая оживлялась при виде хищных харь и вороватых движений соседа по бару у меня не было. Я оставил бандосов, или точнее лиц подозреваемых, в бандитизме, в покое и принялся глазеть дальше. За длинным деревянным столом в центре общего зала тесно сгрудившись пировали долговцы. Как видно, у одного из них, обладателя окладистой каштановой бороды, был день рождения. Все по очереди говорили тосты, ну, там, чтобы, значит, у чувачка с бородой пребывало бабла и здоровье, хотя какое здоровье у завсегдатой в бара на дикой территории, чтобы к нему девчонки в очередь строились, чтобы сколько взлетов, столько посадок, ну, это я шучу, малость, за такое летчики пьют, а у сталкеров говорят, сколько заходов, столько выходов, из зоны, в смысле. Потом, само собой, за эти тосты все горьбой хлебали пиво и горькую. Да днамля! Неслось время от времени от их стола. Ребята из долга чувствовали себя в баре как дома, говорили громко, не особенно стеснялись в выражениях, били посуду и, откровенно говоря, вели себя как пацаны, от которых все зависит. Иные даже болевали, не доходя до туалета, что лично я считаю поведением не красящим радиоактивное мясо. Конечно, долговцы имели на эти непотребства некоторое моральное право, ведь это им принадлежал бар, это они нашли под него место и построили его с нуля. Не будь их, и нас здесь сейчас не было бы. Ночевали бы по своим неотапливаемым схронам, а вместо гиннессов пили бы спирт из фляжек. Прозвучала очередная здравица в честь Бородатого, и все долговцы вскочили со своих стульев, сомкнув пивные бокалы. Гулка зазвенела стекло, над помещением понесся запах пота, смешанный с перегаром, табачным дымом и запахом жареного лука. И это было еще ладно, но тут вся компания уже изрядно пьяная затянула. Парня в зону тяни, рискни, не бросай одного, его, пусть в пси-поле одном с тобой, там поймешь, кто такой. — О чем поют эти мужчины? — спросила меня Ильза, наклонившись совсем близко ко мне. Я почувствовал слабый запах, исходивший от ее поддельных волос, запах цветов, точнее, первоцветов, запах гиацинтов в апрельском саду. Или этот запах почудился мне? Ведь минуту назад пахло только пивом, луком и подмышками. Они проют про то, что в зоне главная дружба. Дружба, понимаешь? Дружба, та, кивнула Ильза самым серьезным выражением лица. Я хотел сказать еще что-то умное. Сострить, может быть, это в своем духе с эффектным выходом на комплимент, ну, хотя бы Ильзиному русскому. Но тут Иван бросил на меня ревнивый взгляд поверх своего пол-литра крушовицы и ищел за лучшее всем своим видом показать Ильзи, что я от нее устал, что разговор с ней для меня безумно скучен, и что разглядывать присутствующих в баре в сто раз интереснее, чем нюхать ее пахнущий гиацинтом парик. Я отвел раздраженный взгляд и уставился в стену, она же по совместительству окно. Ох уж эти нарисованные окна с их нарисованным оптимизмом, все эти сады, березки и тучные здоровые звери. А ведь я помню, раньше в баре были нормальные окна со стеклами, пусть и брони, пусть и утолщенными, и хотя были они грязными и сквозь них ничего было не увидать, кроме внутреннего двора с двумя скрюченными грушами, они мне нравились. Но потом какой-то идиот, хотя мы знаем, что это был малолетний фанатик из Монолита, выстрелил в окно из гранатомета, стоя на улице. Кумулятивная струя, конечно же, с легкостью прошила оба утолщенных бронестекла, начался пожар. Восемь человек погибли. А ведь если бы это был вечер по-настоящему людного дня, какой-нибудь пятницы, например, или суббота, в ловушке общего зала могли погибнуть не восемь, не десять, а все тридцать посетителей, среди которых, возможно, был бы и я. В общем, когда окна заложили кирпичами, а кирпичи оштукатурили и зарисовали картинками, я не плакал. У окна, на котором сеней питерским был изображен лук с барашками, беспечно пасущимися на нем, стояли старички, уже упоминавшийся Кабул, негодяй Быстров, везунчик-сержант и нытик Цыпа. Все они дули вискарик и травили байки, как и положено бывалым. Поймав мой взгляд, бригадир Кабул, наставник половины отмычек в зоне, приподнял свой стакан. Сделали это и остальные. Мы с Тополем тоже подняли свои, мол, наши вам. Всего наилучшего и денег побольше. Эх, люблю вольных сталкеров. Никогда не лезут с лишними разговорами. На все и на всех им положить, никому и никогда нет у них претензий. Каждую минуту покоя они смакуют, как драгоценный напиток, потому что знают, этого напитка много не бывает. Подходить к Кабулу и компании не было никакой необходимости. И без лишних расшаркиваний было ясно. Если что случится, мы поможем друг другу. Возле следующего за этим окна пировали ученые. Официант то и дело таскал им целые подносы душистых русских чебуреков и графина с мексиканской текилой Лос Нуэвес Видентес. Чебуреки они жадно рвали зубами, а текилу быстро-быстро разливали по стопкам и употребляли. Употребляли, надо сказать, по всем правилам, по моей любимой схеме кусни, лизни, опрокинь. Лица у ученых были праздничные, чуть ли не восторженные. Небось нашли какую-нибудь гадость, доселе неведомую, и теперь обмывают денежки, которые им очередной фонд исследований аномальных феноменов имени Дречебальда Пупкинса за это дело отчинит. Кто-нибудь еще и научную степень отхватит. Я не я буду. Ученые хреномоченые, говорил по их поводу Тополь. Вот кто ученых ненавидел. К сожалению, у Кости имелась причина для такой ненависти. Когда-то у него была жена. Жену звали Надя. Надя поехала к маме в стольный город Киев, чтобы помочь старушке продать кое-какую недвижимость, оставшуюся после смерти бабушки. Недвижимость Надя с мамой так и не продали, зато Надя часто ходила в ресторан Тет-а-Тет, что располагался на Крещатике. В ресторане работала поваром Надина мама. Там же Надя встретила молодого кандидата наук в отутюженных брючках. Кандидата звали Витей, и был он светилом какого-то киевского закрытого института. Витя упал в обморок, когда случайно вместо туалета зашел на кухню, где Надина мама занималась птицей. Его угораздило ввалиться ровно в тот миг, когда та сносила живой курице голову остро наточенным тесаком. Надя поднесла к носу нервного светила науки ватку, воняющую нашатырем, и первым, что увидела светила, придя в себя, было нависающее сверху крысиное Надина рыльце с густо наведенными помадой губами. В общем, Витя и Надя полюбили друг друга с первого взгляда. А вот тополь пошел лесом. Такие примерно расклады. И как было после этого тополю любить ученых? Судя по некоторым деталям одежды, ученые пришли в бар в защитных костюмах, причем в костюмах немалой цены. Вот у кого деньги всегда водятся. Не то, что у сталкеров. Неприязнь тополя мне не передалась. И лично я к ученым относился нейтрально. Кажется, я уже об этом говорил, когда рассказывал про некробиотика Трофима и его веселую команду. Не за что их особо любить, не за что их не любить. Тут у меня была целая философия. С одной стороны, если бы не ученые с их ядерной энергетикой, не было бы никакой Чернобыльской АЭС. А значит, не было бы той первой катастрофы, многочисленные отголоски которой, вроде той же Мисс 86, до сих пор можно встретить на окрестных болотах. А значит, не было бы у меня ни источника дохода, ни сталкерской моей жизни. А с другой стороны, ну и отлично. Не стал бы я ваш комбат-сталкером, но кем-то другим ведь все равно стал, может, учителем физики, как хотел мой отец, сам учитель физики, может, банкиром, как хотела мама, а может, капитаном дальнего плавания, как хотел я сам. А что? Только представить себе. Не придумай, ученый, мирный атом, я бы, ваш комбат, водил через Тихий океан белые океанские лайнеры. Это я, несостоявшийся сталкер-комбат, стоя у штурвала, огибал бы мыс-горн, обходил рифы океании, говорил, не шторма, а шторма. Меня звали бы исключительно Владимир Сергеевич, господин Пушкарев, или на крайняк Сэр, и никаких кличек у меня со школы не было бы. Эй, с тобой все хорошо? спросил Тополь, теребя меня за рукав. Да, нормально, а что? Я нехотя вынырнул из тумана своих морских грез. Мне показалось, тебе пиво вставило как-то нездраво, честно признался Тополь, как давеча эмпатический Тушкан. Еду вон пять минут как принесли, она уже остыть успела, а ты сидишь мечтаешь, будто барышня перед первым свиданием, и рожа красная вся. Не заболел? День просто тяжелый был. Я навел на резкость. И действительно, Иван уже успел доесть свой оливье и слопать свой суп, а Тополь, который всегда ест быстро и с аппетитом, как голодный пес, тут и вовсе уже гладал куриное бедро, давно покончив с остальным. Даже Ильза и та сербала куриный суп со вполне счастливым видом. Я придвинул к себе свою супную пиалу, взял ложку и, лишь потянувшись за хлебом, вспомнил, о чем просил меня бармен-неразлучник, вспомнил про ключи. Тарелка стояла вровень с локтем Ивана, и я, понизив голос, сказал, Иван, будь добр, сделай мне одолжение, но только так, чтобы никто не видел. — Говори. — Подними сейчас тарелочку с хлебом, только так, непринужденно. — Сейчас, а тут какой-то ключ. Вот теперь возьми аккуратненько этот ключ, зажми его в кулаки и положи в карман своей куртки. Старайся сделать это так, чтобы никто не обратил внимания на то, что ты делаешь. Вот это только и делаешь, что прячешь ключи по карманам. — Понял. — Сейчас. Иван сделал все, что я просил, и воззрился на меня с немым вопросом. — Это ключ от нашего номера люкс, не удержался я. — Очень хорошо. А розетка там будет, воскликнул Иван? — Будет, конечно, сказал я, а сам подумал, зачем ему розетка? Можно подумать, у него электробритва в кармане брюк припрятана. — Радостные слова. Я... Неужели я сегодня мыть прическа? Глаза Ильзы радостно вспыхнули. — А вот это вряд ли. В нашем номере люкс не будет горячей воды. И холодной воды тоже не будет. Удобство тут для всех в одном месте, в конце коридора. Знает ли принцесса максимум, что можно при удобствах в конце коридора, это умыть лицо под краном. Никакого душа там и в помине нет. Не забывайте, друзья, что мы в зоне, и нормальная вода здесь продается по цене этого вот пива. Я потряс своей кружкой, на дне которой еще кое-что плескалось. Скасать честно, я в этом кафе начать забывать, что мы на этот зона, призналась Ильза, из-за того, что тут есть уют, из-за этот шампанский. Затем же и пьем, милые, чтобы обо всем забывать, сказал я, приобнимая Ильзу за плечи. Мне было приятно, что она оценила купленное специально для нее шампанское. Правда, поглядев на агрессивно насупленного Ивана, я быстро отстранился, чтобы не усугублять. Настоятельно советую всем делать вид, что нам с вами никакой комнаты не досталось. И обращаю ваше внимание на то, что половина из выпивающих в этом зале здесь же и лягут спать. Как так? не поняла Ильза. Да вот так. Столы отодвинут к стене, поставят один на другой, сверху закинут стулья, бросят свои спальники на пол и спаточки. Понятно, а не спать на пол, угрюмо резюмировала Ильза. И эта женщина, она указала на американскую туристку, что с ожесточением заманивала престарелого кавалера в свою феминистскую секту. А эта женщина так вообще наверняка. Из принципа, заверил ее я. В общем, мне пришлось высказать дьявольскую изворотливость, чтобы добыть для нас эту комнату. Бармен наступил нам свою собственную, потому что он мой друг и очень мне обязан. Да тебе ползоны обязана, подмигнул мне Тополь. Дон Корлеон это наш. Нос и щеки Константина покраснели, это значило, кровавая мэрия уже начала свой реабилитационный курс. Мы есть ценить и мы вам сильно благодарны, сообщила Ильза. Но по упаднической полуживой роже ее телохранителя Ивана я видел, он-то, конечно, благодарен, но не сильно. Видать, уже начал жалеть, что аквамариновый контейнер мне пообещал. Как говорил мой прадедушка, витебский крестьянин, тонет, топор сулит, вытащишь, топорище жаль. Глава двадцать вторая Драка К счастью, для наших усталых задниц, спустя пятнадцать минут освободился стол, за которым дули перуанские песка, шестеро мордоворотов наемников, прилизанные, шустрые, тихие, как и все люди из-за их племени. Наемничество не порог, но большое свинство, так гласит неписанный кодекс сталкера. Наши наемников не уважали, а иные так и вовсе не держали за людей. Если на ПДА приходил сигнал бедствия от группы наемников, никто и вуз не дул. Пропадаете и пропадаете. Все дело в том, что наемники подписывались обычно на самые неприглядные работы. Одного завалить, другого отловить, а третьего прищучить за долги трясти, трясти. Поговаривали в стародавние времена, когда порядка в зоне и ее окрестностях было значительно меньше, а хаоса и беспредельщина в десятки раз больше. Случалось, что наемники уничтожали целые сталкерские кланы. И захудал их, конечно. Так вот, приезжали, входили в зону, брали членов клана в клешни и расстреливали по одному, как Тетеревов. Или гнали на аномалии, стреляя в спину. Случалось, заманивали в заведомо опасное и гиблое место, чтобы там сама мать природы их прикончила. Ну, или хозяева зоны, если угодно. Вы спросите, а почему же мы, сталкеры, пускаем в свои бары наемников? Тут то же самое, что с бандосами. Пока тебя не улечили, ты как бы чист. А вот когда улечили... В общем, после того, как тебя на наемничестве поймали, в бар можешь не соваться. Могут и башку отстрелить ненароком. Или поглумиться в особой извращенной форме. Или хабар выкрасть вместе с бумажником, противогазом и защитным костюмом. Итак, наемники или лица, подозреваемые в наемничестве, ушли спать. А мы, проявив примечательную прыть, быстро заняли их столик, все еще заставленный грязной посудой, пепельницами с грудами окурков, рюмками и бокалами. Короче, за вот этот их грязный стол мы уселись и заулыбались все четверо. Как приятно, думали мы, будет выпить пиво сидя, сидя, а не стоя у подоконника, черт возьми. На радостях я сразу же подозвал официанта, чтобы прибрался. Конечно, я хотел повторить заказ, раз такое дело. Ты с ума сошел, прошипел тополь, к слову, записной жмот. Спокойно, все под контролем, заверил друга я. О величине счета я не думал, еще более старательно, чем час назад, вдохновленный словами Ивана о том, что богатенький папа Ильзы, князь Бертран Адам Третий, я даже имя нашего потенциального благодетеля выучил, покроет нам все путевые расходы. О том, чтобы попросить у неразлучника чек, я простафили этаке совершенно не подумал. Как ни странно, официант довольно шустро все принес, разлил и даже оскаблился, желая нам приятного аппетита. Как приличный. Казалось бы, нам принесли еды и питья, мы живы, у нас есть ночлег, живи и радуйся. Но тут я заметил, что личико у нашей принцессы стало каким-то кислым, и глаза опять на мокром месте. В чем дело, ваше высочество, поинтересовался я. Хочу мыть лицо и шею и живот, с обезоруживающей прямотой заявила Ильза. Церцлих велкомен. Я проводил ее до сортира и даже вызвался галантно подождать под дверью, пока она закончит. Увы, Ильза настаивала на том, чтобы я вернулся за столик, дескать, мытье, дело небыстрое. В общем, я вернулся. Хотя, видеть черный сталкер, лучше бы я этого не делал. Я как раз успел всосать четверть кружки новопринесенного Гиннесса, если кто не знает, по правилам Гиннесс следует пить, пока не осела пена, когда со стороны туалета раздался пронзительный женский виск, а затем еще один короткий взвиск. Ильза, это она, больше некому. Весь бар в едином порыве обернулся на звуки. Даже Константин поднял голову, которую он по своему барному обыкновению всегда упирал в ладонь. Запахло бесплатным шоу. Сквозь плотные клубы сигаретного дыма я метнулся к выходу. Что же я увидел в тусклом свете коридорных ламп? Ильза, стояла, прижавшись спиной к стене, на ее лице застыло выражение крайнего недовольства. Перед Ильзой перетаптывались трое из клана Свобода, плюгавые, длинноволосые, в этих своих своеобразных комбезах. Кажется, я уже пел вам песню о том, как ненавижу этих свихнутых на всю голову кретинов из Свободы, когда рассказывал о встрече с Барановым и Молотком. Не пел? Сейчас спою. Собственно, это были трое из той компании, что, игнорируя тяжелые взгляды пацанов из долга, наливалась водяры у стены с настенными часами, невдалеке от сексуально озабоченной американки и ее кавалера Перестарка. Краем глаза я наблюдал, как несколько минут назад эта троица, пошатываясь, отправилась не то в туалет, не то покурить, не то вообще погулять перед сном по зоне. С больных станется. Одного из них я немного знал, его звали Зеленый. Когда-то он занимался скубкой Хабара, был подручным у знаменитого Ашота. Потом подался в сталкера, как видно жадность замучила, сам артефакт добыл, сам же его толкнул по хорошей цене, ни с кем не поделился. Зеленый курил трубку и лицом походил на вмазанного колесами бобра, передние его зубы сильно выдавались вперед, а маленькие шаловливые глаза были всегда прищурены. Здоров, Зеленый. Чего к девушке пристал? Жениться, что ли, хочешь? Сказал я миролюбивым тоном, приближаясь к компании с притворной неспешностью. На самом деле внутри у меня все клокотало от лютой ярости. Но я знал, во что бы то ни стало, эту ярость надо удержать внутри, по крайней мере удержать до поры до времени. Я был уверен, если есть хотя бы минимальная возможность покончить дело миром, значит, за эту возможность надо уцепиться. Потому что плохой мир лучше доброй ссоры. «Кто пристал? Я, что ли?» хохотнул Зеленый, оборачиваясь ко мне и с трудом наводя на резкость. «Пацаны знают, я к девушкам не пристаю. Это девушки пристают ко мне, потому что денег хотят и замуж. Только вот проблема, жениться мне уж лет пять как надоело. Женелка устала, не железная». Двое товарища Зеленого заржали над его шуткой. Как видно по статусу, в группировке Зеленый был старшим самцом. Ведь в шутке ничего особенного смешного на мой вкус не было. «Ну, если ты к ней не пристаешь, брат, то почему она визжит так, что слышно даже за моим столом?» С мягкой иронией спросил я, незаметно подмигивая обмирающей Ильзе. Мол, все в порядке, не бойся. «Это ты у нее спроси». «Я что?» «Я ничего». Зеленый поднял руки в жизни шуточной капитуляции. «Ильза, что он сделал, милая?» отчетливо выговаривая каждый слог, спросил я. «Щипать! Он делал щипать вот здесь», пояснила Ильза, показывая взглядом на свое крутое бедро. «Ну, щипнул разок затухис, так она сама виновата. Я спросил, как ее зовут, она молчит. Я ее спросил, можно ли ее ущипнуть, а она опять молчит?» «А молчание?» «Знак согласия», вставил безымянный товарищ Зеленого по группировке низенький шкет, росту в котором был от силы метр шестьдесят. все трое снова заржали. Еще секунду я прокручивал в уме какую-то жутко мудрую реплику, которую моя гортань почти начала произносить. Я очень, очень хотел решить дело миром, как Давича с Молотком и Барановым. Я всегда за мир и дружбу между людьми, между кланами, между странами и континентами. Но в следующий миг меня, что называется, закоротило. Моя рука ужом скользнула в карман куртки. Пальцы ловко нырнули в отверстие кастета, который я всегда ношу с собой, поскольку где-то в глубине себя верю, что в нем живет душа того сломанного траншейного ножа, из которого он сделан. А спустя еще одну секунду мой правый кулак, стремительно набрав разгон, уже вогнал кастет в несимметричную харю Зеленого. Я метил в переносицу. Судя по хрусту, в нее-то я и попал. Зеленый ударился спиной о стену и начал медленно оседать на пол, бормоча бессильные проклятия в мой адрес. Из его носа хлистала кровь. Элиза снова взвизгнула, отшатнулась и закрыла лицо руками. Двое товарищей Зеленого, как видно, неразлучник не ошибался, и они действительно были убраны какой-то стрёмной химией, смотрели на то, что я проделал с их выжаком, как-то очень отстраненно, будто то, что они видели, происходило не в их единственной жизни, а на экране дуроскопа в передаче «Стильная клубешня». Наконец, обмякшая задница зеленого доползла до грязного кафеля пола, он закрыл глаза, прошептал одними губами «Сука!» и отключился. Я удовлетворенно хмыкнул. Вырубить противника с одного удара такого мне давно не удавалось. Вот оно, мастерство безупречного воина. Однако, вместо того, чтобы предаваться самоупоению, мне следовало нейтрализовать оставшихся двух. Я привлек к себе того, что стоял справа от меня, шкета. Схватив его за шиворот и уперев ему в живот носок армейского ботинка, благо его грудь находилась на уровне моего живота, я, что было дури, отпихнул мерзавца от себя по коридору назад в сторону ярко освещенного общего зала. Ярость моя была столь неукротима, что с силой толчка я слегка переборщил. Вместо того, чтобы рухнуть кулем в коридоре, малорослик, комично размахивая руками, кометой выкатился в общий зал, перецепился ботинком о ножку стола, потерял равновесие и стукнулся затылком о сердцеобразный круп вечно молодой снежаны, которая сидела за барной стойкой. При этом он, борясь с зимным тяготением, успел схватить снежану за пояс джинсов и лишь затем начал окончательно и бесповоротно падать. Снежана вскрикнула и громко мутюгнулась. Однако малорослик не ослабил хватку. Спустя секунду Снежана вместе со своим барным стулом рухнула на пол рядом с ним. Падение сопровождалось жизнеутверждающим раскатистым грохотом. Финн, который лишь на минуту отвлекся от Снежана, конечно, помог несчастной дури подняться, однако же он истолковал ситуацию в том духе, что честь его возлюбленной задета дружком зеленого, притом пьяным в дым. Финн с плохо сыгранным достоинством поставил на барную стойку свой стакан с В-52, медленно встал со своей табуреточки и, словно бы только ждал повода, принялся метелить несчастного идиота, корчащегося на полу, с яростью, ситуации нисколько неподразумеваемой. Стало ясно, что это надолго, Финн был молод и неутомим. По поводу Шкета можно тоже не беспокоиться, пронеслось в моей голове. Тем временем третий товарищ зеленого начал что-то подозревать. Он напрыгнул на меня сзади и повис на моей многострадальной сталкерской шее. Я не мог поверить, этот наглец пытался душить меня своими кривыми грязными пальцами. Он впился в мой кадык и одновременно с этим принялся орать что-то оскорбительное. Наверное, так у них в группировке Свобода учит обращаться с заслуженными ветеранами зоны. А может, он пытался меня деморализовать, насмотревшись обучающих рукопашному бою видеокурсов вроде «Стань авторитетом в своем рабочем поселке?» Надо сказать, освобождение от этого захвата я проходил еще в средней школе, когда посещал бесплатную секцию самбы. Ее вел отставной спецназовец Игнатий Иванович Когтев, человек, сделанный из кремня и стали. Мысленно послав Когтеву лучик благодарности, е, что было мочи, легнул дебила в пах, а когда тот взвыл и ослабил хватку, е вывернулся, отскочил, обернулся, бросился на него и, боднув негодяя головой в лицо, свалил с ног. Когда же противник оказался на полу, тут уже я отмудохал его по первое число, чтоб другим неповадно было. Прижав руки к груди в молитвенном жесте, Ильза смотрела на эту экзекуцию из самого темного и дальнего угла туалетного коридора. По сиянию ее прекрасных глаз я понял, принцесса всецела на моей стороне. Наконец, противник униженно запросил пощады, и я, удовлетворенный, полученный сатисфакцией, милосердно отступил. Еще не хватало убить кого-нибудь в баре. Замаешься потом лаве ребятам из долга заносить. Пожалуй, этот несчастный малолетка, имени которого я даже не удосужился узнать, получил не только за неосмотрительный щепок зеленого, но и за хамство молотка, и за наезды баранова. В общем, огреб за всю свою родную свободу оптом. Надо сказать, в те минуты мне было абсолютно плевать на то, чего мне и моему клану может стоить эта драка. Я ощущал какую-то переполняющую все мое естество абсолютную свободу и абсолютную правоту. Пока я муссировал в уме тему комбат и обуревший от наглости клан свобода, в общем зале началось то, чего я совсем не ожидал. Драка. И не просто драка, а настоящая драка с большой буквы. Такое я видел всего один раз, и то в кино. Кино было про жизнь в пустынном штате Техас времен Дикого Запада. Тот эпизод, назовем его «Разборка в Салуне», где смешались в кучу кони, люди, фермеры, индейцы, ковбойцы, сутенеры, официанты и стражи порядка во главе с усатым шерифом, я запомнил навсегда. И уж, конечно, не думал, не гадал, придется увидеть и наяву, чтобы так массово и так безоглядно. Как видно, неразрешимые вежливостью и иронии противоречия накопились не только в наших с ребятами из клана «Свобода-биографиях». Как видно, каждому второму в баре было за что вмазать по сусалам ближнему своему. Как видно, алкоголя в тот вечер было выпито слишком много, и сам он был слишком, что ли, злокачественным. С громким боевым кличем бродяги долго сцепились с оставшимися за своим столиком пацанами «Свободы». Бац! И кто-то зажал ладонью расквашенную губу. Бац! И кто-то сложился пополам, потому что, когда бьют в живот, это всегда очень больно. Мать моя женщина! Кабул и Ципа уже изрядно косы отважно бросились в самоубийственном угаре на тех самых бандосов или лиц, подозреваемых в бандитизме. А здесь у нас что? И кто? Черный сталкер-свидетель, среди наемников тоже вспыхнуло пламя пьяной разборки, они сцепились между собой, трое на трое. Забавно, подумал я, что это только для случайного взгляда со стороны другие кланы нечто единое и неделимое, намертво скрепленное общими целями и интересами, а на самом же деле все они снидаемы страстями и уязвимы для внутренних противоречий даже в большей степени, нежели для внешних опасностей. Даже группа иностранных туристов под водительством старика-шляпы не осталась в стороне от всеобщего боевого безумия. Двое шустрых жилистых мужичков лет сорока пяти прижали к стеночке двух других мужичков чуть помладше, в клетчатых рубашках и черных бейсболках с одинаковыми надписями «I love and you». «Fuck you!» неслось из-за столика с туристами. «Fuck you! You fucking fuck!» отвечали оттуда же. Американская тетушка-феминистка растянула в фарфоровой улыбке свою загорелую морщинистую физиономию. Ее глаза сияли торжеством. Наконец-то она живет так, как надо, на гребне волны, у бездны мрачной на краю, среди ополоумевших от ярости самцов. Это так возбуждает подруги. Лишь ученые оставались трезвыми среди всеобщего опьянения. Словно ничего не происходит, они сидели за своим угловым столом, трескали чебуреки, прихлюбывали текилу и беседовали о своем анобелевском. Так вот, я тогда напряжение псиполя возле того разлома померил и намерил целых пятьдесят грофов. Хорош заливать. На что поспорим? На твой горный велосипед. Идет. Тогда довожу до твоего сведения, Григорий, что ты проиграл свой замечательный горный велосипед, потому что мой ПДА все логи тех измерений благополучно засеявил. Вот, погляди-ка. Примерно в таком духе, да. А вокруг них летали стулья, лопались шрапнельными бомбами бутылки и пивные кружки, стонали и ругались матом, вздыхали и попискивали дерущиеся люди. Разлетались мелкое крошевое сервировочное блюдо, выворачивали внутренности в нежданном рвотном позыве изможденные пьянством тела, трещали по швам брюки и так далее. Драться мне расхотелось так же внезапно, как и захотелось. Вот будто просто взяли и где-то глубоко внутри меня вырубили напряжение. Я вдруг стал кроткий, как ягненок и мерулюбивый, как буддийский монах в оранжевой хламиде. Я нашел взглядом Ивана и Тополя, все это время они сидели за нашим столиком, потребляли недопотребленное и, уподобляясь ученым, делали вид, что все пучком и происходящее их не касается. Я помахал им рукой, мол, пробирайтесь к выходу, бродяги. Иван, конечно, смысла моих пантомим не разобрал, а вот понятливый Тополь очень даже. Улучив момент, когда между барной стойкой, под которой спрятался благоразумный неразлучник, и общим залом бара, теперь более походящим на спортзал, где проходят спарринги по рукопашному бою, образовалось нечто вроде безопасного коридора. Они поставили свои кружки на стол и метнулись к нам с Ильзой. Забыл сказать, что после того, как ее обидчики были уничтожены морально и физически, принцесса Лихтенштейнская, пользуясь тем, что нас никто не видит в узком и темном туалетном аппендиксе, чмокнула в меня в небритую сталкерскую щеку. Это был первый поцелуй венциносные особы в моей нелегкой жизни. — Ну как вы? — живо спросил Иван. Похоже, он не на шутку перетрухнул. Спрашивал он, конечно, не столько у меня, сколько у Ильзы, но я сделал вид, что об этом не подозреваю и что тронут его заботой. — Да живо, — отвечал я, потирая указательным пальцем ушибленную скулу. — Полечил тут троих из свободы, чтобы учились вести себя с приличными женщинами, — пояснил я. — Надо бы льда попросить в неразлучника, — заметил Тополь, указывая на розовую шишку, которая неумолимо напухала у меня на лбу. — Обойдусь и так, вздохнул я, — а то неудобно как-то. Я же всю эту драку вроде как затеял, а теперь еще и льда прошу. Мы вот спать пойдем, а неразлучнику потом все это дело убирать, осколки подметать, блевотину отмывать и все такое прочее. — Не бери дурного в голову, брат. — Ну, заработают они сегодня на сто единиц меньше, чем обычно. Ты думаешь, эти бокалы дорого стоят? — Стекло, штамповка среднеазиатская. Или, может, лавки эти из бревен выстроганные достались им за бешеные деньги? — Вот именно, что нет. Их, глухонемые, тут недалеко возле Луцка, на закрытом заводе производят, а государство их продает почти по себестоимости. Так что пусть терпят наши дебоши. — Уплочено, — обнадежил меня Тополь. Под грохот падающих стульев и звон посуды, бьющийся о керамогранитный пол бара, мы четверо спускались в подвал, где располагались сдающиеся комнаты по грубо сработанной винтовой лестнице. Я приблизительно знал, что дальше будет. Как джентльмены мы уступим Ильзе единственную кровать, ту самую, на которой видит свои серые сны, бармен-неразлучник. Сами же мы раскатаем спальники и ляжем на полу. Точнее, это мы с Тополем раскатаем свои спальники и ляжем. А Ивану мы сделаем что-то вроде подстилки из второго одеяла, если их два, или снимем с кровати матрас, если этот матрас есть. На всем этом жидком хозяйстве спать нашему избалованному Ивану будет холодно, поэтому, поворочившись, он среди ночи встанет и тихонечко прикорнет на кровати рядом с Ильзой, и всю ночь от сырых стен комнаты бармена будет отражаться его гулкий богатырский храм. Утром я, как всегда, встану первым, потянусь, оденусь, причешусь, проверю, на месте ли контейнер цвета аквамарин, ведь я уже считаю его своим, хотя с точки зрения суеверий это неправильно. Потом посмотрю с сонным взглядом на Костю, лицо у него всегда такое умное, когда он спит, будто во сне он дифференциальные уравнения решает. Затем я переведу взгляд на парочку наших найденышей, они будут лежать на кровати, трогательно обнявшись, большое лицо Ильзы будет кротким и бледным, а лицо Ивана простоватым и высокомерным, таким же, как в жизни. Несколько минут я буду смотреть на них и размышлять о том, почему некоторым людям в жизни везет, а некоторым не очень. А потом, гаркну, это грубовато, подъем, братва, нас ждет темная долина. Глава 23 Через темную долину Ненавижу темную долину, лютой ненавистью, и будь я тем, от которого все зависит, или хотя бы отвечающим чуваком, у которого есть маленькая атомная бомба, я бы вполне ответственно эту маленькую атомную бомбу на темную долину уронил, потому что лично я был бы рад, если бы ее не было на карте зоны. Пусть будет радар, от одного вида которого у меня шарики за ролики закатываются, пусть будет даже ЧАЭС с ее бесконечными коридорами, шахтами, лазами, расширителями, а вот темной долины, пожалуйста, не надо. Начать с того, что когда-то давно кажется, что сто лет назад, а на самом деле всего десять, в темной долине я потерял и напарника, и наставника, у которого ходил в отмычках. Я был еще молодым салагой, недоноском, и кличка у меня была другой, тогда меня звали не комбатом, а сэнсеем. Мне почему-то казалось это страшно круто. Прозваться сэнсеем. Вспоминались восточные боевики с их задорным многодрыжеством, рукомашеством, кувырками, в обезьяна стайл и прочими буддийскими монастырями. Моего тогдашнего напарника звали Кнопкой. Вопреки беспонтовой кличке, он был рассудительным пацаном со смуглым лицом и умным живым взглядом. Не таким рассудительным, как зануда Тополь, но все же. Кнопка был моим земляком. Мы вместе учились в школе, а потом на физфаке, когда с треском провалив третью по счету сессию, у меня лично было два несрубаемых хвоста по программированию и, конечно, по иностранному языку, мы решили сдернуть зону, где никаких сессий нет, где физика, так сказать, живая, весомо грубозримая, где двойкой называется неоценка в зачетке облуждающая парная жадинка, где над тобой нету никого, ни мамы с папой, ни декана, ни милиционера, никого, кроме, конечно, Бога, в которого мы с Кнопкой тогда не верили. В общем, было бы сказано сделать недолго. И мы, бросив универ, и даже не уведомив родителей, которым нам так сильно хотелось отомстить за их якобы черствость и их якобы тупость, поперлись искать счастье на берега Припяти. Черствые и тупые родители тут же заявили в милицию, мол, пропали дети, возможно, похищены, но это уже совсем другая история. И вот мы сходим с поездом, никогда не забуду тот плацкартный вагон, на вокзале в Киеве. Январь, минус десять, в четыре темно, погода такая, что хочется немедленно купить веревку, мыло, и тут же в общественном сортире с запекшейся вокруг очка лавы и экскрементов удавиться. Помню, из вещей у меня был только пластиковый пакет со сменной белья, станком для бритья и телефоном, у которого коротил аккумулятор. На банковском счету у меня было сорок единиц, подарок тете на мой семнадцатый день рождения, она подарила деньги вместе с карточкой. У кнопки денег было чуть побольше, единиц триста. Он, оказывается, копил на какой-то супер-бупер-компьютер. На эти триста единиц мы пили и ели первое время. На них же мы наняли машину, это был допотопный газон с колесами, обмотанными цепями. Машина довезла нас до самого периметра. Вначале мы с кнопкой ходили в отмычках у дайвера. Был тогда такой и деятель среди радиоактивного мяса. Дайвер был дьявольски осторожен и мог просидеть в баре трое суток к ряду, дожидаясь вдохновения. Мы с кнопкой за глаза частенько называли его «сакуном» и «алкашней». Да и вообще охотно самоутверждались за его счет, всячески понося его, благо дайвер действительно слишком много пил, был слишком неопрятен, слишком редко поднимал перископ и вообще являл собой идеальную мишень для издевательств молодежи. Кругозор у дайвера был узенький. Он охотился почти исключительно за лунным светом. На этот артефакт у него был налажен свой эксклюзивный канал сбыта в обход скупщиков. Поговаривали, что дайвер продает лунный свет какой-то мутной южноамериканской конторе, не то химолаборатории, не то и вовсе космическому агентству. Контора называлась Мачу-Пикчу. Значительно позднее я узнал, что есть такой город в Перу, древний, построенный южноамериканскими индейцами. Не знаю, как там насчет космического агентства, но в обществе индейца по имени Эмилита очень мало походящего на индейца с трубкой мира и в головном уборе из перьев, я его видел часто. Отмычек у дайвера было много, человек восемь. И в целом, невзирая на свой затрапезный вид и вечный запах перегара изо рта, он был добросовестным педагогом. Никогда нас специально не подставлял, за спины наши не прятался и вообще делал, что мог. Случалось дайверу даже читать нам нечто вроде лекции. Голос у него был низкий, пропитый, интонации отрывистые, словно он говорил, превозмогая крайнее презрение и вселенскую усталость. Он обращался к нам к детям, хотя старший среди отмычек Фредди был младше его от силы лет на пять. А это, дети, слепой пес. Он ходит стаей. В каждой стае значится по десять-пятнадцать тварей. Шустрые они, жуть, и до жратвы жадные. Постарайтесь сразу попасть твари в глаз, сэкономите себе время. А главное, дети, помните, первым делом труп убитого врага надо тщательно обыскать. При нем могут обнаружиться патроны и лекарства. Или, дети, имейте в виду, без антидотов в лабораторию Х-18 лучше не соваться. Помимо жадности, а дайвер был жаден, в избыточной осторожности, которую я и к недостаткам-то причислить не могу, ибо в зоне все не так, как вне ее, дайвер обладал ярко выраженным упрямством. Какой он был упрямый! Однажды, помню, посеял свой полевой бинокль, да не где-то, а на свалке, а мы уже в пяти часах ходьбы от этой свалки находились, время было позднее. Другой бы плюнул на этот бинокль, а дайвер не плюнул. Уверял, ему этот бинокль сам Шухов когда-то подарил. В общем, вернулся за ним. Ночь не спал, геморройных узлов себе нажил, но вернулся. К счастью, ходил он один, нас не стал гонять. Мы все это время в шестером в его схроне прятались, поскольку совсем малоопытные были. Зато сколько радости было, когда дайвер за нами вернулся. И вот однажды пошли мы с дайвером и кнопкой, тогда мы уже втроем ходили, в эту самую темную долину, за очередной порцией лунного света, после очень сильного выброса. Сезон стало быть, аномалии в очередной раз сдвинулись, новых артефактов наросло, как грибов после дождя. Так-то оно так, но ведь и монстров с мутантами сколько разбегалось. Да были, помню, целых две кристальные колючки, это так между делом, и одну ведьмину косу. Для нас тогда эта коса была, как сейчас, звезда полынь, чудо-чудное, диво-дивное, цены немеренной. Устроились в надежном месте пообедать. Не успели достать бутерброды, как откуда ни возьмись, на нашу поляну наскочила дюжина снорков. Снорк, конечно, серьезный противник, но мне что мы не отобьемся. Молодость, задор, насыщенная адреналином кровь лупит виски. Кнопка горячая голова тут же принял позицию сдохнете твари, выгнул спину, грозно оскалился и принялся поливать снорков свинцом. Я взялся защищать кнопкин тыл. Один давер толдычил. Дети, идти надо. Прибор говорит, еще мутанта на подходе. А мы ему не Дреев, папаша. Мы тогда как раз в силу входили. А это самое опасное, когда тебе кажется, что тебе все можно, что на тебя управы нету. В общем, устал дайвер нас уговаривать, разозлился, бросил пару гранат и дернул своей дорогой. Это я теперь знаю, что далеко он не ушел. А тогда я думал, что мы остались вдвоем. Но это меня нисколечко не пугало. Тем временем подтянулись те снарки, которых обещал дайвер. Оказалось, что их шестеро. А ПДА нарисовал еще одну бригаду из девяти тварей. Я поделился своими опасениями с кнопкой, мол, силы не равны, рука устанет всех мочить, да и патронов не так, чтобы до хрена. Но в кнопку будто демон какой вселился. Чтобы я, да перед снарками отступал, бросил он спесиво. В общем, так мы и строчили на обе стороны, пока у нас не стали кончаться патроны. Ствол моего автомата повело, ствол Кнопкиного тоже. Конечно, этого, скорее всего, не случилось бы, будь у нас нормальный автомат оригинального российского производства, но мы по бедности своей бегали с румынским барахлом. И тут явился дайвер. Удивительно точными очередями он распугал нападающую нежить и крикнул «Братва, последний раз говорю, пойдемте, тут недалеко схрон моего кореша Жука, там пересидим». Но Кнопка был непреклонен. Я, говорит, себе зарок дал. Если всех снорков на этой поляне перестреляю, стану удачливым сталкером. И вообще, все у меня в жизни сложится шоколадно. А если не перестреляю, тогда негодным я сталкером буду. А негодным сталкером мне и быть-то не хочется. В общем, стою до последнего патрона и прочее героическое ля-ля-ля. Но у нас-то с дайвером очко конкретно играло. В общем, под прикрытием Кнопки мы ушли. А потом мне на ПДА грохнулось сообщение о гибели друга. Среди этих вот мрачных деревьев, на этих вот давящих на мозг полянах темной долины, веду ржавого остого Зила и задрали снарки отличного пацана Кнопку. Мы же с дайвером мотюгнулись про себя и дальше пошли к схрону Жука. А через восемь дней после того случая погиб и сам Дайвер. Правда, погиб не в темной долине, а в подземельях Агропрома. Но многие говорили, да я и сам видел, что после гибели Кнопки, которого Дайвер всегда выделял и которого любил как родного сына, что-то в дайвере надломилось. Так что можно сказать, что темная долина унесла не одну, а две близкие мне жизни. Впрочем, приходилось мне слышать и другое. Мол, это перуанские партнеры нашего дайвера завалили. Наемникам заплатили, и те его замуровали возле выхода из гнилого коридора. Мол, наш дайвер слишком много знал. Может и так. как кнопка погиб в темной долине, я два месяца в зону не ногой сидел в штях, пялился на девок стриптизерш, пил горькую и плакал. Плакал как дошкольник. Мне было очень горько. По ночам мне являлся кнопка, который укорял меня за то, что я его от героических глупостей не отговорил, что не проявил твердости, что зашиворот его с той роковой поляна не уволок, хотя, конечно, если по справедливости такую рамочку, а кнопка весил сто двадцать кило, я никуда бы не уволок против его воли. А еще мне снился дайвер, и тоже что-то такое мне в мозги наливал горькое и обидное. И каждую ночь я спорил, спорил с ними, что-то такое самому себе доказывая, вставал утром с перекошенной рожей и проклинал все на свете, в первую голову темную долину. Но потом прошло. Почему я вспомнил про кнопку и дайвера? Да потому что если бы не Ильза с Иваном, никакой тополь со всем его талантом людей вот так запросто убалтывать не заставил бы меня на этот уровень сунуться. А так... Ну посмотрим, что там на свалке у нас бодро сказал я. Может чего нового свалили? Ага, пару свеженьких меринов, прямо вчера приехавших из Берлина, Федеративная Республика Германия и три-четыре новые Бэхи, только сегодня из Мюнхена, та же ФРГ. Специально для тебя, выбирай не хочу. Гнусно скривившись просидел тополь. И главное все бесплатно, как пишут в газетах условия поставки самовывоз. Только что мы щедро расплатились неразлучником за приют и питание и теперь стояли возле въезда на территорию бара. Считай, стояли на крыльце. Оставив Ильзу Ивана непосредственно возле будки охраны, мы с Тополем отошли посовещаться. Конечно, это запросто можно и нужно было сделать еще на территории бара за балконом темного. Ну, или хотя бы за завтраком, с пережаренными тостами и прогорклым кофе. Но... Но... В общем, сталкеры идут по преимуществу всякие романтически настроенные разгильдяи. Мы с Тополем не были исключением и ненавидели обсуждение заранее. «Сдается мне, через свалку ты идти не хочешь», проявил догадливость я. «Верно, не хочу», кивнул Тополь, «мне эта твоя свалка вот где». Мой товарищ провел ребром ладони возле горла, дескать, достало. «А как ты идти хочешь?» «Через темную долину, как все нормальные люди». Я молчал. Мое отношение к темной долине он прекрасно знал. Историю кнопки и дайвера я ему, конечно, рассказывал. И не один раз. «Я не пойду через темную долину». «Не пойду, и все упрямо», сказал я. «А я через свалку не пойду», пожал плечами Тополь. «Ситуация эта в шахматах называется словом «пад». «Не нашим вашим, не вашим нашим». Но я не сдавался. «Ты что, боишься?» спросил я, пытаясь взять Тополя на слабо. «Да, боюсь. У меня каждый раз какая-нибудь мелкая неприятность на этой свалке происходит. То на гвозде ржавом дорогой комбинезон порву, то ногу подверну, то контейнер потеряю, то еще что-нибудь похуже. Вроде ты не знаешь». «Знаю», кивнул я. «Но у меня та же история с темной долиной». «Нет, у тебя не та же история. У тебя просто воспоминания плохие, призраки прошлого. А у меня еще бедро не зажило с тех пор, как мы там в мае с тобой шастали. До сих пор гноится, представляешь?» «Представляю. И все же через темную долину не пойду». «Конечно не пойду. Лучше я потеряю два дня, руку, ногу, или что-нибудь там жизнь на свалке, где сейчас, вот именно сейчас, по сообщениям синоптика, кишмя кишит всякая нечисть и аномалии», перекривлял меня Тополь. Я отвел глаза. По здравому размышлению Тополь был, конечно, прав. Думаю, в ту минуту он уже в тридцать второй раз за прошедшие дни пожалел, что ушел с речного кордона ради сомнительного счастья проводить время с остахреневшим радиоактивным мясом по имени Комбат. «Послушай, а давай пойдем на компромисс?» задумчиво предложил Костя. «Знаешь определение компромисса. Компромисс это когда всем плохо». Так вот, компромисс продолжал Тополь, словно бы не расслышавший моей последней реплики. «Разделим отряд на две части. Я и принцесса Лихтенштейнская вдвоем пойдем через темную долину, потому что так безопаснее для меня и для нее, и здесь не о чем спорить. А ты и потенциальный принц Лихтенштейнский ха-ха пойдете через свалку. Тебе ведь так хочется на свалку, а идти туда одному тебе неудобно с морально-этической точки зрения. Вот так подвое мы спокойно пройдем через зону и пересечем периметр. Мы севернее, вы южнее. Встретимся в Лейке. Там же и обсудим какой маршрут по факту веселее и в какой пропорции делить деньги, которые отчинит папенька нашей Ильзы. Как тебе такой компромисс? Тополь смотрел на меня своими спокойными глазами и ждал ответа. Ильза и Иван, крепко взявшись за руки, тоже смотрели на меня с расстояния в двадцать метров и тоже ждали ответа, хотя услышать его в силу расстояния между нами они не могли. Я посмотрел на них, оценивая. Иван казался отдохнувшим и порозовевшим, словно бы с курорта десять минут назад прилетел, разве что лицо его не в меру порозовело и стало еще более похоже на поросячью морду. Не хватало, пожалуй, только мокрого пятака. Ильза и та после ночевки в комнате неразлучника построжила и даже вроде как похорошела, хотя закрути меня птичья карусель, если в зоне хорошевит. Я провел взглядом по блестящим черным волосам принцессы и понял, если бы не Ильза, а точнее, если бы Ильза не была Ильзой, я бы принял предложение Тополя разделиться на два отряда, а так, так нет. Не отпущу я Ильзу с этим раззявый Тополем. Твоя взяла, Костя. Пойдем через долину, сдался я. Я так и знал, что в тебе ревность взыграет, пошутил Тополь. То есть это ему казалось, что он пошутил. А мне казалось, что я влюбляюсь. В самый неподходящий для этого момент. И вот там, возле горы, забыла, как она по-русски Драэш-Вестерн. Три сестры, подсказал Иван. Да, правильно, на гора Три сестры стоит мой замок, продолжала Ильза с обезоруживающей улыбкой. Наш замок, то есть замок мой семья, он такой очень красивый, наш самок. Крыша мой самок сделать из... Ильза посмотрела на меня, словно я наверняка должен был знать, из чего у них крыша. Из черепицы, подсказал Иван. Это точно знал, потому что видел. «Та, стелан из черепиц, коричневый цвет такой и у нас еще есть квадратный, большой баш... баш... башка...» «Башня», обреченно подсказал Иван. «Да, пашня и крепостной стена с зубами, зубцами, поправил Иван. Я улыбнулся, стене с зубами. Мы шли по темной долине уже два с половиной часа. Ильза развлекала нас легендами и мифами родного Лихтенштейна. Я узнал много нового, как ее папашка прижил от танцовщицы кабары четверых бастартов, как ее дедуган чуть не утонул в бочке с крепленным вином, куда он свалился, потому что наблюдал за свиданием своей горничной и китайского посла по имени Суньгуй, как ее прапрадедушка едва не застрелил хрустального оленя и как ее прабабушку прокляла нищенка, которой та не пожелала подать монету после пасхальной службы. Пожалуй, если бы все эти конфитюрные истории рассказывала какая-нибудь претенциозная дура, я бы не стал вникать. Подумаешь, враки напополам с полуправдой, какие всюду в Европе сочиняют для того, чтобы содрать с туристов побольше бабла за обед в том или ином жутко историческом ресторане. Но так как все это рассказывала Ильза своим чарующим с легкой хрипотцой голосом, очаровательно путая падежи и склонения, изобретая новые выражения и без колебаний кастрируя старые. А на этой стене мой мать, мой отец один раз петь дуэт Зигфрита и Брункильда из Гетердамеруунг из оперы «Гибель богов» помог с переводом Иван. А потом мой отец наделал моей маме предложение. Я посмотрел на Ильзу умиленно. Ах, как это рафинированно прекрасно! Наделал предложение после того, как они исполнили дуэтом отрывок из оперы. В общем-то, это было довольно кризово слушать милое птичье еврочериканье здесь, в зоне, в неослабном ожидании заплутавшего зомби, оголодавшего снарка, с ума сбесившейся псевдоплоти или твердо решившего пошалить, засрав чужие мозги контроллера. «А чем, кстати, занимается твой отец?» спросил Тополь. «Он собирает», отвечала Ильза. «Ягоды?» «Нет, не ягоды». «А что?» «Картинки». «Собирает картинки». «С бабами?» «Да, картинки фламандских мастеров». «Ты хотелось сказать картины?» уточнил Тополь. «Да, да, картины. У нас две тысячи картин в нашей галереи. Их собирает мой Фати». «Вот это занятие для солидного папика». В голосе Тополя звучала убийственная ирония. Однако иронии Ильза, конечно, не заметила. «Да, да, папе нравится», согласилась она и просияла. «Ну и жизнь у них, у князей». «Нифига не делаешь, только исполняешь оперы и собираешь картины». Впрочем, оно и понятно. Помню, кореш у меня был, звали его Сомов, скупщиком Хабара работал. Так он когда-то бухгалтером в Европах по контракту вкалывал, пока не сел за мошенничество в особо крупных, а когда вышел, решил, что в зоне оно спокойнее и веселее, чем в Европах. Так вот, этот Сомов, помнится, мир, и Америка, и Азия, и уж, конечно, старушка Европа отмывает шальное бабло и складывает награбленное. Что кроме банков, где процветают всячески полулегальные махинации, в этом самом Лихтенштейне ничего и нет, точнее, есть. Это кафешки, где обедают служащие банков, и пивные, где служащие банков надираются в хлам по пятницам. Еще Сомов объяснял, какое удобное в этом их Лихтенштейне законодательство в плане налогов и уголовной ответственности. Жаль, подробностей я уже не помню. Не то все непременно принцессу своей эрудиции поразил бы. Так что у князя Лихтенштейнского, который весь этот банковский беспредел крышует, наверняка с Лавандосом все в порядке. А когда денежки есть, и интересы соответствующие, респектабельные, и яхта у старикана, мое почтение, сколько я дурак ни копи, а на такую не в жизнь ни на скребу. Дойдя до этой жизнеутверждающей мысли, я вдруг понял, что зверски хочу в туалет, ибо не слишком обильный завтрак, который приготовил нам своей немытой рукой повар Тинта, совершенно не хочет держаться у меня в животе и перевариваться, снабжая мой организм жирами, белками и углеводами. «Эй, товарищи!» позвал я. Все остановились и обернулись ко мне. Тополь, шедший первым, Ильза, шедшая за ним, и Иван, сутулый, похожий на великана, опившегося браги. «Чего?» «Я отойду минуток на пять». «Далеко?» насторожился Тополь. «Километр на три», отвечал я, глядя на Тополя сукаризной. «Дескать, ты бы еще спросил, есть ли у меня туалетная бумага?» «Далеко не ходи, а то нехорошо как-то. Что-то мой ПДА пошаливает. И датчик аномалий...» «Не хлюзди, Костя», заявил я, ныряя в ближайшие кусты Орешника. «Кстати, вы пока можете чайку погонять. Утопали в рюкзаке термос». А желающие, так те и вовсе могут сделать друг другу массаж ножных протезов. Ближайшие десять минут я был занят. Да простит меня читатель за подробности, исключительно своим желудочно-кишечным трактом, который моя мама, терапевт захудалой районной поликлиники, называла всегда и только лаконичной аббревиатурой ЖКТ. Чтобы случайно не смутить невинность ее высочества, запахами и неблагозвучием, я отошел достаточно далеко от поляны, где остались гонять чай мои спутники. Ну, точно, как в свое время мисс восемьдесят шесть. А когда я вернулся, что-то пошло по звезде, это я понял еще в пятидесяти метрах от той самой поляны с хилыми осинами. Начать с того, что я услышал мужские голоса, ни один из которых не принадлежал ни Тополю, ни Ивану. И закончить тем, что Ильза вновь пронзительно завизжала, как давеча в баре. Я упал на брюхо, тщательно изучил карту местности на датчике аномалий и полез, полез по-пластунски туда, где оставались Тополь и компания. «Где комбат?» спрашивал невежливый плечистый мужчина, тыча в спину Тополя дулом автомата. «Тополь, я тебя спрашиваю, где комбат?» «Ого!» стревожился я. «Да шел бы он к монахам, этот твой комбат!» в сердцах рявкнул Тополь, пытаясь повернуть голову к плечистому с автоматом. Я насторожился. «Рявкающий Тополь — это большая редкость. Обычно, Костя, сама сдержанность, пока трезвый, конечно». «Я тебя спросил, где комбат?» повторил плечистый. Его голос показался мне смутно знакомым. «Неужели я знаю эту падлу?» Мои пальцы самопроизвольно сжались в кулаке. «А мне откуда знать, где твой комбат? Я ему что, нянька?» «Поссорились мы. Не слышал, что ли?» «Что поссорился, слышал. Что помирились, сам видел, спокойно возразил плечистый. «И что-то видел, интересно?» «Как вы сидели в баре и пиво дудлили, будто старые кореша, типа не ссорились никогда, и сам неразлучник вам закусон подносил?» «Ну и что?» «Как что?» «Мне комбат нужен. Если он тебе и впрямь нужен, ты не в ту сторону пошел. Мы от Бора пошли сюда, в темную долину, а комбат тот двинул на свалку. Ты разве не знаешь, что комбат уже десять лет в темную долину, не ногой, что у него здесь лучший друг погиб, Кнопка, а потом еще и дайвер, у которого он в отмычках ходил, кони двинул». «Да, вроде слышал что-то». «А какие выводы?» «За комбатом на свалку отправляетесь, потому что у комбата принципы». «Принципы?» «Ну-ну». «А это кто?» «Телка комбата?» спросил плечистый, указывая подбородком на Ильзу. Принцесса Лихтенштейнская смотрела на всю эту сцену из-под лобья, прищурив свои бездонные глаза, взгляд которых теперь казался беспощадным и яростным, как у затравленной волчицы. Казалось, будь ее воля, уж эта правнучка жестоких герцогов Лихтенштейнских устроила бы пацанам вырванные годы. Что-то подсказывало мне, что в замке на горе «Три сестры», о котором только что так красиво рассказывала нам Ильза, имеет место прекрасная пыточная комната, где собраны жутко древние офигенные исторические орудия дознания, которыми еще прапрапрадедушка Ильзы, какой-нибудь Франциск Лисья Морда, вызнавал у проштрафившихся должников, где они зарыли свои соцнакопления, а у политических противников, где прячутся ассасины. — С чего ты взял, что это тёлка комбата? — глуповато спросил Тополь. Его удивление показалось мне неподдельным. — Да видел я, как они с ней в углу миловались, когда комбат зелёному и его пацану в табло засветил, — усмехнулся плечистый. — Да брось заливать. — Пантелей, — говорил, он видел. — У твари глазастый, — удивился я. — Это не тёлка комбата. Это туристка из Прибалтики. По-русски понимает плохо. — Дура редкая. — Последние слова Тополь произнёс в полголоса, с доверительной интонацией предателя, разворачивающего перед вражеским полководцем план осаждённого города. — Из Прибалтики? — с недоверчивой смешкой спросил тот. — Из Прибалтики? — не моргнув глазом, подтвердил Тополь. — А мужик кто? — он указал на Ивана. — А мужик — жених Ейный. Ваня. С ним, пожалуйста, поосторожнее. Он с ФСБ какие-то дела мутные мутит. Может, и работает там. Я знал, что Тополь фантазирует, проще говоря, врёт в надежде отпугнуть нежданных гостей, или, по крайней мере, заранить в их души сомнение в том, что им нужна такая добыча. — Да нам пофиг. ФСБ или хоть вообще ЦРУ. Мы же в зоне. А в зоне свои законы. Эту фразу произнёс парень, который держал на мушке Ильзу. Я чуть не написал «мою Ильзу». Его голос тоже показался мне знакомым. Я под черепашьи вытянул шею, чтобы разглядеть говорящего. И разглядел. Я узнал его. Это был пацан, который отирался возле соседнего подоконника в баре. Голова коротко стрижена под ёжик, на лбу ссадина, на шее татуировка тигр, разинувший зубастую пасть. Один из тех, кого я принял вчера за бандитов, но, вспомнив, о презумпции невиновности переименовал в лиц подозреваемых в причастности к бандитизму. Всё же права поговорка. Чем хуже о людях судишь, тем правее будешь. Они что же, шли за нами от самого бара, а я их клювом прощёлкал, ужаснулся я. Эх, теряю квалификацию. Интересно мне было знать, с какой целью шли. Зачем им комбат? И главное, если им действительно понадобился комбат, зачем они медлили так долго? Ведь все вопросы можно было полюбовно решить и в баре. Но это если у них вопросы. А если у них приказ комбата поймать, застрелить и тушку зарыть, тогда, конечно, в баре следует комбату как следует присмотреться, а затем... Но кто мог меня заказать? Кому я мог перебежать дорогу? Как ни странно, в качестве потенциальных заказчиков, способных заплатить пацанам вроде этих минимум три тысячи единиц за поимку и ликвидацию комбата, мне на ум приходили лишь двое. Армянин по имени Автандил, законный муж женщины, который я когда-то беззастенчиво трахал, и господин Рыбин, заказчик аквамаринового контейнера. Не то, чтобы у Рыбина были причины меня заказывать, но у него, по крайней мере, были три тысячи единиц. Ну так что, мужики, может, отпустите нас? Мы же безвредные совсем, и нафиг никому не нужные. Трое бандосов переглянулись. У них было совсем другое мнение насчет безвредности. Наконец, тот, что был за главного, плечистый, выдавил ответ. Но это, ты, Тополь, и правда нам даром не сдался. То есть, нам, конечно, сказано было тебя вместе с комбатом вольнуть, но мы ограничимся тем, что твои контейнеры с хабаром заберем. У тебя ведь их три, и все полные, а тебя самого тут к дереву какому-нибудь наручниками пристегнем. В левой руке плечистого, правой он держал автомат, блеснули стальные браслеты. Посидишь, подумаешь о смысле жизни, а там, глядишь, тебя кто-нибудь освободит. Вот будет какой-нибудь гребаный контроллер мимо проходить со свитой, увидит тебя, сжалится и поможет тебе освободиться, просто потому, потому что он добрый и любит помогать людям. Чувство юмора у плечистого, конечно, было. Своеобразное такое чувство юмора. Оставить человека в зоне, прикованным наручниками, к стволу дерева, значит, обречь его на мучительную смерть от когтей и зубов мерзостных мутантов. Ваню из ФСБ мы к тебе в компанию определим. Будете сидеть тут вместе, песни воинсталкерские петь. Пушки из дота торчат, гаснет фугас за горой, вот и кончается гон, скоро нам ехать домой. Мы возьмем себе только девчонку. Как ты говоришь, ее зовут? Лиза. Лиза, а не Ильза? Ильза мне больше нравится. Плечистый похабно гоготнул. В этот момент во мне словно бы струна оборвалась. Так уже было накануне вечером в баре. И что характерно, речь снова шла об Ильзе. На что они намекают, когда дают понять Тополю, что знают ее настоящее имя и не желают называть ее Лизой, как предлагает кроткий враль Костя. Да на то, что знают про нее не меньше, чем мы с Тополем. Что знают про вертолет, про его крушение, возможно, знают даже о ценности аквамаринового контейнера. И что им хорошо заплатили за то, чтобы они ввязались во все это, ибо на чистой импровизации во все это ввязываются только такие идиоты, как мы с Тополем. была, была, конечно, еще одна версия между нами, девочками, даже более вероятная, чем та, которую я только что озвучил, что нифига эти джигиты не знают ни про вертолет, ни про Ильзу, но просто случайно услышали ее имя, когда перетаптывались в баре рядом с нами, и теперь хотят ее выкрасть, чтобы потом потребовать за нее выкуп. А что? Прекрасный улов. Три контейнера, мой, тополя, аквамариновый рыбина, плюс выкуп за девчонку. Они, конечно, не побрезговали бы и Иваном, а вдруг из-за него выкуп дадут? Да не хотят возиться со взрослым мужиком. Мужик — это всегда непредвиденные опасности. А вдруг он на привале на лицо кому-нибудь задом сядет и тем самым этого кого-нибудь насмерть удушит? Шутки шутками, а я сам слышал про такой случай, стоивший жизни одному из головорезов аллигатора. На самом деле, все в этой второй версии было хорошо, кроме одного. Мне не нравилось слово «случайно». Почему-то раздражало меня оно. Может, потому, что, как опытный сталкер, я на своем практическом опыте знал, случайность — это почти всегда часть пока не разгаданной тобой закономерности. Но главное, вот они услышали и так случайно, что девчонку зовут Ильза. И зачем им после этого переться за нашим отрядом? Зачем подкарауливать нас на привале? Почему бы сразу не расстрелять нас всех, благо мы совершенно утратили бдительность за этими Ильзиными рассказами про Лихтенштейнский замок, про предков и живопись, а потом попросту забрать наш хабар пойти своей дорогой? Все эти содержательные размышления заняли ясное дело считанной секунды, которую я провел под защитой кустов бересклета. Когда третий бандит достал браслеты, чтобы надеть их на Ильзу, я понял, пора действовать. Стечкин сам оказался в моих руках. Веса оружия я не почувствовал, только холодящую ладонь сталь и выпуклую советскую звездочку в центре рукояти. К сожалению, совсем бесшумно снять пистолет с предохранителя не получилось. На щелчок повернули головы все трое, и в тот же миг моя пуля вошла в горло тому, который держал под прицелом Ильзу. У него был огненно-рыжий конский хвост на затылке и конопатая кожа. Брызнула кровь, бандит захрипел и, схватившись руками за горло, откуда со свистом выходил воздух напополам с салой кровью, упал на колени. Ильза зажмурилась и оглушительно на пол леса заверещала. Два уцелевших бандита, продемонстрировав неплохую реакцию и умение уверенно ориентироваться на слух, прошили очередями место, где я только что стоял. Естественно, мне хватило ума убраться оттуда перекатом. Продолжая движение, я бегло выпустил четыре пули, две в одного, две в другого. Безупречно выполнить это спецназовское огневое упражнение мог бы только настоящий спецназовец с хорошим стажем. Ваш комбат, любитель коктейлей и женщин, к ним, увы, не относится. Одного я все-таки уронил, хотя и грязно. Обе мои пули вошли в титановые пластины бронежилета, которые я, к сожалению, не видел под его бесформенной маскировочной накидкой, не то целился бы пониже. Второму плечистому только царапнуло руку. Тут, хвала черному сталкеру, наконец одуплился тополь, воспользовавшись тем, что смертоносное дуло уже не смотрит ему между лопаток, а заливает свинцом метровый радиус вокруг атлетической фигуры его лучшего друга, он вступил в бой. Левой рукой тополь заключил могучую шею плечистого в борцовский захват, а правой погасил в землю ствол его автомата, так что новая очередь мощно взрыла устланную палую листву. «Ильза, ложись!» заорал я, проклиная все на свете и, в частности, ее телохранители Ивана, который стоял как стыросовая дубина, глядя на происходящее квадратными глазами случайного свидетеля. Ильза послушалась, хорошая девочка. Да и Иван зачем-то последовал за ней, как видно, не желал принимать участие в обороне нашего отряда от бандитов, ведь лихтенштейнским папенькой уже как бы уплочено за наши услуги и кто набирает таких рохлей в телохранители. В общем, он шмякнулся рядом с Ильзой и трогательно закрыл макушку ладонями, словно эти ладони могли уберечь его черепушку от шальной пули. Между тем встал на ноги второй бандит и не просто встал, но и выпрямляясь шустро швырнул в меня две гранаты одну за другой. Ну, не скотина ли? От такой наглости я просто осатанел. Мой АПС застрекотал своим смертельным стрекотом. Наконец-то я смог попасть в мерзавца. Как я обнаружил позднее, пуля вошла ему ровно в левый глаз. Однако в ту секунду мое сознание не зафиксировало результата стрельбы, ибо в длинном прыжке, которому позавидовал бы и молодой мексиканский ягуар, я уходил от обеих брошенных в меня гранат. И, конечно, не ушел бы от них, не окажись на моем пути слабенький трамплин. Его местоположение, между прочим, я держал в уме уже четверть часа с того самого момента, как удалился в кусты. Трамплин, едва не переломав мне половину ценных ребер, упруго подбросил меня на высоту третьего этажа, и именно благодаря этому я вышел из радианта разлета осколков невредимым. Конечно, я получил изрядные контузии, одно от трамплина, другое от взрывной волны. Насколько сильно я отхватил по голове и по барабанным перепонкам, я понял лишь спустя полчаса, когда естественное обезболивающее под названием адреналин немножечко отпустило. Спасибо Косте, он тоже не дремал. Пока я летал на трамплине, он успел получить от плечистого пару основательных ударов в нюх, но в конце концов все же овладел ситуацией и, свалив противника с ног, хладнокровно сломал ему шею. Я слышал, как хрустнули шейные позвонки. Чего-чего этот тополь умеет, в горячих точках руку набил. Когда обмякший труп врага осел на зель, тополь обернулся ко мне и сделал приглашающий жест рукой, мол, все чисто, бояться нечего. Я вышел на поляну и сделал по ней круг почета. Итого имеем три трупа, один перепуганный до смерти придурок, я имею в виду, конечно, Ивана, и принцесса лихтенштейнская Айнштюк. А не слишком ли это мы крутое? Троих за минуту завалили, спросил тополь, отряхиваясь от осиновых листьев. Наверное, и впрямь крутовато, сказал я неуверенно, почесывая затылок. Вообще нервные мы с тобой стали. Страшное дело. Я помог Ильзе подняться, поделился с Иваном с содержимым своей фляги. Пора было продолжать путь. Глава двадцать четвертая. Побоище на реке Бечевке. Последнее, что я сделал вечером накануне, отправил Рыбину лаконичное, но исполненное надежд сообщение. Чемодан со мной. Завтра буду. Готовьте деньги. Долго ждал ответа. Не дождался. Впрочем, в зоне такое сплошь и рядом. Вообще-то, нам повезло. Засветло мы успели дотянуть до моего схрона в Ёлкином лесу. Поскольку в Кевлавровой берлоге места хватало только на одного, внутрь мы определили нашу принцессу. Сами же расстелив спальные мешки, залегли снаружи. Разумеется, предварительно мы выставили мои любимые манки и оговорили очередность ночных дежурств. Вообще-то, я был против дежурств. Мне хотелось, чтобы все выспались как можно лучше. И лично я в первую очередь. Но то ли тополем овладели дурные предчувствия, то ли на речном кордоне ему успели подсадить в голову маленького сержанта, алкавшего неукоснительного исполнения устава гарнизонной и караульной службы. Так или иначе, мой друг настаивал, а я не было муторно. Но, несмотря на все наши предчувствия, ночь прошла спокойно. Грибы-мутанты не покусились на наши манки, кровососы, как бесхозные, так и одомашненные контроллерами, обошли наш бивуак десятой дорогой. Когда я проснулся, часы показывали ровно шесть ноль-ноль. Эх, заспался. По крайней мере, по своим меркам. А все потому, что пришлось просидеть с двух до четырех на посту. Вот, если бы я спал нормально всю ночь, то, конечно, встал бы на час раньше. С четырех на стражу заступил тополь, но он почему-то не разбудил меня в пять-ноль-ноль, как я просил. Что же ты, брат? Укоризненно спросил я. Да ладно тебе, Володя, не гони коней. Пусть наша принцесса еще немного посопит. Кто рано встает, тому зона дает, проскрепил я и громко возвестил. По лагерю елочной объявляется подъем. Тополем, непрерывно трущего глаза костяшками пальцев, я отправил снимать манки, а Ивана поставил дежурным по кухне, намазывать на бутерброды шоколадное масло, резать колбасу и вскрывать неизменные банки завтрака туриста. Принцессе же ничего не оставалось, как сидя на корточках перед берлогой варить этим грубым русским мужланам, то есть нам, кофе в грязном кофейнике, водруженном на горелку. Видел бы это князь Бертран Адам Третий. А с кем вы там в Лихтенштейне враждуете? Ведь есть же у вас враги, а? Спросил я, активно пережевывая огромные кусища бутерброда с докторской колбасой. Наш враг Чехия, серьезно сказала Ильза. Я поперхнулся. Кто? Чехия. Это враг. А чем они заслужили? Что они сделали-то? Украли у нас землю. И много? Тысяча шестьсот километров. Квадратных, мрачно пояснил Иван. Это сразу после Второй мировой войны было. Чехии прирезали к себе симпатичный лесок в Моравии и с тех пор не отдают. Нормальный лесок, прикинул я. Полторы тысячи квадратных километров едва ли не половина нашей зоны. Немало. Скажите на милость, какие гады? С наигранным драматизмом провозгласил Тополь. Да, та, горячо поддержала его Ильза. Наши дипломаты стараться, хитрить, но Чехия не отдавать земля. Ну и как воевать с ними будете, поинтересовался я. Ильза спрятала глаза и замолчала. Видно для нее, как для патриотки своей страны, это была больная тема, вроде Ольстера для ирландцев. Воевать нехорошо. Пацифизм хорошо, наконец, сказала принцесса. Знаем и ваш пацифизм, подумал я. Небось, могли бы вы в своем Лихтенштейне поставить под ружье тысяч, а так сто пацанов призывного возраста, сразу бы начали права качать. А так, по сравнению с такой крохой, как Лихтенштейн, Чехия настоящая сверхдержава. Ну а Польша какая-нибудь, так вообще империя зла. Утро выдалось свежим, даже слишком. Зябко поеживаясь, мы шли через Ёлкин лес на северо-восток. Нашей целью была Бечевка, приток Припяти, образовавшийся по геологическим меркам вчера, шесть лет назад. Причиной его образования стали те же самые катаклизмы, которые изменили русло Припяти, породили пылающий остров и речной кордон. Бечевка славилась глинисто-красной водой, стремительным течением и ничем необъяснимым отсутствием аномалий. Из-за этой особенности, кстати, в сталкерском фольклоре возникло поверье, что если обмазать этой самой красной глиной из истоков Бечевки все тело, то никакая аномалия тебе страшна не будет. Мне кажется, это полная чушь. Впрочем, я лично не знаю никого, кто отважился бы это проверить на себе. На берегу Бечевки у нас с тополем была припрятана лодка, добротная алюминиевая плоскодонка, способная при необходимости поднять не только четверых, но и шестерых. Мы давным-давно уговорились не использовать ее без крайней надобности. Почему? Да потому что сплавиться на ней вниз по стремительной бечевке одно удовольствие, а вот кто и как попрет ее вверх по течению на прежнее место. Мы-то с тополем в свое время использовали знакомство со славными мужиками из клана Долг, которые наловчились кататься по зоне на самопально бронированном Патриоте. Эти мужики нашу лодку на крыше своего вездехода и подвезли, но уже годы два, как об этих долговцах не было ни слуху, ни духу, и Патриота их никто не видел. Как решили мы с тополем еще вчера, крайняя надобность сейчас как раз настала. Чем быстрее мы отторобаним принцессу и ее бесплатное мясное приложение в лейку, тем лучше. А лодку я успокаивал себя тем, что она, возможно, больше никогда не понадобится. А что? Будущее виделось мне в самом, что ни на есть, шоколаде. Денег рисовались форменные горы. Во-первых, гонорар от Рыбина за Кампоэзе. Во-вторых, гонорар за спасение принцессы. Вдруг князь Лихтенштейнский окажется добряком и накинет тысячонок сто на чай. На этом фоне вознаграждения за колокол и ведьмину косу, которая бессовестно зажал Хуарес, уже не выглядела таким эпическим, как давечья. И все же деньги лишними не бывают. А я умею радоваться каждой копейке. Между прочим, именно по этой причине я уговорил Тополя забрать с собой все мины МОН-5МС, распределив их между нашими рюкзаками. Все равно их гарантийный срок подходил к концу, и я, что греха таить, намеревался толкнуть их к какой-нибудь отмычке, взомнившей себя бывалым сталкером. Ну, а в-третьих, конечно, гонорар за звезду Полынь. Предварительные оценки, основанные на банковском курсе платины, давали 200 тысяч единиц. Расчеты по научным таблицам статистической редкости артефактов обещали увеличение этой суммы в полтора раза. Итогом, миллионерами нам с Костей, конечно, не стать, но сделать шаг в следующий имущественный класс мы вполне не могли. При желании мы сможем оставить сталкерство и заняться чем-то более респектабельным и более спокойным, само собой. — Ты чего насупленный такой? — спросил меня Тополь. — О вечном думаю, — соврал я. Мы шли по отличной надежной тропе, лучшей в Ёлкином лесу просто не было. Я хорошо знал тропу и без карты. Вначале она вьется по траверзам между низинами, затем взбирается на оплывший холм, поросший корабельной сосной, а затем спускается к бечевке, отбитой от опушки Ёлкиного леса поименным лугом. Конечно, мы с Тополем, как опытные сталкеры, ни на секунду не прекращали отслеживать аномалии. Даже на этой проверенной тропе можно было вляпаться и в зыбь, и в мясорубку. А уж в зарослях вокруг тропы аномалии стояли стеной. Плотные цепи трамплинов выдавали себя дешевенькими артефактами типа медузы, сгенерированными за последнюю ночь. Птичьи карусели кровью камня. Все эти дары зоны мерцали в ломкой белесой траве фальшивыми драгоценностями. Если бы только мы не спешили, если бы наши финансовые перспективы не были столь обворожительны, мы бы с Тополем наверняка не удержались и занялись сбором всей этой приятной мелочевки. Все-таки страсть к собирательству, которую приобретает каждый сталкер после первого же своего найденного и принесенного из зоны артефакта, она посильнее полового инстинкта и чувства самосохранения вместе взятых. Лишь в одном месте я обнаружил коридор, который мог с гарантией без лишнего риска вывести из скопищ аномалий окружающих к тропу. Вход в коридор как по заказу был четко обозначен двумя изрядными птичьими каруселями. В тот момент информация о наличии такого коридора для нас была лишней, но кто знает, как завтра жизнь сложится. И между прочим, синоптик, который поведен на картографировании зоны, за каждый квант достоверной информации о расположении аномалий охотно платит по десятке. Ван, гляди, какие птичьи карусели здоровенные, видишь? Я обратил внимание Ильзы на пару аномалий, обозначенных отчетливыми пылевыми вихрями. А какой птица катается на этой карусели? спросила Ильза. Курица или тятел? Как видно, других птиц принцесса Лихтенштейнская по-русски не знала. Какая попадется, такая и катается, мрачно заметил тополь, известный жизнелюб. Но недолго. Я криво улыбнулся. В словах тополя было слишком много правды. Мы удалились от карусели шагов на пятьдесят. Там тропа упиралась в мощную воронку и делала вынужденный поворот. Я машинально сообщил тополе точные координаты эпицентра воронки. Тополь машинально подтвердил. Я уже хотел было рассказать анекдот, чтобы развлечь Ильзу, когда взгляд мой упал на огромные, блестящие, как коллекционные рубли, глазища крысиного волка. Зверек сидел на задних лапах, сидел прямо на тропе, как-то очень по-человечески, вытянув передние лапки нам навстречу и выставив вверх чувствительный нос-локатор. Это был матерый крысиный волчар с шестью оранжевыми полосками на спине. Моя рука бездумно потянулась за Стечкиным. Мало ли, что утварено уме. Когда меня осенило. Шесть полосок, шесть! Да это же крысиный волк из клетки Трофима, тот самый, которого я отпустил возле девятой скважины в Зазерье. На душе у меня потеплело. Я исполнился сентиментальных чувств и вернул Стечкин на предохранитель. Чего встал, спросил Тополь Стревожина. Опять тетки в белых халатах мерещатся. Старого знакомого встретил. Не понял. Комбат ты в порядке? Что за знакомый? Да крысиный волк этот. Ну, помнишь, которого мы отпустили? Он на тропе сидит. Ну, волк и волк. У тебя что, хай-пауэр заклинило? Патроны экономишь? Да нет, ты не понял. Он на что-то хочет этим сказать, понимаешь? Важное сказать. Вроде чего. Ну, вроде предостережения, чтобы мы туда не шли. Мы ведь его спасли один раз. Вот и он нас теперь хочет спасти. Комбат, У тебя морской еж на месте? Тоном психиатра буйного отделения справился Тополь. Да на месте, на месте. Но это и правда очень странно. Сам посмотри. Чтобы оказаться рядом со мной, Тополю требовалось пройти двенадцать шагов. Он успел сделать одиннадцать, когда я отчетливо услышал оружейный кланк-кланк. С таким звуком патрон досылается в ствол перед первым выстрелом из снайперок типа СВУ и ей подобных. По-видимому, услышал этот кланк и Тополь, поскольку он резко обернулся к Ивану и спросил «Ты взвел пистолет?» «Нет». В руках у Ивана и впрямь ничего не было. «Что же мы слышали?» подумал я, чувствуя, как неприятный холодок побежал по моему хребту. И тут меня осенило. Это же атмосферные звуковод. Вполне заурядное, хотя и редкое, особенно за пределами зоны, физическое явление, благодаря которому звуки переносятся почти невредимыми на весьма заметные расстояния. А как только меня осенило, я услышал еще один кланк. Нет, точно не мерещится. Ну и где же прячутся те, кто досылает в ствол патроны? И зачем они это делают? Я посмотрел на ПДА. Поблизости вроде бы никого. Перевел взгляд на красиного волка. В его глазах стояла мольба, мол, ни-ни-ни, ни шагу дальше. Ну, чем гадать, так лучше проверить. Я загнал в подствольник грозы дымовой выстрел и нажал на спусковой крючок. Граната улетела за ближайшие ели, и там метрах сорока от нас взорвалась, расплескав на уровне макушек деревьев кляксу ярко-зеленого маркерного дыма. Я рассчитывал на то, что у наших пока невидимых кланг-клангов не выдержит нервы. И, как оказалось, правильно рассчитывал. Ялкин лес взорвался сразу несколькими истерическими очередями. Минимум один ствол был мощнейшей гауссовкой последнего поколения. Слева от нас гиперзвуковые пули безжалостно разорвали ствол дородной ели, и она с протяжным скрипом рухнула наземь. Ну что, побежали, спросил я. Без вопросов, сказал Тополь. Иван вдруг ловко подхватил Ильзу на руки, и, как будто принцесса весила не больше плюшевого зайца, побежал вслед за Тополем. Ого! впечатлился я. Он что, в баре стимуляторов себе прикупил новейших, пока мы кофе гоняли? Каковы бы ни были причины этого преображения, и легкая атлетическая прыть, и тяжелая атлетическая грузоподъемность Ивана оказались очень кстати. Ведь всякому известно, что скорость эскадра определяется скоростью самого медленного корабля. В нашем случае Абузой обещала служить, конечно же, Ильза. Нам ничего не оставалось, как опрометью броситься по тропе назад, туда, откуда мы пришли. За считанные секунды я мысленно реконструировал приблизительную тактическую картину происходящего. Впереди на тропе нас ждала засада. Кто попало с гауссовками, по зоне не ходит, поэтому следовало предположить, что мы имеем дело с серьезным кланом, монолитом или свободой. Серьезный клан это очень плохо. Наверняка на тропе был устроен классический огневой мешок, а это никак не меньше десяти стволов. Зная пристрастие монолита к перерасходу сил и средств, можно предположить и все двадцать. Но самое главное это то, что стрелками, включенными в систему огневого мешка, весь отряд наверняка не исчерпывается. Должна быть еще и группа отсечения, четыре-восемь бойцов, которые выйдут на тропу позади, перерезая все пути отступления. И монолиты свободу не пацаны ведь сколачивали, а отставные офицеры, как и долг, само собой. Идейки, правда, у всех этих кланов были разные, но тактическая подготовка одна на всех. Стоило мне об этом подумать, как ход событий подтвердил мою правоту. Впереди на тропе мелькнул пятнистый силуэт. Мы с тополем выстрелили одновременно. Незадачливый боевик из группы отсечения улетел с тропы ровнехонько на фокус жарки. На несчастного тут же обрушился испепеляющий жар в полторы тысячи кельвинов. Тот истошно заорал. Одним меньше, но всего лишь одним. Расслабляться было ни в коем случае нельзя. Падай! Крикнул я Ивану и сам рухнул на землю. Очень вовремя. Стоило нам упасть, как со стороны только что позавтракавшей жарки в нашу сторону ринулся шквал пуль. Эти били в шесть стволов бойцы группы отсечения, успевшие, как и мы, попадать среди высохших папоротников. Хуже всего было то, что автоматы и оборочных пулемета этих мерзавцев были оборудованы приборами бесшумной и беспламенной стрельбы. Из-за этого засечь их огневые позиции по характерной сварке выстрелов было невозможно. Но глазастый тополь вычислил одного пулеметчика по столбику пыли и немедленно отправил туда две осколочных гранаты из-под ствольника. Что будет, когда враг ответит нам тем же, я старался не думать. А чтобы эффективнее не думать о грустном, я перекатом сменил огневую позицию и взялся к истерить рыбина. Ну, скотина, ну, тварь. И какой бес меня попутал вчера ему сообщение послать. Кто меня торопил? Вот пришел бы в лейку и послал уже по-нормальному. Нет же, все меня тянет КПД увеличивать. Все заранее распланировать, как учат всякие мудаки в книжках «Стань хозяином своей говножизни». Ведь этих молодцев наверняка Рыбин прислал, чтобы контейнер забрать, а меня пришить. Сразу две выгоды рисуются. И платить ничего не надо этому комбату, и свидетелей лишних нет. А что вместе с комбатом еще три человека прижмурятся, так подобные мелочи солидной организации никогда не волнуют. Подумаешь, принцесса Лихтенштейнская, тамошний князь еще молодой, новых настрогает. Короче, мне стало стыдно, и я решил сделать все от меня зависящее, чтобы вытащить принцессу живой из этой передряги. Я снова поменял позицию, короткой перебежкой переместившись из-за своего бугра заповаленный ствол красавицы дуба, за которым затаились Ильза с Иваном. Я хотел возглавить спасение принцессы, но стоило мне улечься на брюхо рядом с ними, как я заметил, что Иван, наш простофилий Иван, занят чем-то в высшей степени странным. Иван вооружался. Его пальцы порхали со скоростью челноков ткацкой машины. Словно из воздуха он выхватывал одну за другой все новые детали. Он вращал их с бешеной скоростью, придавая им верную пространственную ориентацию и почти беззвучно сопрягал друг с другом. Спустя несколько секунд первая пушка была готова. Иван положил ее рядом с собой на землю, после чего сразу же взялся за изготовление второй, той же самой нечеловеческой четкостью и ловкостью в пальцах. Я никогда не видел ничего подобного. Его оружие отдаленно напоминало шестиствольные пистолеты позапрошлого века, по крайней мере стволов у него тоже было шесть, и расположены они были кругом. На этом, впрочем, сходство заканчивалось и начинались различия. Например, этот монстр был изготовлен не из железа, а, по-видимому, из неизвестных мне сортов линейного трансфуллерена, высокопрочного карбидного полимера. Что же до калибра, то было ясно, что эта штука, снаряженная, скорее всего, керамическими пулями, оторвет жопу и бегемоту. Вторая пушка тоже удалась Ивану на славу. Это была единственная в своем родине металлическая реплика малокалиберного пистолета-пулемета «Цунами», воплотившего концепцию «Металл-шторм-2». Кургузый двухствольный агрегат был призван засыпать противника градом коротких бронебойных стрел с темпом три тысячи выстрелов в минуту. Вдумайтесь, три тысячи выстрелов в минуту. Ваш комбат никогда не узнал бы об этой прожорливой фигне, если бы не Любомир, который еще зимой пробовал втюхать мне серийный сингапурский цунами за бешеные деньги. Ага, держи карман, Шерри, братка. Мне и со Стечкиным хорошо. Старый друг лучше новых двух, и при том в разы. Больше всего меня интересовало вот что. Где Иван намерен взять два литра гелеобразного гидробутана, жидкого пороха, для своего самопального цунами? Как бы отвечая на мой невысказанный вопрос, Иван расстегнул куртку, затем задрал футболку, оголяя живот, и после серии едва заметных манипуляций в районе пупка вырвал из своего чрева что-то вроде катетера с розовым наконечником. Я знаю, звучит глупо, вырвал из чрева, но поверьте, со стороны это так и выглядело. Затем Иван воткнул наконечник в казенную часть цунами, раздал из шипения, этаким макаром он, по-видимому, заправил баллон из некоего резервуара, находящегося у него в животе. Слава Богу, Тополь этого не видит, его бы точно стошнило. А вот Ильза взирала на все эти приготовления с хладнокровием патолого-анатома. Как видно, ей было не впервой. А я наивно еще размышлял, как эти сиротки три дня в зоне продержались. Такие беззащитные. Как же? Сиротки. В левой руке шестиствольный пистолет, в правой цунами. Интересно, Ильза тоже такая? Или все-таки обычная? Однако события не оставляли мне времени на размышления. Пойду почищу сектор, Иван обратил ко мне свое бесстрастное лицо. Их там семеро, два пулеметчика, гранатометчик, снайпер, три стрелка. Я почти не удивился. Иван был сегомом. Это было уже совершенно очевидно. А у сегомов, в числе прочего, при необходимости включается цифровая обработка всей входной информации. В частности, звуки стрельбы, мозговые сопроцессоры Ивана, наверняка подвергали точному спектральному анализу. Исличая их с зашитой библиотекой звуков, делали выводы. Приборы бесшумной стрельбы, имевшиеся у наших врагов, картину не меняли, потому что органы чувств у сегомов развиты на порядок выше, чем у нас простых смертных. Тем временем Иван продолжал. Прикройте меня сосредоточенным огнем сюда. Иван ткнул пальцем в экран моего ПДА. Через пятнадцать секунд перенесите огонь на тридцать градусов правее. «Ждите, не высовывайтесь, пока я не подам сигнал». Смотри, как раскомандовался. Ну, прям выпускник Академии Генштаба. Впрочем, спорить с Иваном не было никаких аризонов. Человек, точнее, сегом, человек с синтетическими элементами, дело говорил. «Понял», ответил я. «Мне пора», сказал Иван. С этими словами он наградил Ильзу многозначительным взглядом, и пружинист вскочил на ствол дуба, испещеренный отметинами от пуль. Там он застыл ненадолго и, не двигаясь с места, открыл беглый огонь с двух рук по-македонски. Шестиствольный пистолет ухал, как заправская гаубица. Один выстрел, второй, третий, четвертый. Когда он собрался перенести огонь на пятую цель, я, наконец-то, опомнился и крикнул тополю «Делай, как я», выпустил полный магазин в кусты жимолости, которые служили ориентиром для первой прицельной точки, указанной Иваном. Иван, между тем, скатился со ствола вниз, с нечеловеческой быстротой перезарядил пистолет и рванул вперед по тропинке. Неподавленный пулеметчик боевиков показал великолепную реакцию. Тропа перед Иваном вспухла метровыми фонтанами грунта. Три пули превратили левую ступню Ивана в крошево, но он как будто не замечал этого, как видно, в тот миг все человеческое в нем было выключено. Увы, новый преображенный Иван властвовал над законами биохимии и физиологии, но перед законами механики даже он был бессилен. Еще две пули вошли ему в бедро. Полученный импульс закрутил сегомо-юлой. Падая, Иван успел выставить вперед правую руку и следующие три метра преодолел в головокружительном сальто-мортале. При этом левую руку с цунами он отметающим движением перебросил на линию огня и перерезал очередью тонкую осину перед собой. Видимо, он сделал это с умыслом. Ветви упавшего дерева накрыли его, спрятав от наблюдения, и сегом получил возможность перезарядить оружие, а также провести экспресс-ремонт повреждений. Я так засмотрелся на блинные подвиги Ивана, что не сразу расслышал обращенный ко мне крик тополя. «Комбат! Сзади!» крикнул Костя и выпустил несколько одиночных пуль в восточном направлении, туда, где мы встретили крысиного волка и откуда мы бежали, спасаясь из огневого мешка. Я все же обернулся. С запозданием в секунду, но обернулся. Что же я увидел? На землю оседал боевик с архаическим гранатометом РПГ-7 за спиной. Одет он был в комбинезон ветер, какие обожают носить ребята из свободы, и, пожалуй, только они. Живот боевика был щедро запятнан кровью. Было ясно, что тополь попал. Черт, что же делать? Сзади наседают, надо уходить, но там эта проклятая группа отсечения. Я понимал, что без моей помощи Ивану, скорее всего, не справиться. Он, конечно, сегом, но отнюдь не настоящий боевой робот, каким был, например, Авель. Любая пуля наносит ему вполне действенное ранение. Другой вопрос, что он может позволить себе не замечать ранений, но лишь какое-то время. В общем, надо Ивана срочно помогать. С другой стороны, незащищенный тыл это тоже никуда не годится. Ильза. раздав раздав указания, я бросился вперед поддержать Ивана в его трудных пробах на главную роль в фильме «Терминатор наносит ответный удар». Тремя короткими перебежками змейками я достиг лежащей поперек тропы Осины, той самой, которую Иван перерубил очередью из своего самопального цунами. Оттуда, из-под прикрытия ее ветвей, я выпустил две осколочные гранаты по-минометному, то есть уперев приклад грозы в землю, а ствол задрав круто вверх. Гранаты похоже упали куда надо, по крайней мере назойливое кудахтанье РПК оборвалось. Следующие полминуты я вслушивался в хаотическую стрельбу впереди, пытаясь вычленить уханье Иванова шестиствольника. Самого Ивана я нигде не видел. Когда я накачался адреналином под завязку и уже готов был взорваться, я на психе перекатился через осинку и ужом пополз вперед. Мне хотелось знать, куда подевался Иван и главное в кого стрелять. То, что не все боевики перебиты, было очевидно. То и дело так или два Калашникова и глухо бахал минимум один Ремингтон. Наконец мне на глаза попался окровавленный полусапог, торчащий из кустов. Поодаль валялась беспризорная беретта с отстреленным магазином и сдвинутый назад затворной рамой. Вдруг я услышал, как впереди ударил пистолет Ивана, кто-то истошно завопил. Расстрещался очередью и вдруг захлебнулся Калашников. Я пополз вперед с удвоенной прытью. Но повоевать мне было не суждено. Впереди воцарилась зловещая тишина. Я замер, вглядываясь в переплетение стеблей веток теней. И вдруг, небрежным движением отгоняет лица зловредное облачко жгучего пуха, на тропу выступил Иван. Он был смертельно бледен. Он шел медленно, будто каждое движение причиняло ему смертельную боль. Как выяснилось, вскоре так оно и было. Иван жестом увлек меня под защиту ствола гигантского граба, сел на землю, его лицо исказилось мучительной гримасой и сказал «Я смертельно ранен, Владимир. Разрушены печень и сердце. Мозг отключится через две минуты двадцать четыре секунды». Ну и точность ужаснулся я, кивая ему. Поэтому слушай меня внимательно и не перебивай. А ведь раньше один лишь я позволял себе подобный тон в нашем маленьком отряде. Говори. Во-первых, Ильза, позаботься о ней. Если она потеряет сознание от боли или страха, у нее на поясе есть аптечка. В колледж ей препарат номер четыре. Понял. «Теперь о контейнере». «Ты обещал отдать его мне», напомнил я. «А ты обещал не перебивать». «Извини». «Так вот, контейнер отдашь магистру». «Кому?» «Человеку, который назовет пароль». «Что за пароль?» «Надо признаться, я не собирался отдавать контейнер какому-то там магистру, но испорить с умирающим, пусть даже этот умирающий сегом, я совершенно не имел охоты, поэтому я делал вид, что полностью подавлен ситуацией и загипнотизирован терминаторской харизмой». «Пароль «Меркурий светит белым на закате». «Запомнил?» «Чего тут запоминать-то?» «Запомнил?» «Отдашь контейнер тому, кто произнесет эту фразу и не пожалеешь». «А что в контейнере, ты сам хоть знаешь?» «Философский камень». «Это бриллиант, что ли?» «Нет». «Артефакт?» «Ни в коем случае». «А что?» «Философский камень, повторяю. Для тех, кто не умеет с ним общаться, он не имеет никакой ценности». «Мне было, что спросить у него, первого в моей жизни живого сегома, но две минуты и все приложенные к ним секунды вышли». «Прощай», сказал Иван и закрыл глаза. «Эй, ты что, все?» Я потрепал его за плечо. Иван не ответил. Он лежал передо мной недвижимый и величественный, немного похожий на куклу, словно кто-то там наверху вдруг нажал кнопку «Выкл». Следующие пятнадцать минут были заполнены спасительной суетой, отдышливым бегом и сумбуром в мыслях. Хотя Ивану удалось расправиться с группой отсечения, отходить на запад к моему схрону мы не решились. Это значило бы самим себя загнать в ловушку. Вместо этого мы выскользнули с тропы на примеченный мною загодя боковой коридор между аномалиями, обозначенной двумя птичьими каруселями. Мы уходили в направлении холма, покрытого рыжей выгоревшей травой, за которым мы знали должен открыться вид на реку Бечевку. Наши преследователи напоролись на выставленные тополем манки. Страшная смерть нескольких временно остудила пыл остальных, и мы вроде как оторвались. Кстати, кто же они, эти преследователи? Об этом мы спорили с тополем прямо на бегу. Впрочем, бежать удавалось ровно в той мере, в какой это позволяла Ильза, а бегунья из нее была никудышная. Думаю, свобода, утверждал тополь. Но зачем? Что мы им сделали? Как это что? Ты же сам начистил репу зеленому в баре. Ну так и что? Из-за такой малости целый взвод за нами посылать. А кто их знает, этих психов? Не верю. Это кто-то покруче. Да куда круче-то? Монолитовцы? Так они все были в экзоскелетах поголовно. Военные сталкеры вообще не так экипированы, поверь знатоку. Для бандосов чересчур хорошая организация. Да и нет уже таких многочисленных шаек. А наемники, те против нас, не напружинили бы хвост. Слишком дорогие деньги для них. Они только падаль рвут. Или верняк. Тоже ведь профи своего рода. Все это было верно. Может весь сыр бор из-за Ильзы? Вдруг осенило меня при виде жалко ковыляющей принцессы Лихтенштейнской. Сначала вертолет с ней на борту завалили, потом группу наемников выслали на поиски, ту самую, которую Авель в Зазерье нашинковал. А что если предположим папенька ейной приставился и она наследница престола? А чем Ильза может кого-то не устраивать? Недоуменно спросил Тополь. Ей вон любой сегом состоянии так мозги засрать, что она его полюбит как человека и замуж за него захочет. При Ильзе мы говорили так, будто ее с нами не было. Это было невежливо и некрасиво. Единственное, что нас извиняло, так это наша совместная уверенность. Следить за нашей беглой, напичканной сленгом речью, она со своим зачаточным русским не сможет. Однако мы ошиблись. Сегом это человек наполовину, громко сказала Ильза. Я любить эту половину. В глазах у принцессы стояли слезы, но она не плакала, что значит европейское воспитание. Да, она была совершенно права. Сегом человек, в частности, человек, скажем, сегом совершенно спокойно может иметь детей и все такое. Скажи мне, дорогая, а как вы смогли спастись при крушении вертолета, спросил я, ласково улыбаясь. Иван, меня спасать. Когда вертолет начинать падать, Иван, взять меня в руки и прыгнуть из кабины, объяснила Ильза. У него был парашют, спросил въедливый тополь. Нет, Ильза отвела глаза, наверное, не хотела, чтобы мы видели ее слезы. Я мы не могу объяснить, не имею слов. Я решил спасти принцессу от языковых затруднений. Но не нужен ему парашют, дурачина, сказал я тополю. Это же Сегом. У него кинематика скелета такая, и мышцы полимерные такие, что он смог погасить корпусом всю энергию удара. На этом-то у него наверняка батарейки нафиг разрядились. Посетило меня еще одно прозрение. Та-та, батарейки, горячо закивала Ильза, батарейки были, нет, но в баре источник энергии, электричество. Да ясно, ясно, розетка, закончил за нее я. Картина потихоньку прояснялась. Наконец-то исчезла нестыковка, мучившая меня с той минуты, когда Иван, выхватывая прямо из своего тела фуллереновые детали, начал собирать шестиствольный пистолет. А именно, почему могучий Сегом Иван не смог завалить разнесчастного псевдогиганта тогда, на берегу озера? Да потому он не смог его завалить, что все его сверхчеловеческие способности были выключены за полным исчерпанием энергии, а его человеческие способности, за исключением разве что актерских, были очень даже умеренными. Да здравствует бар, место, где могут подкрепиться не только люди, но и Сегомы. Тем временем, мы достигли своей промежуточной цели, макушки рыжего холма. Там сам Бог велел залечь и оглядеться, что мы и сделали. Тополь по моей просьбе взялся уточнять карту аномалий при помощи датчика, а я достал бинокль и принялся за визуальную рекогностировку. Внизу петляла юркой змеей бечевка. Я сразу заметил наше дерево, его сильно изуродовала молния или какая-то аномалия типа жарки, но по крайней мере оно по-прежнему служило превосходным ориентиром. На правом высоком берегу, как и раньше, волновалась мертвенная зелень заметно мутировавших кустов боярышника. Дальше простиралась неприветливая пустошь с темной кляксой, которую оставил не весь когда взорвавшийся БТР. Уж сколько лет прошло, а гарь была свежая, как вчерашняя. А еще дальше... Сука! Костя, их еще больше, чем мы думали, сказал я ровным, тихим голосом. Боевики и свободы двигались гуськом след в след. Их было двенадцать человек. От бечевки их отделяло метров четыреста. От нашего холма стало быть девятьсот. Я перебросил бинокль на полгоризонта, то бишь в сторону елкино леса. Увы, чудо не произошло, и наши преследователи не провалились сквозь землю прямо в ад, истошно вопящей оравой. Крадущиеся фигуры в комбинезонах ветер мелькали между стволами деревьев, двигались по тропе, медлили на приметной полянке, определяясь с количеством и качеством аномалий. На том берегу Бечевки их двенадцать, отрапортовал я. В лесу никак не меньше десяти. И это только те, кто попался на глаза. Начинаю нами гордиться, сказал Тополь. Столько народу на наши потертые задницы. А может и на Ильзину? В смысле задницу, сказал я, продолжая настаивать на своей лихтенштейнской версии с неугодной наследницей трона. Что делать будем? Тополь посмотрел на меня своими глазами грустного Сан-Бернара. Я тебе сейчас скажу, что мы делать будем. Пробормотал я, с интересом изучая индикатор заряда гауссовки. Как и следовало ожидать, он показывал сто процентов. Дело в том, брат, я поднял гауссовку, приладил я к плечу и прицелился в ведущего свободовцев на пустоши за рекой. Что эти бандерлоги выйдут к реке быстрее, чем мы спустимся к нашей лодке. А чтобы этого не произошло, кто-то из нас должен остаться здесь. Например, я. Я плавно нажал на спуск. Что? Тополь, похоже, меня не дослышал. Пятнадцатикилограммовая пуля из обеденного урана, развив космическую скорость четыре километра в секунду, вонзилась в грунт рядом со свободовцами. Эффект был такой, будто рядом с ними упал небольшой метеорит. Тугие фонтаны жидкости земли и пара окатили их с ног до головы. Все попадали, как сбитые кекли. Что ты сказал? переспросил Тополь. Вы с Эльзой идете, а я остаюсь здесь, иначе всем троим труба. Согласен. Я улыбнулся. Люблю Тополя за конструктивность. Другой бы затеял получасовую дискуссию, почему ты остаешься, а не я. Ну и отлично. На счет три ты берешь Ильзу и ведешь вниз к бечевке. Погоди, я тебе кое-что хотел оставить. Тополь принялся колдовать застежкой своего рюкзака и, раскрыв его, вытащил на свет контейнер. Нашел время хабар делить. Да при чем здесь? Я просто хочу, чтобы звезда полынь была с тобой, сказал Тополь, глядя мне в глаза для вещей убедительности. Задолбал он меня в тот день своими проникновенными взглядами. Это еще зачем? Думаешь, она пуля отводит? Мне так Ньютон велел, понимаешь? Ну, если Ньютон, тогда давай. Я с друзьями хозяев зоны спорить не привык. То-то же. Я переложил звезду в свой контейнер, и мы с Тополем обнялись. Я тоже хочу, сказала Ильза и шагнула ко мне. Я обняла ее. От белой щеки принцессы шел жар, волосы пахли гвоздикой и порохом. Но с Богом, бодренько сказал я, и принялся выкладывать на землю перед собой оружие и боеприпасы. На языке прапорщиков это называется инвентаризация. В моем распоряжении имелись четыре ствола Стечкин, Хай Пауэр, Гроза и винтовка системы Гаусса G-15. Отличный арсенал. Многие из моих коллег отвалили бы за него серьезные бабки. А вот с боеприпасами было худо. К Стечкину оставалось всего двадцать маслят, к Хай Пауэру две обоймы, к Грозе полтора магазина и две гранаты. Но к гвоздю программы Гауссовки имелось всего-то полмагазина. Одиннадцать пуль. Так мало, что впору было давать каждое имя. Это Джон Щу за всех, это Ванюшка Пущу вам юшку, а это Ляля. Просто Ляля-мля. Моих любимых РГДшек имелось три штуки. Была еще Монка, одна. Прочий тополь выставил в лесу, близ тропы, пока я приглядывал за Иваном в роли Терминатора. И правильно, на кой ли от меня эти Монки теперь? Наконец, надкалиберная граната Вайпер, что на языке родных Осина означает чистильщик или, если угодно, стиратель. Не все ли равно? Внешне эта граната напоминает маленькую саперную лопатку, ну или морского ската, это кому какое сравнение больше нравится. Черенком лопата заряжаем гранату в подствольник, при этом ее расширенная и уплощенная часть остается торчать снаружи. Ну, и выстреливаем ее, как обычную гранату для подствольника. У нее в хвостовике для этого соответствующий заряд имеется, после чего чистильщик немножко летит и множко взрывается, и взрывом своим весьма радикально чистит местность в радиусе 10 метров. Вот если бы в пределах этого радиуса собрались все мои враги, но этого нет и не будет. Остается надеяться, что чистильщикам удастся их хотя бы как следует пугнуть, и вдруг я, размышляющий над вариантами применения своего самого мощного боеприпаса, обнаружил, что граната прострелена. Надо думать еще во время боя в Ёлкином лесу. Одна пуля пробила ее боевую часть. О, только не это. Я изо всех сил отшвырнул вайпер прочь. Граната, вращаясь, пролетела полтора десятка метров и бесследно сгинула в ближайшей воронке. Перевел дух на ином. А если бы взорвалась? Впрочем, если трезво рассудить, аэрозоль, который ответственен за объемный взрыв в этом боеприпасе, наверняка бинарный, а то и трехкомпонентный. Стало быть, вероятность подрыва граната вайпер пулей ничтожна. Вот так таскался с этим проклятым чистильщиком по всей зоне и с конца в конец, а в итоге что? Тьфу! Ну и заканчивая обзор моих вооружений, надо вспомнить моего любимого, родом из начала прошлого века траншейный нож. Им я рассчитывал продырявить минимум одного врага. Вот так, Надо ли говорить, что против взвода вооруженных до зубов парней свободы, всего этого было категорически недостаточно. Артефакты, которые при мне оставались, картины не меняли. Некоторые виды морских ежей наш брат сталкер умеют использовать как достаточно эффективные прыгающие мины, а золотые рыбки при апгрейде, который умел делать покойный лодочник, превращаются в отличные одноразовые мортирки, рвут любую тварь в клочья. У меня всего этого не было и в помине. Имелась только звезда полынь, наш, так сказать, мирный атом, демутатор. И зачем мне, по мнению Ньютона, демутатор? Он что, думает у меня тут от натуги хвост вырастет, рога и копыта? Так я тогда к больному месту сразу же звезду приложу и снова в комбата демутирую, так что ли? Или все же есть у этой платиновой штуковины какое-то боевое применение? Может, если ее к мине скотчем примотать, такая вспышка слева образуется, что в Берлине стекла в окнах повылетают? Жаль, что на эксперименты такого рода у меня не было времени. А то, глядишь, моя физиономия красовалась бы в одном ряду с портретами Хирама Максима, Роберта Оппенгеймера и Михаила Калашникова. Описание моего положения будет неполным, если не упомянуть особенности позиции. На вершине холма имелись три ложбинки, каждая из которых худо-бедно могла служить окопом для стрельбы лежа. Центральная ложбинка предоставляла наибольшее удобство для обстрела борзой группы свободовцев на пустоши за рекой Бечевка, крайне западная для огневого боя с мерзавцами, засевшими в елкином лесу. Оба фланговых ската холма и западной и восточной были наглухо запечатаны аномалиями. Мой детектор показывал и жарки, и электры, и карусели. Два роскошных пышущих жаром разлома наблюдались визуально, как, кстати, гигантская воронка. Листья и былинки кружились над эпицентром воронки, гонимые ленивым до времени штопорным возмущением гравитационного поля. Крупная, не дай бог такую возбудить, она в себе и Титаник запрессует. А выплюнет такой смерч железной шрапнели, что и сечет весь лес в мелкую щепу. Конечно, мне было наплевать на всю эту аномалистику. Точнее, меня интересовал лишь тактический аспект, и он был крайне благоприятен для обороняющегося. Конфигурация аномальных зон была такова, что я был надежно прикрыт ими с флангов и чувствовал себя царем Леонидом в Фермопильском ущелье. Неясно было, правда, куда задевались триста долбанных спартанцев. Кстати, о спартанцах. Я осторожно высунулся из укрытия, чтобы глянуть, как там тополь с Ильзой. Неплохо, неплохо. Они уже были на полпути к дереву с опаленной верхушкой. Тут же я обнаружил и нездоровое оживление в отряде за рекой. Потеряв всякий страх, свободовцы прыткими перебежками приближались к бечевке. Требовалось немедленно их проучить. Я не пожалел четырех пуль гауссовки, чтобы разорвать надвое их снайпера с узнаваемым веслом винтовки СВД за плечами. После такого аргумента у них поубавилось прыти. И остальные свободовцы, мгновенно попадав на землю, прикинулись ветошью. К сожалению, врагов было много, и снайперов у них тоже хватало. Двое Вильгельмов Телей из Ёлкино леса смогли занять удобные огневые позиции и открыли охоту за моим левым ботинком, единственный видимый им частью сталкера комбата. Ботинок быстро остался без каблука. К счастью, ступню не задели. Я сразу же перекатился в другую ложбинку, извернулся ужом и, подавляя дрожь в руках, подключил бинокль к ПДА при помощи мини-контроллера USB. Выставив бинокль на бруствер, я жадно впился в экранчик полминуты напряженного ожидания и снайперы свободовцы, нервно открыв беглый огонь по бликам моего бинокля, раскрыли свои позиции. Так, 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 развел как лохов, отлично. Запомнив ориентиры, я подтянул к себе гауссовку и привел к молчанию одного за другим обоих снайперов. Это была редкая удача, но я не радовался. Мне было глубоко пофигу, сколько именно боевиков клана свободы, я изничтожу. Важно было лишь, чтобы Тополь с Ильзой благополучно достигли лодки. Меж тем у них все вроде бы складывалось. На пару минут они исчезли в зеленке. Тополь искал наш тайник и отвязывал лодку. Когда на стремнину быстрого потока выскользнула алюминиевая красавица, я понял. Удалось. И Тополь и Ильза лежали на дне, чтобы не схлопотать шальную пулю. Правильное решение. Я сам поступил бы так же. Чувствуя, что добыча ускользает от них, свободовцы будто утратили инстинкт самосохранения. Отряд с дальнего берега Бечевки бегом бросился к реке, к уже близким, спасательным для них зарослям боярышника. Одновременно с этим второй отряд разделился на две группы. Одна группа, не меняя позиции, открыла ураганный огонь по вершине, а вторая цепью бросилась к южному скату холма. Это я успел увидеть на экранчике своего ПДА, прежде чем ураганный огонь разбил мой бинокль в дребезге. Пора было уходить с гребня холма, пока моя удобная ложбинка коп не превратилась в удобную могилу. Я скатился вниз по северному скату метров на пять, волоча за собой рюкзак. Из положения полулежа я выпустил в бегущих бечевки свободовцев все оставшиеся у меня пули в Гауссовке. Затем, методично снабжая каждую РГД осколочной рубашкой, перебросил все три граната через вершину холма, адресуя их той группе камикадзе, которая решилась пойти на открытый штурм моей позиции. Я надеялся, что РГДшки задержат атакующих хотя бы на полминуты. И, похоже, мне это удалось. Эти полминуты я потратил с толком, выставив прицел грозы на 400 метров и отстрелял короткими очередями оба магазина по Свободовцам за Бечевкой. Если Гауссовка предоставляла какие-то шансы, то попасть на такой дистанции из грозы было совершенно невозможно. Разве что случайно. Да я ни в кого не попал. Но вновь заставив Свободовцев залечь, мне удалось выиграть у судьбы те самые несколько мгновений, которые требовались быстрому течению, чтобы вынести лодку с тополем и Ильзой далеко за возможный сектор огня преследователей. Лодка полностью скрылась из глаз. Прощайте, друзья. Неожиданно накатила волна горячей сентиментальности. Я вдруг понял, что друзья мои ушли насовсем, что я остался один на этом изгрызенном аномалиями холме, что лишь одна смерть ищет теперь моего общества, и что жизнь дерьмо, а умирать все равно не хочется. Последний бой он трудный самый, всплыла в голове неопознанная цитата. Положение мое было абсолютно безвыходным, боеприпасы почти на нуле, помощи ждать неоткуда. Бежать? Куда? Как? Бежать быстро означает, что рано или поздно по недосмотру попадешь в мясорубку. А если не в мясорубку, то в жарку. Если же бежать медленно, то это уже не бег, а ходьба, и тогда очень быстро станешь добычей вражеских пуль. В какую бы сторону ты не двигался. Вот если бы под землю провалиться... Кстати, о земле. Мой рассеянный взгляд упал на гигантскую воронку, над которой теперь, помимо листьев, кружились полтора десятка перехваченных пуль и облачко словно бы сигаретного дыма. Это облачко напомнило мне радон, который выделяется на касьяновых топях. Он тоже такими вот призрачными вуалями повисает. Их в сумерках видно. Фосфорицируют они между кочек. Вспомнилось мне и мисс восемьдесят шесть, которая, прежде чем исчезнуть, сделала круг подсчета вокруг эпицентра одной из гравитационных аномалий, а потом вдруг показалась из совсем другой воронки. Погодите, господа, это что же получается? Воронки на огородах связаны между собой? А если она в одну нырнула, а из другой вынырнула, значит, связаны? Или я ничего не понимаю в законах физики, а точнее даже логики? И тут меня осенило. Осенило так, что даже пальцы на ногах занемели. Я даже вспотел. Такой у меня был приход. Я вдруг вспомнил легенду о звезде Полыни, которую совсем недавно считал чистым бредом, о сталкере, который со звездой в руках угодил в воронку, но потом спустя пару дней заявился в шти целым и невредимым, хотя и изрядно потрепанным, и плел какую-то околесицу о том, что выскочил из-под земли на агропроме, словно пробка из бутылки. Решение созрело во мне быстрее, чем мой мозг успел прокрутить «Идивительно», ведь свободовцы не оставляли мне времени на дискуссии с внутренним голосом. Бандерлоги были уже достаточно близко, чтобы подвергнуть меня обстрелу через холм из-под ствольников по минометному. Гранаты падали не так точно, чтобы оторвать мне голову, и все-таки их было вполне достаточно, чтобы вероятность быть нашпигованным осколками быстро стремилась к ста процентам. Я надел на себя рюкзак. Взял в левую руку звезду Полынь, крепко прижав ее к груди как щит. Ох, тяжелая. В правую руку я взял Хайпауэр, в нем последним еще оставался полный магазин. И с криком «Мама» бросился в воронку, выдерживая направление на темное пятно, обозначающее ее эпицентр. Запомнилось мне немногое, но запомнившегося достанет на пять диагнозов из архива старого доброго дурдома. С каждым шагом к эпицентру воронки все вокруг меня меняло цвет, приобретало вначале синий, а затем фиолетовый оттенок. Я очень быстро бежал. Мне казалось, бег мой затянулся уже на несколько минут. Я выбивался из сил, а черное пятно, к которому я стремился, было по-прежнему столь же далеко, как и в начале. В меня наверняка стреляли боевики «Свободы», вышедшие на гребень холма. По крайней мере, с какого-то момента я обнаружил, что слева и справа от меня движутся металлические прутья длиной сантиметров по тридцать. Полагаю, это были пули. Возможно, вместе с аномальным изменением метрики пространства пули действительно вытянулись в направлении эпицентра гравитационного катаклизма. Или, что скорее, это был всего лишь один из эффектов моего исказившегося субъективного восприятия. Например, из-за изменения течения времени я мог начать воспринимать как слитное целое множество последовательных положений пуль в пространстве. Потом я вдруг обнаружил, что нахожусь уже по ту сторону темного пятна на земле. Весь микрокосмос аномальной зоны словно бы вывернулся наизнанку вокруг полиса катаклизма. А по ту сторону полиса я увидел себя. Сталкер-комбат бежал мне навстречу, прижимая к груди звезду полынь и энергично отмахивая правой рукой, в которой чернел вороненый ствол хай-пауэра. Комбат, то есть я, хотя я-то был по ту сторону эпицентра, поэтому буду говорить он, озарился вдруг металлическим белым блеском. Спустя секунду я понял, что невидимый потусторонний ветер невероятной силы, излучение, мощный поток частиц бьет в грудь комбату прямо в звезду полынь, которую он прижимал к себе. И ударяясь о звезду полынь, этот невероятный ветер рвет ее на частички, на крошечные кусочки, разбирает материю артефакта на ниточки и струйки. Они изменились под напором квантового ветра, по туловищу, по рукам и ногам комбата, растекались по его лицу, покрывая его тончайшим металлическим покровом. И когда вдруг ударил из эпицентра воронки страшный черный свет, антисвет взрывного гравитационного коллапса, он ничего не смог поделать с комбатом. Человек с хай-пауэром в руке был защищен тончайшим, но сверхпрочным коконом, в который превратился вдруг слепок надмирных энергий, известный нам, невежественным смертным, как звезда полынь. Глава 25. Здравствуйте, крупные суммы. Шел дождь. Ваш комбат брел через Касьяновы топи, опираясь на посох наскоро изваянный при помощи смекалки и траншейного ножа. В его ботинках хлюпала противная болотная жижа. Фосфорицирующий радоновый туман стелился над землей. В горле у комбата першило, будто накануне он выпил, не закусывая литр водки. Из-за этого чертова радона комбату еще предстояло обколоться антидотами до потери пульса. И все же я был счастлив. Ведь я вышел из воронки живым. Подвиньтесь, великие сталкеры Шухов, Семецкий, Хемуль. Теперь легенды сложат и обо мне. О том счастливце, которого засосала воронка, но благодаря чудесному и редчайшему артефакту тот остался жив. Не зря фотограф Ньютон нас снимал. Он, приближенный хозяев зоны, знал, будет что-то чудесное, и не зря велел он тополю отдать мне звезду полы. Если бы не звезда, гнить мне сейчас на том холме над бечевкой с двумя десятками пулевых ранений. О том, что было внутри воронки после того, как я пронаблюдал эффект близнецов, и она меня все же втянула, я помню мало. Помню, было темно, и темнота казалась какой-то, что ли, одушевленной. Помню, покалывание на поверхности кожи, давление в подвздошье, но это было не больно, максимум неприятно, словно скользишь во сне по наполненному тяжелой жидкостью тоннелю в направлении выхода. Ни желаний, ни страхов, ничего. Зато, когда воронка меня выплюнула, да-да, как бутылка шампанского пробку, и я обнаружил себя на твердой земле, стоящем на четвереньках, мои ощущения вдруг зашкалили за максимум. Я начал чувствовать боль, заныло ушибленное колено, адски заболела голова, раскаленной печкой запылала рваная рана на плече от касательного пулевого ранения. Я сидел на корточках посреди касьяновых топей и озирался. Дело шло к закату. Над топями поднимался туман. Моего верного хайпаура при мне больше не было. Как видно, странствуя по гравитационному тоннелю, я выпустил его из рук. ПДА тоже сорвало. Похоже, лопнул потерянный ремешок. Фляга подарок старого друга Кнопки даже она потерялась на дорогах судьбы. Ну, а звезда полынь та просто аннигилировала, пожертвовав мне свое иномирное свечение. Впрочем, если бы звезда осталась цела целехонькой, это была бы совсем не научная фантастика. Прямо передо мной устремлялась ввысь, расстроенным стволом трезубцем густо обросшая лишайником береза. Справа желтел ствол мертвой ветлы. Я знал это место. Я находился совсем недалеко от поляна, где мы с тополем обычно обедаем, той самой, где я встретил мисс восемьдесят шесть. А что, если между тем днем, когда воронка меня засосала и днем сегодняшним прошел месяц, год, двадцать лет, и я теперь такой же электромагнитный феномен, как мисс восемьдесят шесть, и обречен скитаться в чужом времени. Но думать об этом было страшно, а страхов, пожалуй, на ближайшее время с меня хватит. Пора было топать домой. Я представил себе весь маршрут через периметр, вспомнил место расположения своих тайников, тут можно разжиться более-менее приличной цивильной одеждой взамен окровавленной рванины, там запрятана запаянная бутыль с хорошей питьевой водой. В это время суток конфоровцы обычно собираются на ужин, а на ужин у них какие-нибудь котлеты из индейки с пюрешечкой, компот из сухофруктов и ватрушки. В это время суток выходить из зоны одно удовольствие. Никому ты такой борзой даром не нужен. В окошке моей избушки на бетонных ножках горел свет. Это я приметил еще метров за сто. Жвоте у меня начало бурчать. Стоило мне отойти от периметра на триста метров, как я вдруг осознал, что зверски оголодал. Последним, что я съел, был завтрак туриста. Мы по-братски делили его с Ильзой, тогда еще живым Иваном и Тополем у моего схрона в Ёлкином лесу ежись от утренней прохлады. Так и свет. Интересно, кого занесло ко мне в гости? На самом деле вариантов ответа было много. От самых приятных Тополь и Ильза до нейтральных Мариша и самых неприятных пацаны из Свободы, Бандосы и т.д. Могли быть также варианты сумасшедшие и экзотические. Например, пришли судебные исполнители. Вот, например, продал мне Хуарес этот дом. А вдруг он ему и не принадлежал совсем, а являлся священной недвижимой собственностью какого-нибудь Фернандеса или Лопеса. А Хуара столько документа подделал, чтобы нажиться. И теперь истинный хозяин дома подал на меня, оболваненного покупателя в суд, а суд вынес решение комбата из чужого дома выселить. А что, не надо было клювом клацать, а надо по ментовским базам данных покупаемую недвижность пробивать. Да, кажется, крыша у меня все же слегка подъехала после этой воронки. Я не верил в судебных исполнителей. И в бандосов, в общем-то, тоже. Но все же я решил не обнаруживать себя раньше времени, и оттого не пошел через калитку, как все нормальные люди. Одвинул я через крохотный садик, если этим милым словом можно назвать совокупность из десяти траченных паршой смородиновых кустов, неплодоносящей вишни-шпанки и груши-дичка. Возле кухонного окна я замер. В щель между кружевными занавесками я заметил мужское плечо, туго обтянутое рукавом шелковой рубашки насыщенного зеленого цвета. Есть ли у тополя зеленая рубашка? А хрен его знает. Есть ли у меня в шкафу зеленая рубашка? Аналогично. Может, кто и подарил? Это кем же надо быть, чтобы все свои рубашки помнить? Девчонкой. А у меня к вещам на сильном отношение такое, несколько детское, несерьезное, то есть нормальное мужское, ну, вы поняли. Вот в просвете мелькнула лысая башка. Это уж точно не тополь и не Ильза. Впрочем, мужская башка или женская? Э, да ведь голова-то женская, женская, это Ильза. Слава Богу, видать, шальной пулей ее черный парик сорвало, или просто сушит его после того, как он в гренистой бечевке искупался. Я шморгнул носом. При виде Ильзы с голым черепом я вдруг растрогался. Бедная. Бедная девочка. С минуты я простоял неподвижно, упершись лбом в оконную раму. Я собирался с мыслями и радовался тому, что вообще дошел. Но вот дождь усилился, превратившись в настоящий ливень. Я встал на цыпочки и постучал в стекло костяшкой безымянного пальца. В итоге я оказался посреди топий, скруглил я свой сбивчивый рассказ. Передо мной стояла чашка кофе, пустая, стакан с двумя грейпфрутовыми зернышками, он уже два раза за этот вечер наполнялся свежевыжатым соком, но теперь снова пустовал, и чашка со спитым пакетиком из-под черного чая. Я хотел всего и побольше, Эльза не успевала подносить. Кстати, об Ильзе. За те три часа, что они с тополем провели в моей берлоге, она успела прекрасно обвыкнуться в роли хозяйки. На ней были мои, мои, спортивные штаны Adidas с тремя фирменными полосами по бокам. Моя же футболка с надписью «It must seek to be you» и мой полосатый фартук для кулинарно-гастрономических увеселений. Парик ее, как выяснилось, и впрямь утонул, только не в Бечевке, а уже в Припяти, когда лодка, наскочив на корягу, предательски перевернулась, обеспечив своим пассажирам бодрящее осеннее купание. Когда я постучал в окно, Ильза как раз заканчивала тушить в пиве свинину. За несколько минут до моего появления она обжарила мясо до золотистой корочки и теперь собралась порадовать нас немецким национальным блюдом. В общем, жизнь налаживалась. Напротив меня, сутулившись, сидел тополь, изможденный и невыразимо печальный. Он слушал мой рассказ почти не перебивая. А звезда Палэйн спасла мне жизнь и растаяла. Растаяла? Ну и хрен с ней. Тополь легкомысленно махнул рукой. Главное, что с тобой все в порядке. У меня камень упал с души. Я опасался, что тополь будет смертельно расстроен аннигиляцией артефакта своей мечты. Вот ваше мясо, трусья, провозвестила Ильза, приветливо улыбаясь. В следующее мгновение на скатерти передо мной возникла тарелка с аппетитными кусками свинины, пахнущими... Да-да, тем самым темным паулайнером, что еще недавно скучал у меня в холодильнике. Ух ты! обрадовался тополь, придвигая к себе свою порцию. Готен аппетит, пожелала нам Ильза и, сложив ладони на груди, принялась молиться. Неожиданно. Я был умилен. Я расправил на коленях тряпичную салфетку и... Увы, атмосфера уютного вечера в семейном кругу переменилась в одно мгновение. В окно ударил ослепительный свет башенной фары БТРа. Весь мой домик затрясся от сочного вертолетного рокота. Вмиг захотелось припасть к прицелу зенитного пулемета. Я сглотнул слюну, отложил столовые приборы и, полная самыми недобрыми предчувствиями, крикнул к окнам не приближаться. Ну, что у нас за счастье такое малобюджетное? Только от одних спасся, как тут же другие к тебе готовятся вломиться. Думая так, я быстро метнулся к лестнице и вылез на чердак, припал к слуховому окошку. В рот мне ноги, похоже, из-за моей скромной персоны подняли в ружье ближайшую дежурную роту Анфора в полном составе. Не меньше четырех лухсов деловито разъезжали взад-вперед перед покосившейся калиткой, протягивая к моему бунгало хищные хоботки своих тридцати миллиметровок. Над ними виражила пара Скайфоксов, а прямо на уровне моих глаз роились несколько дронов беспилотных разведчиков. Ну и живая сила, конечно же, как без нее. Прикрываясь броней, за каждым лухсом семенила огневая секция из пяти бойцов. Снайперов я нигде не видел, но хребтом чуял, что без них не обойдется. Наконец, к свету башенных фар БТРов прибавились запредельно яркие посадочные прожектора вертолетов и суровый голос из громкоговорителя провозвестил. Пошкарев Владимир Сергеевич, 1998 года рождения, вы полностью окружены, сопротивление бесполезно, выходите из дома с поднятыми руками. Пока голос повторял все это для тупых и непонятливых, я успел спуститься к тополю и Ильзе. Вот так и поужинаешь бывало, досадливо процедил я. Что делать будем? В полголоса спросил тополь. Да что делать? Буду делать то, что они требуют, а именно сдаваться. Хм, почему нет? Я закон не нарушаю. Ну, то есть нарушаю, но только по мелочи. Скорее всего, больше двух лет условно мне не дадут, особенно если адвоката хорошего нанять. Потому что самовольное проникновение в зону отчуждения — это вам не малолетних огуливать, и не старушек топором по черепу. Это так, ерунда. Ну, а касательно мокрых наших дел, так не было их. Это же ясно, как дважды два четыре. Ну, тебе виднее. В любом случае, воевать с такой ордой без маза, развел руками я. Да и не в зоне мы, чтобы воевать. Тополь грустно кивнул. По этому кивку я понял, что если бы не смертельная усталость, которая навалилась на него своей тысячетонной тушей, он бы со мной, возможно, и поспорил. А так... Тем временем голос из громкоговорителя повторил призывы к негодяйскому Владимиру Пушкареву, то есть ко мне, в третий раз. — Это из-за меня, сказала Ильза. — Из-за тебя я. — Это вряд ли, — отмахнулся Тополь. Продолжить этот интересный разговор мы никак не успевали. Мне пора было сдаваться силам правопорядка. Не то раскатают избушку по бревнышкам. Я вышел на покосившееся крыльцо своего неприглядного для внешнего наблюдателя жилища, как был в грязной, заляпанной ржавыми пятнами крови, армейской майке и штанах-камуфляжах. На ногах у меня были стоптанные домашние тапочки с мордами собачьих долматинов подарок предшественнице Мариши по имени Ася на какой-то из дней Святого Валентина. Вкупе со всклокоченными волосами и двухдневной небритостью все это давало феерическую картину. Уголовник Пушкарев, не выдержав морального давления, является сповинной. — Эй, вот он я, я сдаюсь! — крикнул я, прикрывая глаза тыльной стороной ладони от слепящего света. — И я не вооружен! Что мне делать теперь? Мне довольно долго не отвечали, я даже успел подзамерзнуть в одной майке-то. — Очень хорошо, — наконец сказал громкоговоритель. Как мне показалось, сказал несколько обескураженно. Похоже, они не ждали, что я сдамся так быстро и буду выглядеть таким жалким. — С вами хочет поговорить князь Лихтенштейнский Бертран Адам Третий. Стоите на месте, не двигайтесь. — Хрена сия! Вот это называется демократия. Мы в двадцать первом веке или в четырнадцатом? Это что же выходит? Они военный парад перед моей халабудой развели, чтобы со мной ничтожным смердом поговорил этот самый князь, сияющий как небо? Тем временем по ту сторону от моей калитки совершил посадку понтовый вертолет Р-77 Ариэс. Из него шустро выскочили шестеро безукоризненно одетых и отменно постриженных хлыков. Один из них выдвинул раскладную лестницу, соединяющую землей салон вертолета. Остальные раскатали красную ковровую дорожку от вертолета к моему крыльцу. Церемония Оскара, мля. Надо сказать, ковровая дорожка очень даже смотрелась на пыльных листьях загаженного воробьями и бродячими кобысдохами спорыша. На эту-то ковровую дорожку иступил высокий господин леток за шестьдесят с орлиным профилем, бледным, морщинистым лицом и седой, но достаточно густой шевелюрой. На господине был дорогой кашемировый костюм, неопределенного цвета галстук и идеально чистые туфли. Убейте меня, если я представлял себе князя Лихтенштейнского как-то иначе. Рядом с князем шли еще три человека. По звериному блеску в глазах я признал в двух из них телохранителей, по интеллигентным очочкам переводчика. Движения князя были торопливыми и нервными. Как видно, он был доведен обстоятельствами до точки кипения. «Где моя дочь?» громко спросил князь вместо «Здрасте». Спросил, конечно, на немецком, но переводчик тут же перегнал этот вопрос на мой родной язык. Язык бесконечного сериала «Семья Пугачевых» и девчачьей рок-группы «Минетки». Поначалу я хотел напомнить старичку, что поздороваться неплохо бы, но потом решил перебьется. «Ильза есть хир?» Отчеканил я на немецком, удивляя себя самого. Это означало «Ильза здесь». «Зе есть окей». «Их рофизиан», продолжал я, пользуясь всеобщим замешательством, что означало «она в порядке, я сейчас ее позову». И чтобы добить врага окончательно, я добавил «Юбриген смай наме ист Владимир». Кстати, меня зовут Вова. «Ви Путин?» спросил ошарашенный князь. «Как Путина?» «Я да». «Бите их их лебези зо зо зер». «Пожалуйста, я так сильно ее люблю». И, произнеся эти слова, гонористый старик вдруг разрыдался, спрятав лицо на плече телохранителя. «Обслуга военные и неопознанные гражданские лица, ставшие свидетелями этой сцены, смотрели на меня квадратными глазами, будто я был медведем, вышедшим из чащи и вдруг заговорившим человеческим голосом. Надо же, русский унтерменш и говорит по-немецки». Князь тем временем продолжал по бабье громко всхлипывать и причитать что-то неразборчивое. «А чего причитать, спрашивается? Можно подумать, я украл эту ельзу. Да я и жизнь, между прочим, спас. Раз двадцать подряд. Но на то, чтобы объяснить это князю Лихтенштейнскому, запаса моего немецкого уже не доставало. Ничего. Ильза ему потом объяснит. Хочет, не хочет, объяснить ей придется, потому что папеньке нам деньги еще платить обещанные. «Стойте здесь, я сейчас ее приведу», пообещал я. Стоило мне захлопнуть за собой входную дверь, как настроение у меня начало портиться, и притом стремительно. Я вдруг понял, что сейчас эти суетливые люди из вертолетов возьмут, да и увезут куда-то принцессу Ильзу. Мою Ильзу. Да-да, я уже привык думать о ней как о своей Ильзе. Привык, что она всегда рядом, что есть кого спасать, и парик ее совсем не портил. Говоря по правде, ей было неплохо даже без парика. Весна в тифозном бараке. Это тоже, в общем-то, стиль, не хуже других. Ну, то есть, был еще шрам пугающий, розовый. А с другой стороны, что в нем пугающего. Ну, подумаешь, какой-то шрам. В общем, лучше Ильза без волос и со шрамом, чем Мариша кудрявая и здоровая. Да, я влюбился в немецкую принцессу. Нужно ли за это меня презирать? Или нужно жалеть? Ильза и Тополь сидели за столом с каменными рожами из стуканов с острова Пасхи. Перед ними стояли тарелки с нетронутой свининой, тушеной в пиве Пауланнер. Мясо, небось, уже успело остыть. Там приехал твой папа, Ильза, за могильным тоном сообщил я. Понятия не имею, откуда он узнал, что ты здесь. «Я думаю, он узнал из-за этого», сказала Ильза, указательным пальцем поднимая со своей изрядной груди массивную подвеску в виде серебряного оленя, ту самую, что запомнилось мне с первой нашей встречи, когда я обнаружил их с разрядившимся сегомом Иваном на берегу Янтарного. «Тут такая штука радио». «Передатчик?» подсказал я. Ильза кивнула. «Но я бы на месте любого папаши так сделал», проворчал топы, «чтобы всегда знать, в каком именно клубе дочурка дергает по ноздри. Если бы не каменное небо, которое полностью отгородило их вместе со всеми радиосигналами от внешнего мира, они бы нашли Ильзу с Иваном еще в день крушения вертолета». «В общем, собирайся, они ждут», сказал я, «хотя не совсем понятно, что именно Ильзе надо было собирать, вещей-то у нее не было». И в этот момент Ильза бросилась мне на шею и расплакалась. «Комбат, комбат», бессмысленно повторяла она, очень по-крестьянски, хлюпая своим аристократическим носом. «Владимир, ты такой, ты, самый лучший». Прозвище комбат она произносила как комбат, а имя Владимир как Владимир. «Ну, что ты ревешь? Мы же не навсегда расстаемся», утешал ее я. «Или навсегда?» «Скоро увидимся, принцесса ты моя на горошине. Ты себе парик новый купишь, лучше прежнего». «Правда, увидимся?» «Да правда, правда, на вот, высморкайся». Тополь смотрел на нас, как на двух умственно отсталых. Выражаясь деликатно, он не слишком верил в любовь, тем более в любовь между принцессой и сталкером. Дальнейшее не представляет особого художественного интереса. Ильзу увезли домой, а нам с Тополем выдали деньги в спортивные сумки. Как выяснилось, чуть позднее деньги у них были приготовлены загоди, они думали, мы будем удерживать Ильзу в заложниках. Итак, деньги. По сто тонн на брата. Не кисло, да? Выглядело все это так, будто мы с Тополем поймали в зоне мегаценного живого зверя и выгодно продали его в иноземный зверинец. Деньги, конечно, подсластили пилюлю, но все равно мне было грустно. Той ночью мы с Тополем нахреначились драбадан, благо у меня в баре обнаружилась непочатая литровая бутыль первоклассной ирландской отравы толомордью. Оно, конечно, если по уму, то надо было схватить лихтенштейнские денежки в охапку и бежать куда подальше. Но разве мы с Комбатом делаем что-нибудь по уму? Доброе утро, господин Комбат. Готов выдать причитающуюся вам сумму в любое удобное вам время, в любом удобном вам месте. Пишите, жду с нетерпением. Рыбин. Это сообщение пришло мне на телефон, когда на часах было 7.00. Вообще-то, я ранняя пташка, но в тот день в 7.00 я еще спал. Смотри толомордью. Поэтому сообщение Рыбина я прочел в 9.00. И если до прочтения этого сообщения я был сонным и похмельным, то после него начал чувствовать себя похмельным и на взводе. Костя, вставай. Я потормошил тополя за плечо. Труба зовет нах. — А? Кому? — Рыбин пишет. — Кто? — Рыбин. Мой друг из организации. Объявился, наконец, и жаждет встречи, пояснил я. Костя вскочил с дивана, как ужаленный, и уставился на меня бессмысленными красными глазами. — Как ты думаешь, он по-прежнему хочет нас пристрелить? — Если бы он хотел нас пристрелить, он бы нас уже пристрелил, например, этой ночью, пока мы тут бухие лежали, как два бревна. — То есть, ты думаешь, эти пацаны из Свободы работали не на него? — Да я не знаю. — Но, откровенно говоря, вряд ли. Я тут поразмыслил, а зачем, собственно, Рыбину свободовцы, если он и впрямь из ФСБ, а мне кажется, чутье меня не обманывает, не ясно, зачем ему нанимать чужих мудаков, если у него полно своих, и зачем устраивать разборки прямо в зоне, если по вполне легальным каналам нас с контейнером можно прижопить в какой-нибудь лейке без всякого шума и пыли. — Резонно. — И какая мораль? — Если он хочет встретиться, надо встретиться и побыстрее отдать ему этот контейнер. — Ты хочешь, чтобы я пошел с тобой? — спросил Тополь, зевая во весь рот. — Да. Пока мы будем говорить с Рыбином, держи нас, так сказать, под прицелом. Вряд ли в случае, чего это спасет мою молодую жизнь, но мне определенно будет приятнее сдохнуть, если я буду знать, что мой братан Тополь сделал для спасения моей ценной тушки все, что мог. — Шутишь? — неуверенно спросил Тополь. Я давно заметил, с похмелью у него всегда проблемы с восприятием моих искрометных шуток, иронических историй и саркастических замечаний. — Нет, не шучу. Ну, то есть я шучу по форме, а по содержанию я очень серьезно хочу, чтобы мы пошли вместе. — Тогда я сбегаю домой, переоденусь, а? — Душ приму. — Ни в коем случае. Пойдешь в моем. А душ примешь, когда сделаем дело. Чай не в стриптизе работаем, за запах пота не уволят. Между прочим, в наших интересах поскорее избавиться от этого йокарного контейнера, от греха подальше. Мы с тобой без контейнера точно никому не нужны, чтобы за нами охоту устраивать. — В таком случае напиши ему, чтобы через час приходил в лейку, а Любомиру скажи, чтобы положил в гриль машину двух цыплят да пожирнее. — Ишь, как ты командовать привык на своем речном кордоне, — возмутился я. — Командир уткин, понимаешь. — Рыбину я так и быть напишу, а вот Любомира завтраком озадачить это тебе поручается. Телефонная трубка лежит в кухне на подоконнике, если что. Ровно через час я сидел за моим любимым столиком возле окна, а тополь в полуосвещенном углу общего зала нашей горячо любимой лейки. Расписанная под хохлому Мариша шустро носила нам обоим закуски и напитки, а Любомир травил свежие байки из сталкерской жизни. Одна была про Паганеля, который ездил в Москву и там побывал на выставке редких грызунов. На выставке Паганель приобрел себе пару элитных никарагуанских хомяков по пятьсот единиц за голову, посадил их в трехлитровую банку и пригласил гостей, в основном сталкеров, чтобы обмыть свое возвращение. Наутро Паганель обнаружил, что хомяки утонули в рвоте Ватсона, который в эту банку случайно наблевал со свойственной себе щедростью. Вторая была про Ципу, который встретил Араву зомби, и вот в одном из несчастных узнал он своего бывшего напарника Берию, кинувшего его на Хабар. Ципа сфотографировал его, фотографию распечатал, размножил и расклеил ее во всех барах по эту сторону периметра, сопроводив подписью «Так будет с каждым, кто предал дружбу». Третья же была посвящена сталкеру «Ни к чему», который обнаружил невдалеке от армейских складов родник с водой, по химсоставу идентичной армянской воде Джермук, и попробовал наладить сбыт целебной водички за пределы зоны. И что из этого вышло? А вышел из этого астрономический штраф от недремлющей санэпидемки. Мы с Тополем преувеличенно громко смеялись. Я за своим столом, Тополь за своим. Сказывалось нарастающее нервное напряжение, ведь Рыбин опаздывал. Наконец возле бара остановилась неказистая машина. Не то какой-то из последних сверхэкономичных фордов, не то что-то корейское для людей с очень средним достатком. Из машины вышел скромняга Рыбин. Да, это был он. И он был один. На этот раз он был в стиле casual, джинсы, футболка с длинным рукавом, тертая кожаная куртка, плюс неизменный бриллиант в правом ухе. Мне показалось, по сравнению с прошлым разом, он выглядел старше лет на десять. Под глазами серые тени, морщины углубились, волосы, и те, казалось, стали реже. Уж не знаю, что было причиной, может, здоровье, может, семья, а может, утреннее мглистое освещение, на улице было пасмурно и погано. Мы пожали друг другу руки, я предложил ему выпить, он отказался. Видите ли, Владимир, я два дня не спал, в глаза будто песка насыпали, виновата произнес он. Ваша любовница горячая штучка? Я похабно подмигнул ему. Я, как уже говорилось, обожал изображать из себя дурачка во время всяких стремных сделок. Если бы. Все работа. Когда я получил ваше сообщение, я был в Гаване. Нас посылали отдать дань памяти великому Фиделю. В составе делегаций, конечно. Ну и как? Отдали? Что? Дань памяти. Да, конечно, да. Если вы не возражаете, я хотел бы перейти сразу к делу. Как я не приглядывался, Рыбин был мало похож на агента свободы или на грозную, никому не подчиняющуюся силу. Даже на человека, от которого исходит опасность, он в то утро толком был не похож. Скажем, в прошлый раз Рыбин походил на все это гораздо больше. Теперь же каждым мимическим движением, каждым словом он подчеркивал, я всего лишь чиновник, я всего лишь безвольная ложная ножка своей организации, я винтик большой машины. Я поймал напряженный взгляд тополя и почесал над губью указательным пальцем. Этот условный знак говорил, все в порядке. Вслед за этим я достал контейнер поставил его на стол. Дескать, открывайте, проверяйте комплектность, если знаете, как его открыть. К слову, пару раз за время нашей совместной с Ильзой и Иваном экспедиции сквозь зону меня мучило любопытство на предмет, а что же там собственно внутри. И пару раз я жестоко обламывался, потому что было совсем неясно, как его открывать. Кроме ручки у чемодана не было ничего. Ни экранчика с сенсорной клавиатурой для ввода пароля, ни колесиков с циферками для ввода пароля механическими средствами, ни архаической замочной скважины, ни даже щели, которая отмечала бы собой место соединения дна контейнера с его крышкой. Какой-то сферический конь в вакууме, честное слово. Однако, Рыбин вел себя так, будто всю жизнь только и делал, что открывал такие контейнеры. Первым делом он поставил компэзен на попа, затем положил все свои десять пальцев на неприметные бороздки, которые я принимал за своеобразные ребра жесткости. Через несколько секунд из боковины компэзен с жужжанием выскочил экранчик на ножки. Сбоку экранчика имелось тоненькое стело. Этим стело Рыбин написал на экранчике какую-то абракадабру. Затем экранчик подался еще на десять сантиметров вперед, вытянулся чуть вверх и с тем же милым жужжанием трансформировался в нечто вроде монокуляра. Монокуляр сверкнул радужные линзы величиной спитак и встал под углом сорок пять градусов к плоскости контейнера. К этому монокуляру Рыбин приложил правый глаз предварительно зажмурив левый. С этим мне тоже все было понятно. Рыбин проходил идентификацию по радужке глаза, которая, как известно, еще уникальнее отпечатков пальцев. Наконец, идентификация окончилась. Система Немезис приветствует вас, господин Рыбин, пропел из динамиков чемоданчика приветливый женский голос. Постойте, господа, если КМПЗ Рыбина знает, значит, КМПЗ везли Рыбину, так? И если бы вертолет не упал, он бы и получил этот свой КМПЗ целым и невредимым. А так, как вертолет упал, за этим контейнером пришлось ходить в зону мне. Значит, Рыбин кто? Законный владелец контейнера, которому за скромный гонорар я возвращаю его вещь, а вовсе не какой-то там подозрительный разбойник, чьи поручения я выполняю, поддавшись неистовой жажде наживы. Все это несколько успокаивало, но ведь был еще Иван Сигомович Сигомский. Хоть он и был человеком только наполовину, но его предсмертная просьба «Отдай контейнер магистру», все же не давало мне покоя. Где-то на уровне подсознания я все время к ней возвращался. Начать с того, что я понятия не имел, какому такому магистру я должен отдавать чемоданчик несколько раз, едва не стоивший мне жизни. А во-вторых, с этим же самым Иваном мы еще тогда на берегу озера договорились, что контейнер мой, ведь Иван лично давал мне слово, что отдаст мне компейзе, если я выведу их с Ильзой из зоны. Ильзу я вывел, а что не вывел его, Ивана, так не моя вина, а слова не воробей, и это значит, что теперь я могу делать с компейзе что угодно, не обращая внимания ни на какие предсмертные просьбы умирающего Сегома, который вдобавок шесть месяцев трахал девушку, которая мне нравится. Вот. Но почему же я беспокоился? Да потому что ожидал появления того самого загадочного магистра, о котором упоминал Иван. Вот он с минуты на минуту сюда заявится и начнется. Да что угодно, вплоть до перестрелки. А нужны ли нам перестрелки? Я выпросительно посмотрел на тополя. Нет, 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 читалось на его крупном лице. Правильно. Ваш комбат себе уже мозоль на указательном пальце натер спусковым крючком. Что-то не так, спросил Рыбин, глядя на меня своими холодными водянистыми глазами. Да нет, все хорошо, просто задумался. Тем временем чемодан продолжал ворковать. Содержимое контейнера сохранно, никаких повреждений содержимого не зафиксировано. Вы можете убедиться в сохранности содержимого, если посмотрите в окно номер один, включая внутреннюю подсветку содержимого. Снова немножко жужжания, и на передней поверхности контейнера образовалось окошко величиной с ладонь. Рыбин прильнул к окошку. С полминуты он осматривал неведомое что-то в глубинах контейнера и, наконец, удовлетворенно крякнув, распрямился. Что ж, господин комбат, претензии по сохранности содержимого контейнера у меня к вам нет, поэтому мы можем переходить ко второй части нашего взаимовыгодного общения. Слава Богу, что у него претензий нет. Хороши бы мы были, если бы сейчас выяснилось, что пока то да сё, содержимое кто-то взял и стибрил. Я не против насчет второй части. Я случайно заметил свое отражение в оконном стекле. Лицо у меня было несколько разочарованным. Впрочем, логично. Я был уверен, что когда Рыбин будет осматривать внутренности контейнера, он позволит и мне взглянуть на то, что Сегом Иван назвал загадочным словосочетанием философский камень, но не позволил. Вот я чувствовал себя несколько фрустрированным. Я уже собирался без обиняков попросить Рыбина дать и мне взглянуть в окошечко Компоэзе, когда тот одним движением заставил контейнер принять исходный вид сферического коня в вакууме и энергично вскочил со своего стула. Погодите минуточку, сказал Рыбин. Я сейчас вернусь. И он, оставив Компоэзе на столе, опрометью бросился к выходу из лейки. В окно я видел, вот наш работник невидимого фронта подскочил к своей малолитражке, вот он бибикнул сигнализацией и, наконец, извлек из узенького багажника белый кожаный чемодан с хромированной вот она с бычьим мечт. Небось, наш с Костей гонорар. Я угадал, в чемоданчике лежали... Вот, как договорились, банковское золото, сказал Рыбин, тяжело дыша. На бархатной подкладке чемоданчика в специальных пазиках покоились... Да-да, настоящие слитки. Золотые слитки. Судя по клеям, пятисот громовые. Сколько их здесь? Двадцать, двадцать пять? Но как? Нетерпеливо спросил Рыбин. Зашибись, как говорил великий Карл Маркс. Золото и серебро по своей природе не деньги, но деньги по своей природе золото и серебро, процитировал я. Рыбин впервые за все наше общение воззрился на меня с неподдельным уважением. То есть вы удовлетворены? Ну, практически. Я чувствовал, что надо что-нибудь спросить, чтобы не казаться Рыбину конченым простофили. А как у них с качеством? У слитков. Качество полностью соответствует стандарту, принятому Лондонской Ассоциацией рынка драгоценных металлов, так называемому London Good Deliver Standard. Я заткнулся. Что еще спросить? В общем, с вами приятно было работать, сказал я и протянул Рыбину руку. Взаимообразно, Владимир Сергеевич. Кстати, тут Хуарас тебе денег велел передать. За косу и за колокол, сказал Любомир, когда Рыбин скрылся из виду. Я допил свой кофе и подошел поближе к барной стойке, зазывно блестяще отполированным темным деревом. Сказали передать, так передавай. Бармен протянул мне черный мусорный пакет, в котором лежали несколько денежных пачек, перетянутых красной резинкой. Скажи Хуарасу спасибо, улыбнулся я. Он славный мужик. Что, даже пересчитывать не будешь, удивился Любомир, знающий мой фирменный педантизм и страсть к точности в финансовых расчетах. Сумма-то большая. Что-то нет сегодня настроения, сказал я, небрежно засовывая сверток во внутренний карман джинсовой куртки, а про себя подумал, разве это сумма? А что в чемодане-то, Володя? Да золото в слитках, сказал я. А, золото в слитках, это дело, сказал Любомир, широко улыбаясь в седые усы. Он не поверил, конечно. А зря. Потом мы еще долго сидели с тополем в полутьме самого уютного барного закутка. Демонстрировать кости золота в слитках прямо в баре я не стал. Да он и не просил. Он доверчивый, этот тополь. Мариша принесла нам наших цыплят, и мы долго ели их жирными скользкими руками. Все это время белый чемоданчик лежал на столе чуть левее локтя тополя. Убрать его с глаз долой мы почему-то не решались, тем более, что стол был длинный и места на нем было предостаточно. Наконец, я прикончил своего цыпленка, отодвинул от себя тарелку, вытер губы салфеткой и, мазнув рассеянным взглядом по чемоданчику, вдруг обратил внимание, что на его верхней крышке имеется некое неприметное тиснение. Буквы «Не то кириллица, не то латиница», целая фраза «Девиз фирмы-производителя» Я «Кириллица», какая-то длинная фраза, написанная вычурными, выхлистыми буквами, стилизованными под рукописные, не разобрать. Я приподнял чемоданчик, ух и тяжелый, поднес его поближе к лампе и прочел. «Меркурий светит белым на закате». Потер глаза кулаками. «Чего-чего, Меркурий?» «Что там такое?» в свою очередь насторожился Тополь, не забывая, впрочем, энергично работать челюстями. «Да на чемодане надпись «Меркурий светит белым на закате». «Ну и что?» «А то, что это пароль». «Мне Иван говорил, пусть ему хорошо лежится, что когда ко мне за этим компезе придет какой-то магистр, он скажет пароль «Меркурий светит белым на закате». «Выходит, этот рыбиный был магистром?» Тополь посмотрел на меня глазами любопытного Сен-Бернара. «Выходит, да». «Или нет, да, черт!» «Я уже вообще ни в чем не уверен». Я стукнул кулаком об стол. Любомир, Мариша, Черри, торпеды и еще три официантки разом обернулись в нашу сторону. Я извинительно улыбнулся им всем, мол, все в порядке, просто нервишки шалят. «А какая же мораль?» «Не знаю. Наверное, такая, что не только у людей, но и у вещей судьбы есть, и что у компезе судьба попасть к рыбину, которой магистр, что бы ни случилось. А еще такая мораль, что магистр этот очень хитрый и подстраховался, чтобы наверняка... «Жизнь забавная штука», произнес Тополь, отправляя в рот половинку цеплячьего крыла. «Ого!» согласился я. Эпилог Прошел месяц. Я наконец-то починил моришин чайник, «Вот-вот, пусть видит, я мужик, руки у меня растут откуда надо, я даже гвоздь могу забить, особенно если его надо забить кому-нибудь в голову». И купил ей бриллиантовое колье. Я наконец-то приобрел себе новый походный ПДА взамен старого, сгинувшего в воронке. Как видно, не суждено было мне доискаться до правды и узнать, был ли у меня в ПДА червяк-стукач или все же мне померещилось. Я даже сделал подарок родителям. Послал им шофером в Витебск новый мини-вэн с прицепом для путешествий. В нем две кровати, стол, биотуалет и многое прочее, что нужно человеку, живущему в дороге. Они всегда мечтали поездить, так пусть, черт возьми, поездят. Но даже после приобретения бриллиантового колье и мини-вэна денег оставалось так много, что я даже боялся заглядывать в спортивную сумку, где они лежали, не говоря уже про белый чемодан с хромированной ручкой. Каждый день я рассматривал каталоги яхт, выставленных на продажу, но никак не мог сделать главный выбор своей жизни. Однажды, неожиданно погожим октябрьским утром, на мой ПДА упало письмо от Ильзы. Письмо было написано на русском языке и, судя по количеству опечаток, было напечатано принцессой собственноручно. Если опечатки опустить, получится вот что. Дорогой Владимир, мое здоровье идет к хорошему. Быстро-быстро идет. Мой врач сказал, что в ноябре я обязательно должна отдыхать возле моря. Я решила, что я хочу курорт Сочи. Ты любишь курорт Сочи, Владимир? Если любишь, давай ехать туда вместе. Ты покажешь мне русский стиль. Я читать тебе стихи, я сочиняю их недавно для тебя. Надеюсь навстречу, твой женский друг Ильза. Я расплылся в дебильной улыбке. Сочи в ноябре. Что может быть глупее? Море холодное, воздух тоже. То и дело срывается дождь, дует кусачий северо-западный ветер. С другой стороны, не мог же я, патриот, написать Ильзе «Сочи отстойный город, в котором нечего делать в ноябре». Придется ехать и делать вид, что мы, русские медведи, кушающие мороженое на сорокоградусном морозе, именно так представляем себе идеальный отдых. Я как раз набирал ответ Ильзе, когда в дверь позвонили. На пороге стоял тополь. Он лучился радостью и держал в руках пухленький конверт. Вот, погляди, чего пришло. От Ньютона. Фотки. В конверте и впрямь были фотографии, штук семь-восемь. Глинцевитые, красивые, контрастные. Никому из нас не снять нашими тупыми цифровыми пукалками ничего подобного. Как мы не старайся. На одной из карточек отыскался ваш покорный слуга, лихой и придурковатый. На остальных был тополь Соло. Портрет, мужественное лицо с волевым подбородком, брови в разлет, цепкий взгляд профессионального героя, три четверти. Вот тополь с грозой, поясной портрет, вот тополь чистит нож, взгляд сбоку. Не хватало, пожалуй, только тополя с нунчаками. Круто, да, такое на обложку журнала спецназ не стыдно поставить, сказал я. Подари мне одну, а? Да бери любую. Я выбрал себе ту, где тополь был снят на фоне лагеря ученых, в котором работает некробиотик Трофим, непринужденная поза древнегреческого Аполлона, только вместо лука и стрел автомат. Хотелось бы Ньютону спасибо сказать и за фотографии, и за то, что про звезду Полынь посоветовал, задумчиво заметил тополь. Да что же, как-нибудь встретим его в зоне и скажем это самое спасибо. Или не встретим, тихо обронил тополь и не скажем. Я понимаю, щекивнул. Лучше не строить планов, когда дело касается зоны. Потом мы с Тополем пили чай и кушали сочные люля-кебабы, изготовленные моей опытной рукой из отменной парной баранины. А знаешь, вдруг спросил тополь, что такое философский камень? Ну, тот камень, который якобы в контейнере был, который мы рыбину загнали. Конечно, нет. Философский камень — это камень, который способен превращать любой металл его умели добывать средневековые алхимики. И я даже прочитал, что финансовое могущество некоторых аристократических родов Европы зиждется на незаконном использовании этого самого нехристианского камешка. Металлы в золото? С набитым ртом переспросил я. Любые? Пишут, что любые. Типа прикоснулся и сталь превратилась в золото, так? Вроде так кивнул тополь. Честно говоря, на враги похоже, сказал я, вываливая себе на тарелку еще одну ароматную котлетку. Вот и я так подумал, отозвался тополь. В ближайшие десять минут ни один из нас не проронил ни слова. уверен, в те мгновения мы оба думали об одном и том же, а именно о том, что если прочитанное тополем о философском камне правда, то лучше бы нам было не отдавать компезе рыбину. Потому что... Потому что потому... Неужели надо пояснять? Почему? Но потом я представил себе секретные лаборатории, где на нужды Родины производится тонн, десятки тонн отменного золота 999-й пробы, на которые Родина закупает за границей самые новейшие и самые лучшие, становясь каждой минутой все краше и комфортнее и мне полегчало. Кстати, о секретных лабораториях. Случилось мне повидать и некробиотика Трофима. Он примчался в барлейка на заляпанном грязью джипе и затребовал с меня флешку. Ту самую с записью датчиков иридиевой клетки, в которой сидел крысиный волк. А также рассказы о моих злоключениях внутри воронки после того, как я бросился в нее со звездой полынью. Наверное, я сильно разочаровал его своими мемуарами в духе «не помню, обратил внимания. С другой стороны, что я мог сделать, если он сам слезно просил меня говорить ему правду и только правду, мол, он ученый, ему фантазии не нужны. Вот если бы он разрешил мне врать, я бы наврал ему про русалок с пятым размером бюста, которых я встретил во время своих вороночных блужданий. А так... Потом Трофим сам взял слово и не отдавал его долгих полчаса. Он рассказал мне о гравитационном континууме, о том, что, согласно новейшей теории воронки, это своего рода ворота в систему сообщающихся гравиососудов, и что звезда полынь благодаря излучаемым энергиям способна образовывать нечто вроде локальной зоны стабильности. Я не особенно слушал. Зачем мне? Ведь возвращаться на физфак мне поздновато, вопреки заверениям профессора Добровольцева. Вообще, после одержанных побед я сильно разленился и даже набрал два килограмма. Каждый день я уговаривал себя закрыть последнюю скобку в этой истории, а именно забраться наконец в город Припять, найти ту самую лабораторию среди оперативной диагностики имени академика Качалина, что на проспекте Ленина 86, и выяснить наконец, о документации там наверняка валяется вагон и маленькая тележка. Действительно ли там работала лаборантка Лидочка Ротова? И если работала, найти эту самую Лидочку вживе, ведь имеются у меня средства, а теперь и деньги. Что это мне даст, спросите вы? А фиг его знает. Может, ничего и не даст, за исключением ощущения, что последняя скобка закрыта, точка поставлена, и в конце рукописи можно смело печатать конец. Декабрь 2008, март 2009. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова